Добрый вечер, дорогие мои! Свершилось, вопреки всем обстоятельствам, контурные карты, интерактивные, запустились. Пикай Гейминг был побежден, и это уже, я считаю, ачивмент. Под эту потрясающую, патетическую музыку готов рассказать вам о своей первой победе в Hearts of Iron 4. Это был трудный бой, точнее серия боев. Но я победил. Но это было настолько... Сейчас я потише чуть сделаю, потому что этот оркестр, он великолепен. Но... Но, please. Пощадите меня. Проблема была в том, что игра просто не работала. Она просто вылетала. И я ничего не мог сделать. Я почитал на стиме в обсуждениях, это проблема частая. Музон потише... Да, да, дайте я еще сделаю. Он прям... Хотя у меня здесь куплены всякие паки с музыкой. В некоторых есть саботон. Интересно, забанят за то, что у тебя в игре играет купленная музыкальная DLC с саботоном. Мне кажется, что правообладателю похер. Он тупо среагирует на то, что у тебя играет саботон, поскольку он здесь не... Не переделанный, это не кавер, это... Саботон в тупую. Но мы не на ютюбе, здесь просто замьютит. Хотя вроде какие-то правила уже точились у твича. Не знаю. Но это глупо. В конце концов, я заплатил, блин, за это. Хотя я не заплатил за то, чтобы вам это транслировать. Но я вам... Но... Но я тогда, получается, я игру транслировать не имею права. В общем, все сложно. Все сложно. Итак, возвращаясь к первой победе в Hearts of Iron 4. Игра просто крашилась на этапе загрузки. И ничего не помогало. Ну просто, ну нихрена. Как я понял, проблема распространенная. Имя ей парадоксовский ПК-гейминг. И помогло... Вот если у вас вдруг такая же проблема, рассказываю, что мне помогло, но при этом... Я сейчас все почитаю. Спасибо, диванный адъютант. Победа под Оржевом в кармане. КХН. Приятного всем стрима. Спасибо. Спасибо, адъютант. Приятного вам просмотра. И... Я делал все, что мне предлагали. Я даже качал какие-то файлы с реддита. На самом деле, опасная херня. Но я почитал, там вроде в комментариях никто не пишет, что ты за Троян или Майнер мне подкинул. Хотя, может, они просто не заметили. Вообще так делать нельзя. Это просто ужасно. Качать файлы из публичного места, устанавливать себе на комп. Но я был в отчаянии. Тоже не помогло. Что помогло? Удаление папки... Хардсуфайрон из моих документов. Удаление папки Хардсуфайрон из файлов стима. Ну, там заходите в апдату. Коммон, вот эти все дела. Находите Хардсуфайрон. И просто удаляйте папку нахрен. Естественно, при запуске игра конфликтует. Говорит, что ты хочешь запускать-то? Игры нет. И она начинает ее заново устанавливать. 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 И запустилась после этого. Но я по отдельности делал все. И не помогало. Вот помогло после вот этого. И файлов с реддита, я не знаю. Может быть, это тоже как-то сработало. Хотя получается, что я их удалил и заменил. Ну, в общем, это было непросто. При том, что у меня Крузейдер Кингс 2 работает с неофициальным русиком. Там неофициальный русик установлен. Тоже в корне игры. Игра запускается. С Hearts of Iron были серьезные проблемы. И как я понял, что у многих эти проблемы не решены годами. А с учетом того, сколько стоит Hearts of Iron... Вы видели, сколько стоит вне сезон скидок? В нормальное, в обычное время, сколько стоит Hearts of Iron со всеми дополнениями. Ну, то есть, это солидная игра для солидных господ. И она у тебя не запускается. Вообще, понимаете, уровень... Какого-то... Возмущения справедливого. 2К рублей? Нет. Нет, 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 нет. Какой 2К рублей? Вы чего? Вы чего? Крузейдер Кингс, по-моему, я считал. Крузейдер Кингс выходил что-то в десятку, по-моему. Команды разработчиков разные? А вот так и не скажешь, мистер Джоник. Вот так и не скажешь, что команды разные. У Европы, у Виктории, у Hearts of Iron, у Крузейдер Кингс. Знаете, вот, если так вот 4 скриншота поставить, то не каждый отличит. Так можно вернуть, если 2 часа не проиграл Мишапкин. Ну да, да, окей. Ну, это сработает, но... Во-первых, деньги тебе вернут внутриигровой валютой. И второе, все-таки хотелось бы поиграть, наверное, а не просто деньги вернуть. Не было проблем, странно. Да нет, понятное дело, что у кого-то проблем этих нет. Все нормально. Но это, к сожалению, это ПК-гейминг. Зависит от множества параметров. Да, боярин, можешь с гордостью мышку держать и клаву щупать. Крещение прошло, пес. Хан... Да, спасибо. Хан посвятил меня в ПК-геймеры. Уже все не зря. И я видел, что вахапет 6 месяцев подряд подписался. Спасибо за продолжение банкета. Тоже полгода, ветераны. Ветераны с нами сегодня. Добрый вечер, Табун. Наконец-то духи смилостивились. Дарос все-таки, пес, удачи тебе. Пусть Пуканта будет сильной. Ну, понятно, да. Но с вашей помощью, друзья, я... Поизучал... Затворник. Спасибо за продолжение банкета. Тоже полгода с нами. Можно сказать, с самого начала. Старая гвардия. Так вот, я посмотрел всякие обучающие фигни, но не все. Далеко не все, к сожалению. Поэтому очень надеюсь на кабинет министров. И на экспертов. В студии. И мы вместе с вами сможем привести какой-нибудь из стран к победе. Но это, Егор Банный, спасибо. Спасибо за полгода. Еще один представитель Старой Гвардии. Спасибо. Будем считать в любом случае это пробным камнем. Поскольку Hearts of Iron 4 это настолько многогранное и великое, на самом деле, произведение. Что можно возвращаться к нему снова и снова разными странами. Майн пошел. Мое почтение. Чертила с реддита. Отличная видеокарта. Майн пошел. Ну, блин. Ну, я проверял его. Я проверял этот файл антивирусом. Я понимаю, что это... Что это... Ну, наивно с моей стороны. В общем, никогда так не повторяйте. Даже если вам говорят, что 100% файл вообще просто как себе собирал. Конечно, могут напихать просто такого, что мало не покажется. Ну, вроде как, пока ничего не греется. Я не знаю. Но, если что, если что, у меня все, короче, в итоге вылетит. И я напихал себе вирусов и майнеров. По крайней мере, я знаю откуда. Поэтому, наверное, это легче будет объяснить чуваку, который приедет чинить компьютер. Наверное. Надеюсь. Но это все будет из-за Hearts of Iron, понимаете, в конечном итоге. Рады приветствовать. Готов ебало. Окей, окей. Понял вас. Понял вас. Кстати, с Рейхом, да. Да. Скорее всего... Не скорее всего, а мы столкнемся сегодня. Это не с того фильма, который запрещен в РФ. Да. Привет, 8-8-Bit-Dead. Да, именно с того. Именно с того фильма. Да. Гифка у меня и Смерть Сталина. Там Жуков очень крутой. Это прям вот... Он выглядит так, как я хочу выглядеть, когда играю в стратегические игры. Прямо... Я бы себе такую футболку бы купил. Единственный минус этой игры заключается в казуальности. По сравнению с прошлыми частями, четвертая часть стала урезанной какой-то... Ну, может быть, таксидермист. Может быть, это мне поможет в данном случае. Я играл... Оооо, кстати, 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 прежде чем мы начнем. Я играл в Hearts of Iron 1 и в Hearts of Iron 2. Потом как-то стал консоли холопом и к пикагеймингу не возвращался. Поэтому ничего не могу сказать. Это было, ну, реально давно. Это было реально давно. И у меня было какое-то супер-пупер коллекционное издание или пресс-издание Hearts of Iron. И там, помимо всего прочего, была вот такая медаль. Добрый вечер. Удачи в игре. Как видите, там есть... Она у меня отражается, но на самом деле она сине-желтая. Она сине-желтая. И выглядит... Вот. Вот здесь хорошо видно. Да, выглядит как медаль Героя Украины. Но это шведские цвета, на самом деле. Поэтому... Но это надо объяснять. Это надо объяснять. Потому что так... Так выглядит, конечно, как... Как герой... Герой Украины, конечно. Желтый-блокитный. Вот такой есть артефакт. Повешу себе, если... Пройду. Сасаки, добрый вечер. Удачи в игре. Про мафию видел. Да. Мафию... Да-да, мафию переносят. 22-го покажут геймплей. Но я считаю, что с учетом, что 3-го сентября... Нет, какого 3-го? Почему 3-го-то, блин? 1-го сентября выходит Crusader Kings 3. А, вот откуда 3 у меня взялось в голове. Смешалось. То выход... Мафии 28-го августа... Это было под угрозой все. Операция средневековья была под угрозой. Поэтому я в каком-то смысле даже рад. Но я понимаю, что нас таких немного. Поэтому большинство людей расстроилось. Ну, сорян. В нашем лагере в целом... Скорее... Удовлетворение. Ну и 22-го июля покажут геймплей. Антивирус. Меня взяли в долю. Ничего личного лошара. Да антивирус, мне кажется, это... Это вообще такая разводка. Ну, то есть... В целом вообще. Особенно эти антивирусы по подписке. Это как страховка. Вот реально. Так. Проститутка кохлятская. Не надо такого. Жириновский. Жириновский, вообще, что ты здесь делаешь? У тебя есть стримеры и блогеры в твоей партии. Популярнее. Что ж, пора побеждать. Да, да, да. Пора побеждать. Как я уже сказал, сегодня будет пробный камень. Я все-таки многого не успел изучить. Поэтому буду иногда тыкаться, как слепой котенок. Повторюсь. Очень надеюсь на кабинет министров. Который будет в чате. Соответственно, будем вместе принимать какие-то законы. Возвращаться к Hearts of Iron планирую не раз. Потому что мировая война это столько сюжетов, столько эпизодов. Потрясающие на самом деле. И масштабнейшее событие. И Hearts of Iron позволяет посмотреть на это в разрезе. А что если? Вот все вот эти бесконечные диванные рассуждения. Экспертов, историков. А что если? А что если Германия и Япония синхронно напали бы на СССР? Что бы было? А что было бы, если бы Германия не напала бы на СССР? И Hearts of Iron это на самом деле великое произведение. В том смысле, что он очень наглядно показывает процессы Второй мировой, которые заключались не только в сражениях. Потому что войны нам, особенно в школах, преподают очень скучно. Очень скучно. Максимально скучно. Нам рассказывают о датах обычного начала войны. Потом рассказывают о каких-то сражениях. Потом показывают вот эти вот контурные карты, которые бессмысленные, где показывают синие, значит, прямоугольнички против красных прямоугольничков. Показывают стрелки, как они движутся. Причем иногда показывают в процессе. То есть некоторые прямоугольнички пунктиром. Это типа он там стоял, потом передвинулся. Все это показывают на одной карте. Я до сих пор нихера не понимаю на самом деле. Вот я истфак закончил. Я до сих пор нихера не понимаю вот в этих вот дурацких схемах, которые показывают битвы. Потому что это выглядит настолько схематично, настолько условно. Это просто скучно и неинтересно. И самое главное, что пропускают в школе, например, когда рассказывают о войнах, чаще всего упускают самое главное. Это предпосылки, черт подери. Потому что такие глобальные события, как мировая война, они не случаются вот мгновенно. Типа пришел Гитлер к власти и такой А теперь воюем, парни. И весь мир, короче, закрутился. Давайте все вдруг похватали оружие, и побежали друг на друга. Вот как будто бы до этого был мир, благодать, пшеница-колосица, мирное небо над головой. Пока не пришел Гитлер. И с помощью Геббельса зазомбировал население. И все похватали винтовки. И давай колоть соседи. А все соседи в ужасе объединились и победили Гитлера. Даже не Гитлера, а армию Гитлера. Потому что мирное население Германии, конечно же, ничего не знало. Это все армия роботов Гитлеров воевала во всем мире. И Вторая мировая война закончилась так же внезапно, как началась. Ну, примерно представление вот такое вот. А то, что происходило в 30-е годы, как все... Ребята, это мировая война. Все страны мира так или иначе несут ответственность за то, что произошло. Потому что все страны мира так или иначе готовились. И если бы не было Гитлера, Вторая мировая война произошла бы все равно. Потому что у Второй мировой войны было много театров военных действий. Тот же Тихоокеанский театр военных действий. Он вообще был параллельный Европе. Япония начала свое победное шествие с 30-х годов. Она уже с 30-х годов сидела в Китае. Че ты там делаешь, Япония? Ну, мы просто туристы. Мы приехали посмотреть Великую Китайскую стену. И мы настолько впечатлились, что не уйдем отсюда. Япония реализовывала свои планы абсолютно отдельно от Германии. Настолько отдельно, что они даже не согласовали совместные акции против Советского Союза. Хотя могли бы, на самом деле. И непонятно, чем бы это закончилось. Италия, которая напала на Грецию, вообще ничего не сказав Гитлеру. Не поставив его в известность. Гитлер просто охуел от этого. Он просто из газет узнает, что Италия нападает на Грецию. То есть все реализовывали свои планы, свои амбиции. Мир раскалывался пополам. Колонии, например, британские, мечтали о независимости. И тот же Индокитай, где на самом деле там очень много слоев, кто с кем воевал и за что. Поэтому мировая война. Просто надо перестать быть европоцентричными. Мы все реально представляем, что реально в один прекрасный момент появился Гитлер и все испортил всем. А так прекрасно жили. Так прекрасно жили. Советский Союз под шумок значит нахлобучивает Финляндию. Польша под шумок отжимает Тишинскую область. Раздел Чехословакии, Австрии. Все это происходит в 30-е годы. задолго до того, когда официально началась Вторая мировая война. Гражданская война в Испании. 36-й год. Советский Союз сражается против Германии. 36-й год. Все знали, что война начнется. Вопрос когда и кто с кем будет в каком лагере. И вот это самое сука интересное. Мировая война она как подобно Великой реке. Из тысячи ручейков, из тысячи ручейков, иногда незаметных, получается вот этот мощный поток, который все сносит. Поэтому Гитлер, не Гитлер, Сталин, не Сталин, Муссолини, не Муссолини, Черчилль, не Черчилль. Не будь этих лидеров. Мировая, мировая вот это вот слово еще подобрать, тусовка, мировая движуха, она бы случилась не в 39-м, может быть, плюс-минус 5 лет. Не будь каких-нибудь лидеров из вышеперечисленных. Абсолютно. Потому что назревал, назревал мировой конфликт. И Hearts of Iron наглядно показывает, как к этому шло. Потрясающе. Поэтому отдельный респект парадоксу за то, что сделал такой наглядный, наглядное пособие для учащихся и интересующихся. Вот. На самом деле я закончил. Я максимально оттягивал тот момент, когда я начну играть. Потому что конечно рассказывать я могу красиво. Но сейчас начнется игра. Все будет уже не так красиво. Будет много затупов, затыков заранее. Заранее. Прошу прощения. Потому что игры, к сожалению, еще не так интуитивные и крутые, как если бы игра... Вот представьте себе игру, стратегию, где вы садитесь в кресло правителя и вы просто словами говорите, что делать. А игра, интерфейс игры все это преобразовывает команды. то холодная война стала бы горячей намного раньше. И нашему союзу пришлось бы намного тяжелее против империалистического врага народа. Так, товарищ Сталин выступил с заявлением. Спорным, конечно, но это мы все еще обсудим. Так вот, это стратегия моей мечты. Стратегия моей мечты с интерфейсом, который переводит твои желания, можно словесные, в некие команды. Ну, то есть, чтобы ты не сидел в этой Excel-табличке бесконечной, я такой, где моя танковая дивизия элитная? Тут же появляется командир, такой, типа, сейчас продемонстрируем, пойдемте на парад, вызываешь министров, общаешься с ними, приказываешь, даешь просто приказ словесный такой, так, реализовать план ГОЭРЛО, все, электрификация всей страны, я сказал. Такие, хоп, побежали делать, потом приносят тебе отчеты, ты смотришь, такой, круто, я уверен, что такая игра когда-нибудь появится еще и в VR, вот это будет просто величие, можно там проводить всю жизнь, все, после этого можно вообще заканчивать, все, уходить, уходить нахрен, всем на пенсию в 30 лет, и играть в такие игры. Так, ладно, поехали, 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 так, очень надеюсь на кабинет министров в чатике, кем мы будем играть, на самом деле я уже в 36-й год, конечно, конечно, нужно сильно заранее, сильно заранее, потому что это самая мякотка, подготовка к войне, самое лучшее, что вообще есть. У нас есть, как обычно, есть, блин, я подумал, что-то Гитлер не похож, окей, окей, вижу, есть у нас великие нации, понятное дело, но я считаю, что для того, чтобы учиться играть, меня тут постоянно спрашивают, играл ли я в Хои до этого, да, да, в первой и второй, это было реально очень давно, очень давно, и я помню до сих пор, что, чтобы учиться играть, нужно брать не сильно амбициозную нацию, или может покажете с Андреем, как комментировать Юрия, нет, нет, Юрий Павлович, мы завтра с Андреем пойдем сами, я впервые выберусь в центр, соблюдая все меры предосторожности, все меры предосторожности, соблюдаю, обязательно на веранде, вот, и Спартак Локомотив с Андрюшей где-нибудь посмотрим, но это будет моя первая вылазка в центр, я считаю, что заслужил, кто этого долбаева в геймштаб пустил, он капитаном одной из моих подлодок был, и как из дурки сбежал, почему гистарты, Дионец, которые тебя охраняли лежат за валины, Дионец, видишь, вот этих вот красивых полуголых парней, которые вставляют кое-что, вот этого для тебя, кстати, как-то мы пропустили зарисовочку, пропустили зарисовочку с конвоями, где мускулистые парни по торсу готовят снаряды для Дионеца, так вот, друзья, я считаю, что нужно играть небольшой нацией, без флота, я, например, очень хочу Японии, потому что Япония, конечно, вот, вот, страна, которая наделала больше всего ошибок, на Тихоокеанском театре военных действий Япония могла нанести еще больше поражений англо-американцам, она и так нанесла достаточно, но могла еще больше, могла еще больше, но за Японию играть, это надо разбираться во флоте, в авиации, авианосцы, это прям, это, это, я считаю, высший уровень, потом до них доберемся, за этих парней, за этих парней это тянуть вообще все на себе, они тем более лидеры союзов, ну, Коминтерна, этот, это страна Си, на самом деле, за Италию весело, потому что в какой-то момент можно переметнуться на сторону союзников, ну, и в целом, ты такой, я вообще не при делах, вот этому парню идите, вот, у меня была крутая сессия в Хои за Муссолини, когда в какой-то момент на каких-то сраных боржах, незащищенных, я просто смотрел, когда плавают британские корабли по Средиземноморью, и из Сицилии, где до Африки самый короткий перешеек, и там реально просто баржи с какими-то, с какими-то просто чуханами груженными, максимально какого-то первоуровневой черти, чуть ли не какое-то гражданское ополчение, и вот эти вот баржи, для себя я это обыгрывал так, что это реально сицилийские мафиози, хотя они были против Муссолини, ну, естественно, они были против Муссолини, потому что Муссолини наводил, типа, закон и порядок, мафия была против фашизма, ну, она в принципе, она в принципе против порядка, вот, ну, неважно, типа, договорился, и значит, вот на этих лодках ночью, ночью, итальянские мафиози, в гражданском максимальном, переправлялись в Африку, и захватывали у меня там Тунис, там и прочее, там были африканские колонии, которые не защищались никем, и я представлял себе, как они просто выбегали, вооруженные винтовками, такими старыми револьверами, вбегали в какую-нибудь комендатуру, и такие, сдавайся, сдавайся, англичанин, в общем, было весело, было весело, короче, на самом деле, за кого будем играть, я уже выбрал подсказка, кто бы сомневался, пше-пше, нет, не пше-пше, это не, нет, не надо, это не пше-пше, да, за Чехословакию, за Чехословакию, и, это, с чего вообще началось, начались проблемы в Европе, с Чехословакией, с Сорендер, ну, да, 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 возможно, в этой катке Чехословакии не повезет, но, просто, до сих пор, до сих пор, Эдуард Бенеш, идут споры, что было бы, если бы, Чехословакию не разделали бы так бездарно, бескровно, и, цинично, что если бы, что если бы, Чехословакия дала бы отпор Германии, а, ребят, на дворе 38-й год, Германия еще, вермахт еще не тот, что будет драть Францию, Польшу, и нападать на Советский Союз, это далеко не тот вермахт, Гудериан еще не тот, танки, это, Панцер-1, Панцер-2, с пулеметами, то есть, фактически, броневички, а у Чехословакии, на самом деле, есть и силы, и средства, и линия защиты, и если бы союзники помогли, и СССР тогда хотел впрячься, за Чехословакию, на самом деле, Третий Рейх мог закончиться, на Чехословакии, но западные державы предпочли скормить ее Гитлеру. Постараемся повернуть, повернуть историю вспять, на этом узловом пункте, ну а черт его знает, возможно, сейчас закончится все разделом, и нам ничего не поможет. Историческая справка. Во время Первой мировой войны, чешские солдаты сражались на стороне Антанты, в самых разных уголках Европы, ради признания суверенитета их нации. Эти усилия увенчались успехом, и на руинах Австро-Венгерской империи возникла Чехословакия. Это, собственно, главная проблема нашей с вами страны сейчас будет. Она образовалась на сколках Австро-Венгрии, то есть буквально 20 лет назад. Чехословакии, на момент, когда мы будем с вами сейчас играть, практически 20 лет. То есть это молодая держава, состоящая, по сути, из двух народов. На самом деле, чуть больше, но основных. То есть это Чехи и Словакия. То есть разделенный народ, разделенная страна, и в целом еще очень сильно неопытная элита страны. Ворвавшись на мировую арену, у Чехословакии образовалась в Югославии и Румынии союз Малая Антанта, дабы помешать Венгрии восстановить Австро-Венгерскую империю. Хотя растущая мощь Германии быстро меняет расстановку политических сил в Европе. Что у нас есть? Опа! Шкода. Кстати, завод Шкода очень сильно, очень сильно потом бустанул Германию, когда они получили его в свои руки. А сейчас завод Шкода на нашей стране. Нам надо успеть наклепать всякого дерьма и остановить немецко-фашистскую гадину в зародыше. Разделенная нация. Это дебаф. Это дебаф. Военно-обязанное население минус 0,5. Стабильность минус 20%. То есть, наверное, первое, что нам нужно будет сделать, это попытаться объединить страну. раннее укрепление Судетской области. Так, у нас есть уже укрепление Судетской области. Это как раз из-за которой будет спор. Это будет поводом началом, поводом вмешательства Германии в дела Чехословакии, потому что в Судетах живут немцы в основном. А судьба судетских немцев очень волнует Адольфа Алоизыча. Это будет поводом для вмешательства во внутренние дела Чехословакии. Промышленное наследие. В Австро-Венгрии Шкода была крупнейшим производителем оружия. На минуточку. Кто-нибудь, кто-нибудь на Шкоде катается? Эту игру, кстати, запретили в Китае. Точно почему непонятно что-то там про неделимый Китай было, но в игре реально понятно в какой жопе был Китай. Тайм куч. Окей. Смотрите, тут очень много по поводу Китая, потому что возможно, что можно играть за... Можно играть за Чан Кайши. Может быть, из-за этого, но можно играть и за Мао Цзэдуна. Вообще, блин, на самом деле, вот я вот смотрю, все эти сценарии выглядят так аппетитно, на самом деле. Хоть за Мао Цзэдуна играй. Военно-технический институт. У меня Суперп 14-го года. Вот, вот, Суперп 14-го года, вот, Wasted, знайте, что Skoda в Австро-Венгрии была крупнейшим производителем оружия. Столь высокая концентрация конструкторских талантов и производственных мощностей, несомненно, существенно поможет нам в промышленных проектах. Сейчас прям заложим сразу. Военно-технический институт. Задача военно-технического института обеспечить вооруженные силы Чехословакии передовыми технологиями, разрабатывая и испытывая новые образцы вооружений. Ну, с Богом, друзья, шансов мало. Против нас мистер Усы, мистер Шляпа, возможно, возможно, мистер Усы-2. Рассчитывать, рассчитывать на Францию, на Великобританию не приходится, сдадут нас с потрохами, никому мы не нужны, поэтому придется рассчитывать только на себя и на ползенское пиво. Не дадим сраной немчуре ни капли ползенского пива. поскольку обучаемся, тренируемся, смотрим всякие фишки и прочее, прочее, играть хочу на сержанте, потому что, ну, если играть на рядовом, я получаю бонусы, если играть на офицере, то враги получают бонусы, я получаю штрафы. Вот, честно говоря, я не очень понимаю такие уровни сложности. Получается, что вот здесь он такой сбалансированный, никому не плюсы, никому минусы. когда ты играешь на элите, например, то почему-то тебе дают прирост политической власти минус 15%. Схуя ли, чем это объяснено? Максимальная эффективность производства минус 30%. Почему? А почему у врагов потребление горючего армии минус 50%? Потребление горючего флота минус 50%? То есть, с одной стороны это как бы хардкор, но с другой стороны это минус историзм. Но это минус историзм. Получается, что ты воюешь против каких-то чертей, у которых просто плюс 50% ко всем показателям. Но это странно с точки зрения нарратива лично для меня. Но это как-то непонятно. Почему у них что, движки и другие? Ну, то есть, я вот такие уровни сложностей просто не люблю, потому что они просто делают врагов жирнее, тебя слабее. А в чем... Ну, я понимаю, в чем сложность, но мне кажется, что можно делать это как-то поизящней. Как-то, например, врубать исторический режим. И там, и прямо вот... Исторический режим, он, мне кажется, должен быть несбалансированный. Ну, то есть, тебе дают ровное количество, например, дивизий, ровное количество прочих. То есть, не балансируют вас стороны. И вот, играй как хочешь. Вот, я бы тогда бы это принял. А когда просто делают врагов жирнее, ну, а почему они жирнее-то? То есть, получается, что даже, даже если ты нападешь на Африку, то местные государства будут на 50% жирнее. Ну, это как-то... Ну, для меня это просто нелогично, у меня начинают какие-то эти... паранойя какая-то. Исследования здесь несбалансированы. Окей. Так, режим Iron Man не сегодня. Не сегодня. Ну, чё, погнали. Итак, лидер Эдуард Бенеш. Идеология, демократия, правительство, демократический режим. Следующие выборы в мае 40-го года. Правящая партия ЧНСП. Чешская национал-социалистическая партия. Надо, сейчас посмотрим. Мне уже ссыкотно. Всё, ребята. Это ГГ. Уже, я уже чувствую. Я уже чувствую Третий Рейх. Уже, он идёт за мной. Так, пауза. Стоит, стоит. Гитлер, я чувствую, он уже, он планы строит. Так, давайте смотреть. Итак, чешская национальная социальная партия. Социальная партия, друзья. Поэтому, если кто-то вас вдруг в порыве гнева назовёт национал-социалистом, сказать, что вы национал-социал. Ну, на самом деле, у меня были вопросы к этой партии ещё в своё время, когда я изучал вопрос. Она, она звучит, конечно, как будто бы кто-то хочет максимально скрасить углы, называя партию, скрывая сущность национал-социалистической партии. Но нет, на самом деле, чешская национальная социальная партия, она всё-таки скорее социал-демократическая. Но звучит, конечно, вот, в современном мире, мне кажется, разбираться никто не будет. За название национал-социальная партия можно схлопотать. Так, давайте смотреть, что у нас есть. Национальные фокусы. Это крутейший момент. Сейчас, подождите, давайте сначала посмотрим. Вот за что я люблю игры парадокса, это, конечно, за наглядность. Это вам не сраные контурные карты. Это, боже мой, это всё как на ладони. Понимаешь причины, кто, откуда, зачем. Посмотрите, посмотрите на Третий Рейх в 36-м году. И посмотрите на Чехословакию. Ну, то есть, это и так выглядит уже, смотрите, вот, вот, значит, ухо, вот ухо, а это, получается, пасть, а это пасть. То есть, это волк, который уже захватил половину Чехословакии. Он просто, он уже вцепился. То есть, ну, это, ну, и, конечно, и, конечно, Польша. Посмотрите, вот здесь есть у нас территория Третьего Рейха, разделённая Польшей. Собственно, вопрос, вопрос Данцига, вот он здесь находится, вопрос Данцига, очевидно, встанет на повестке дня. Ну, кто вообще вот это вот будет терпеть, тем более в 20-м веке? Чехословакия, это язык волка? Нет, это или язык волка, или, или пламя, пламя, пламя дракона. Нет, ну, серьёзно, смотрите, это же грёбаный волк. Это грёбаный волк, который кусает нас уже за жопу. Поэтому, друзья мои, 36-й год. Времени осталось мало, нам нужно всем собраться и принять судьбоносное решение, потому что волк пришёл на нашу землю. Так, правящая партия национал-социальная, демократия. Итак, национальные фокусы. Вот это просто потрясающая история. Это можно сравнить с древом развития. Нет, не с древом развития, с древом технологий. Отчасти. Так, что нам дают? Итак, у нас есть очень важная, на самом деле, часть нашей доктрины. Ну, национальные проекты. Это вот что-то такое. Итак, это фортификации. То есть, можно сейчас сильно вложиться в фортификации и готовиться к вторжению фашни, потому что они придут в первую очередь за Судетской областью. Но, но, смотрите, у нас есть уже ранние фортификации Судетской области, и мы можем их дико усилить. и встретить, и встретить немцев во всем вооружении. Почему, кстати, эти фортификации не сработали? Потому что Франция, Италия, Англия и Германия как раз-таки поделили Чехословакию без участия чешской делегации тот самый Мюнхенский сговор и отдали вот эту Судетскую область Германии. Потом, когда немцы пришли за остальной частью Чехословакии, конечно же, Судетская область уже была захвачена немцами. Защищаться было уже просто нечем и негде. Но, но мы с вами не допустим Мюнхенских соглашений и встанем здесь насмерть. Смотрите, у меня установлены паки, и поэтому солдаты должны выглядеть так, как они выглядели у стран. То есть, ну, это же парадокс. Поэтому они продают вам как Games Workshop Warhammer, продают вам миниатюрки. Потому что если бы вы играли в ванильную версию, то солдатики были бы у всех одинаковые. А если хотите разные национальные армии, будьте любезны купить либо по отдельности, либо по акам. но Wargamer, всю жизнь так работали. Итак, короче, я думаю, что укрепление это важная часть. Промышленное наследие. Чешская промышленность, оружие на экспорт, экспортные субсидии. Так, ООО, народное единство. Здесь через промышленность и, видимо, занятость населения и рост благосостояния, ну и плюс промышленность это довольно неплохо. Это позволит создавать крутые образцы вооружений. Можно прийти к народному единству. Потому что иначе воевать будем очень херово. Очень херово будем воевать. Словаки нас нахер пошлют. Словаки скажут, что мы за немцев. Политический курс. Правый выбор. Оплод демократии левый выбор. Смотрите, можно пойти по пути социализма. О, смотрите, можно прийти к коммунизму с человеческим лицом. Чешский социализм. Румынский вопрос, польская проблема. Так, так, так. Вступление в Коминтерн. То есть, смотрите, в принципе, если мы пойдем по этому пути, то мы дядю Джо дядю Джо из Кремля можем втянуть в разборки. Можем заставить дядю Джо вписаться за нас где-нибудь в году это к 39-м. Но это если дико усилится. Я единственное, что я понимаю, что на это надо тратить ресурсы политические какие-то, политическая власть, вот это все. И с этим у меня пока проблемы. То есть, как видите, я примерно понимаю, что нужно сделать, но как это сделать, я пока не знаю. дядя Джо не пройдет через Польшу, это будет бесполезно. Дядя Джо, нет, если нужно, если нужно, дядя Джо может пройти через Польшу. Вот тут, знаешь, вот уж Польшей дядю Джо не сдержать. Смотрите, но, но, можно пойти собственно и по тому пути, который, ну, отчасти выбрала Чехословакия, это, соответственно, сотрудничество. Сотрудничество с Германией, но это мы будем страной-марионеткой, конечно. Союз с Германией, марионетчное правительство, национальный фашизм, чешское единство. Непонятно. Непонятно. Для решения проблемы есть военный совет в чате. Да, военный совет в чате, как бы он с друг с другом там не начал спорить. Не стоит недооценивать Польшу в хое. Польша очень стронг. Капитализм не может тяжелую войну, думай, товарищ. Да, демократический, насколько я знаю, демократический строй херово воюет. Для этого нам нужно принимать законы будет. Вы будете марионеткой, в любом случае, это судьба маленьких государств. Окей, окей, окей. Но, главное понять, какой фокус у Германии, потому что вдруг, вдруг Германия не поставит фокус раннее присоединение Австрии и Чехословакии. Вряд ли, конечно, но, насколько я знаю, бывает и такое. Так, смотрите, знаете что, давайте начнем с промышленного наследия. Время выполнения, 70 дней. Нет предпосылок для национального фокуса. Вот уже начинается. Эффект. Будет получен национальный дух, промышленное наследие. Что даст? Скорость конверсии фабрик в военный завод минус 10%, скорость строительства фабрик плюс 5%. У тебя стоит исторический фокус, все фокусы будут изучаться по исторической линии. Ну, так я же могу выбрать, пожалуйста, начать. А, исторический фокус имеется ввиду у врагов. Все, я понял. Я понял, я понял. Так что, ну тогда да, тогда ждем. Ждем Гитлера. Ждем Гитлера с хлебом и солью. Ладно, давайте, короче, курс на национальное единение. Так, промышленное наследие. Что дальше? Что дальше, гайз? Что дальше? Кабинет министров. Так, что у нас есть? Решение. Так, принимайте решение, это потом. Исследование. Конечно. Конечно, исследование. Так, рота обеспечения. Так, пехота, рота обеспечения, бронетехника, артиллерия, сухопутная доктрина, флот, слава богу, не нужен, авиация. Блин, а там... А, люфтваффе тоже же не очень. Люфтваффе тоже будет не очень, друзья. Так, машиностроение. Боже, промышленность. Система хранения горючего исследована. Эксперименты с синтетическим топливом. Что там с топливом-то у нас? Горючее. Так, нет, давайте, давайте исследование. Все-таки, все-таки мы будем защищаться, я так понимаю, в первую очередь. Строительство исследуй. Машиностроение, промышленность. А что здесь строительство? Машиностроение? Атомное исследование. Ядерное оружие. Представьте себе, представьте себе Чехословакию с ядерным оружием. Как-то это не очень скажет Красный Барон, пролетая над фортификацией Мивити. Зенитки. Зенитки. Так, машиностроение. Промышленность. Базовые станки. Да, базовые станки звучит круто. Так, ребят, короче, где-то вот Гитлер, Гитлер придет где-то вот здесь. Целый ряд новейших фрезерных станков, которые можно использовать в военном машиностроении от маленьких гибких моделей, которые по карману любой мастерской до больших сложных станков, находящихся на острие технологии. Берем, но исследовать мы можем несколько вещей. Строительство. Так, что это? Что это? Что это? Улучшенные методы, материалы позволяют нам быстрее возводить гражданские военные сооружения. Мне нравится. Так, синтетическое топливо. Ну, синтетическое топливо, наверное, то, ну, мы же не собираемся марш-броски с танками устраивать. Правда? В самом начале посмотри, какой из фокусов дает очки политики. Затем посмотри, каких министров можно купить на эти очки. Зид-председатель понял, сейчас посмотрим. В электронку. Механический компьютер, радио. Серьезно, нам точно это нужно? Нам точно это нужно, ребята, для нашей маленькой, но гордой республики. Геймплей в Вальхалле обсудим еще. На самом, в четверг вместе с Гитманом в нашем шоу. Топливо Анивей нужно для переброски. Ну, понятно. А что у меня с топливом так хреново все? Танки без радио, стадо слепых слонов. Ну, блин, ну, подождите, но мы же не Блицкриг готовим. Мы же не Блицкриг готовим. Наша задача намертво на на линии судетов лечь костьми, не пропустить Гитлера и дождаться, когда ему в тыл ударит Франция и Англия. Вот мой план. Джентльмен шоу, да. Возьми третью военную доктрину, иначе войска просто лягут. Так, 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 так. Начались, начались чисто геймплейные какие-то тактоны, которые я пока не очень понимаю. Саперная рота. Саперная рота, кстати, укрепление делать, мне кажется, было бы очень хорошо. Так, сухопутная доктрина. Так, вот. Ну, подождите, подождите, подождите. Ну, мы же... Гитлер нападет скоро, но не так быстро. Мы еще успеем исследовать что-то. через три года будет Гитлер. Вот, вот у меня такой же вопрос, типа, чуваки, у нас, у нас три года. У нас за эти три года, мне кажется, мы можем сделать что? Укрепить линию, насовать туда столько войск, сколько можем, и плюс на дипломатическом уровне пытаться достучаться до слепых и глухих Англии, Франции и Советского Союза. Вот все. Мне кажется, вот все, что можно успеть за три года. Больше успеть невозможно. Делай, как тебе душа, твоя генеральская подсказа, этого подсказкам не будет интереснее. Да, я понял, я понял, я понял, я понял. К тому же, еще раз повторяю, в который раз, пытаемся разобраться. Той же, той же Чехословакии можно переиграть еще потом много раз. Ты выживешь только, если кто-то тебе поможет. О чем я говорю? Что на дипломатическом уровне, конечно, нужно тоже вести работу. Обязательно. Обязательно. Топливо нужно для флота, авиации, танков. Моря у тебя нет, авиации достаточно спешно. Танки в горах не нужны. Запей на топливо пока. Деф, котик, фром метал. Я, честно говоря, так и думал. Мне кажется, что синтетическое топливо нужно странам, типа Германии. В конце концов, не танк без топлива, но со снарядами, если его вкопать, представляет собой отличное защитное сооружение. Мы никуда не едем. Мы у себя дома. Мы уже приехали. На самом деле, топлива для переброски войск в Судетскую область, я думаю, у нас достаточно. Гитлер придет с тьмой армии, а у тебя калитки деревянные. Не придет он. В 38-м году он придет... Ребята, помните историю? В 38-м году Гитлер взял Чехословакию без боя. Все генералы были против. И потом уже на Нюрберском процессе того же Кейтеля спрашивали, если бы в 38-м году Чехословакия оказала бы вам вооруженное сопротивление, а потом подключились бы союзники, выиграли бы вы? Он говорит, нет, конечно, мы были не готовы. Так, военная доктрина. Погодите, погодите, погодите. Маневренная война. Скорость, маневренность отрезает противника от основных сил. Не наш, не наш уровень. Ставлю на то, что Витя сейчас укрепит максимальный Запад, а в итоге его товарищи из Москвы за жопу схватят. Добродушный Бабаб, я тоже буду иметь это в виду. С дядей Джо будем пытаться договориться. С Гитлером никаких разговоров, а с дядей Джо поговорим. Так, доктрина делает упор на забрасывание врага снарядами, а не пушным мясом. Наши люди на вес золота, а пули нет. Хорошая тема. Тщательное планирование, подготовка перед началом боя за лок успеха. Не стоит гоняться за идеальным оружием. Много достаточно хорошего оружия. Вот путь к победе. Массированный штурм, оборона. Так, нет, это тоже не наш метод. превосходство огневой мощи. Сдерживание. У... Трис... Временное исследование 364 дня. Гитлер стучится в дверь. Забей на топливо. Изучай фокусы на укрепление в суветах. Клипай армию. На Градсице с Германией и Венгрией. Англия и Франция тебя кинут. Ты будешь соло против против всего оси. Англия и Франция тебя кинут. Ты будешь соло против всего оси. Ясно. Подождите, подождите. Политически обязательно что-нибудь добьемся. Так, Виктор... Если же быть точнее, немцы и в 1939 году не были готовы, просто поляки решили сопротивляться. Генералы тоже были против нападений на Польшу. Так я и говорю, поэтому мне кажется просто никто не давал смачного пинка Гитлеру и ему все сходило с рук. А мы дадим. Ползень. Ползень. Ползень будет стоять. Так. Исследование. Дальше. Дипломатия. Дипломатия. Так. Идем. Идем. Сразу. Так. Союзники. Кто наши союзники? Австралия. Так мы союзники. Королевство. Национальный фокус не задан. Наш разве данные слишком немногочисленные, чтобы мы могли узнать об их успехах достижения национального фокуса? Попроситься в альянс. Мы получим возможность участвовать в их войнах, а они в наших. А мы уже в альянсе, что ли? Почему нет? Запросить лицензию... Запросить лицензию на производство оружия. Я правильно понимаю? Ух ты, блин. Круто. Им необходим уровень мировой напряженности 80, текущий 0. Нам необходим уровень мировой напряженности 80, текущий 0. То есть мы не можем, да, с ними заключить альянс? Их мировая напряженность для этого действия ограничена. А, ясно, 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 ясно. Пока... Вот, видите, уровень мировой напряженности. Они не хотят с нами вступать в альянс, потому что нету причин. Потому что нету, блядь, причин. Конечно, сука. Конечно, сука, нету причин. Ну, британиши. Конечно, причин нет. Виктор, очень важный вопрос. Представим, что ты участвуешь в гонке и ты обгоняешь третьего. Каким по счету ты становишься после обгона? Дементий, представим, что сейчас в гонке ты обгоняешь третьего. Каким по счету становишься после обгона? Это вопрос с каким-то подвохом. ты участвуешь в гонке и ты обгоняешь третьего. И ты обгоняешь третьего. А, ты был четвертым. А, ты был четвертым, значит. Да, ты становишься третьим. Ты был четвертым. Я что-то выиграл. Я победил в конкурсе. Сейчас мне пришлют телефонный номер. и скажут позвоните туда, пришлите номер карточки и мы вам отправим суперприз. Да, это же ведь так будет. Так, ну, короче, короче, у меня в союзниках вся британская империя. Почему-то британская Индия меня не любит, но британская Индия, мне кажется, не любит сейчас никого. У нее голод, холод как обычные колониальные будни Индии, где британцы относятся к местному усилению точно так же, как фашисты относились к оккупированным территориям. Если что, если вдруг кто забыл. Почему памятник Черчилля так любит гнобить, раскрашивать местные молодежь британская? Потому что британцы относились к индусам как к людям третьего сорта. Абадон с усиками. Кадия пала и полдень падет. Нет! Если что, мы отравим все наши пивные запасы. Так, ну давайте, 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 давайте с Францией поговорим, потому что Франция находится прямо соседка Германии. Кто, если не соседи, кто, если не соседи, могут... А можно, можно весь список, пожалуйста? Пожалуйста! Да, спасибо. Здравствуй. Так, а я так понимаю, что можно прямо вообще по лицензии что-то у них выписать, да? Ммм, Ситроены? Ну, ладно, у нас завод Шкода, у нас завод Шкода, мы все можем сами. Ладно, короче, с ними пока тоже ничего не понятно. А что, подождите, а что дядя Джо думает? совершить переворот? предпринять попытку переворота в интересах политической партии этой страны? Сила переворота определяется идеологической поддержкой выбранном государстве? Чё? Выберите регион, где вспыхнет революция. Если регион не выбран, место начала революции будет зависеть от прочих факторов. сейчас просто сейчас Сталин вот здесь картинка станет анимированной, он просто повернется ко мне и скажет «Ты что? Чех саной, ты охуел?» Вообще просто выбирать этот пункт, просто смотреть на него. Так, давайте эту трубку положим, связь с Кремлем, пока не случилось. Объявляй войну Германии и понеслась. Нет, 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 нет. Так, пойдемте дальше. Торговля. Блядь. Вот на торговлю я бы поставил какого-нибудь не знаю, министра. Занимайся торговлей. Главное, главное не воруй. Ладно, поймем, когда чего-то будет не хватать. Будем покупать. Так, потребительские товары, купленные товары. Это что? Стройки? Инфраструктура. Моравия, Богемия. Вот, собственно, здесь потом появится протекторат Богемии и Моравии вместо Чехии. Верфь. Так, фабрика. Строительство новых сооружений и информация о текущих стройках. Ну, а если я хочу что-нибудь забубенить? Конверсия. Превратить фабрику в военный завод и наоборот. Понял. Это перевести экономику на военные рельсы. Вас понял, сэр. Так, военный завод. ПВО. Нельзя построить вооружение ПВО. достигнут максимальный уровень. Понимаете, что насколько Богемия, ну, то есть, Судетская область, она просто... Она... Вот она. А, нет. А, нет. Судетская область как раз-то маловато. А, погодите, у меня Судетская область уже что ли отторкнута? Я не понял. А, нет. Вон ПВО стоит. Это к вопросу о Красном Бароне. Короче, с Люфтваффе разберемся. На провинцию ткни, чтобы построить. Игы. Так, понял вас. Ага. Так, развитый сельский регион. Это говно. Городской регион плюс шесть. Сельский регион плюс четыре. Ага. Сельский регион. строит завод е-е-е она строит завод почему нельзя сказать кретины укрепите промышленность страны хлопнуть вот так и уйти смотреть мультики застраивай все военными заводами да, да, да в этом и смысл а можно еще построить два военных завода ага 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 товарищ Зуев партия СССР рекомендует нашим чехословацким братьям сделать упор на пехоту с той ПВО а завод здесь построен надо направить на производство оружие доп.осн той ПВО и исследовать все под это товарищ Сталин получил вашу телефонограмму изучаем так заводы по всей стране отличная идея строить военные заводы на границе Альцгеймер немцы границу не перейдут мы встретим их там до того как немцы придут эти заводы успеют построить нам много всего так ну что мы начали строить военные заводы пафосная музыка пошла Чехия выстоит так а я же могу параллельно еще что-то строить например фабрики Морави использует 6 из 6 ячеек для строительства понял 6 из 6 2 из 2 8 из 8 не-не стой стой да что еще можно построить например какое-нибудь во укрепление да да мордберговое укрепление нет просто укрепление да пошла руда только я ресурсы эти трачу я правда не вижу какие я не вижу какие ресурсы трачу я просто приказываю стройте укрепление есть пошла руда да да молодцы молодцы больше мне мало главное не веришь шмакодявка с усами Следи, пожалуйста, за Лоуганом. Потому что ты отравляешь этим настроением еще и весь чат. Мы сюда пришли развлекаться. Это не экзамен, блядь, по Харсу Файрон 4. Так. Нет, не Мудота. Я его не оскорблял. Они не строятся так, как в 8 фабрик всего. Они строят первый завод. Окей, то есть они строят его по списку. Я правильно понимаю? То есть это линия строительства. Ну, Дота Коваль. Да-да-да-да-да. Фафнир, ты в теме. Продавай все ресурсы страны и вали в Аргентину. Ловить нечего уже. Не-не-не-не-не-не-не-не. Эдуард Бенеш не бежит. Так, это окей, хорошо. Даже если это список того, в каком порядке все это будет строиться. Ну, посмотрим. Если не будет хватать ресурсов и чего-то, тогда начну реагировать. У нас вообще еще пауза, если что. Это очередь, первая в очереди зенитка. Да, понял, вижу. Все, ну, короче, все понятно. Это ГГ с моей стороны. Стройка Айр Морхен. Строй, на самом деле... Это же Чехия, ребят. Мы должны строить... Мы должны строить пивные. В конце концов, нас немцы захватят. Даже если мы, не знаю, выйдем на туризме. А потом Рейх пойдет, и все будет хорошо. Так, производство. Производство. Ну, ДОТа — это тошнота на украинском. Ну, вот что-то в любом случае. По-славянски это звучит как нечто отвратительное. В плохом смысле этого слова. Переходи... Так, переходим к заводам. Итак, вот это я знаю. Это я знаю, что здесь нужно делать. Вот таким образом... Трыть... Трыть... Мы можем... Имеющиеся заводы фокусировать на производстве определенной херни. Единственная проблема... Я пока не очень понимаю, что из этого нам необходимо. Вот будь я президентом, я бы сказал, стройте танки и все. И стройте артиллерию. Но я понимаю, что здесь есть, например, дополнительное оснащение. Что это? Строй пивоварни? Да. Как в ДМБ. Пока противник рисует карты наступления, Зув перекапывает ландшафт вручную. Да, это всегда помогает. Денег заработаем. Да-да-да. Нет, пивные это хорошо. Проведи ревизию своих дивизий, и ты поймешь, что тебе надо. Миша Шапкин говорит, парад устроить, что ли? Покажи, какой СССР огромный. Сейчас покажу. Вкладывайся в IT. Дополнительное оснащение обязательно. Сир Джид. Давайте так я буду называть. А можно поподробнее, что такое дополнительное оснащение? Ну, я вижу отсюда, что это рация, что это медикаменты. И я не знаю что. И, видимо, видеоприставка. Так. Показать СССР. Ну, это просто ебанись. Просто пиздец. Ну, на самом деле, на самом деле, это проекция карт, которая вот делает все большим. На самом деле, Африка, Африка точно не меньше должна быть. И Китай, и Китай тоже не такой маленький. И Индия вообще-то не такая маленькая. На глобусе Африка больше. Да, 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 да. Африка гигантская на самом деле. Она гигантская. Тут Советский Союз выглядит реально как полмира просто. Не, он был не маленький, конечно, но это пиздец какой-то. Как тут вообще воевать-то? И Япония, на самом деле, Япония создавала угрозу, да. Где тут? Вот он, вот он, вот он. Атол Мидуэй, где состоится генеральное сражение Японии и США. Посмотри, реально посреди Тихого океана, просто в центре, просто в центре состоялась стрелка японцев и американцев. И там реально авианосные соединения, там просто такой пиздец был. Это, конечно, самое крупнейшее военно-морское сражение. А ведь оттуда, от Атолы Мидуэй, недалеко до морской базы на Гавайях. Ну, собственно, куда был нанесен удар. Удар. Перл-Харбор. Все, вот реально, вот если Америку отрезать вот отсюда, то Америка лишится своих основных баз, чтобы действовать в Тихом океане. И все. И все. Понятное дело, что Япония не собиралась уничтожить Соединенные Штаты. Но отрезать линии снабжения она могла вполне. Она могла вполне. И, собственно, их задача была не захватить США, а дать им по зубам так, чтобы США поняли, что они могут выиграть эту войну. Но это будет стоить так дорого, это будет стоить таких человеческих жертв, и финансовых, и промышленных, и всех, что США просто надорвутся и скажут, ну нахер. Ну нахер. И Япония собиралась вот это вот все, вот это вот все забрать себе. Вот это вот все. То есть была бы вот огромнейшая вот такая вот держава бы здесь. А вы говорите Германия. А вы говорите Германия. Вот. Вот планы, понимаете, по захвату мира. Вот это вот, вот это была бы держава. А это что там, захватил там какую-то там Европу, и вот здесь вот, вот здесь вот в Африке вот так вот пить, и то половина была бы итальянским. Карлик просто. Пародия на диктатора. Никаких амбиций. А можно начать игру чуть раньше, на 22 года? Нет, к сожалению, нельзя. Я бы начал, я бы начал с 30-х, реально. Потому что много всего интересного можно наделать. А тут вот, вот не сегодня-завтра здесь война гражданская в Испании. Кстати, один из сценариев, который обязательно надо будет сыграть, это гражданская война в Испании. Там тоже очень круто. Тоже очень круто. Так, а у нас рейд, я так понимаю, от NoDoping. Да, Паша, привет. Спасибо тебе. И всем твоим зрителям. Вот, у нас здесь контурные карты. Красим карты сегодня. За Чехословакию. За лучшее пиво на земле. За ползенское. Которое мы знаем как пилснер. Вот вам первый урок чешского языка. То пиво, которое вы называете пилснер, в Чехии называют ползень. А знаете почему? Потому что город ползень. И вот это вот мы хотим отдать чертовым гитлеровцам? Да никогда. И пиво у вас говно. Дайте мне прямую, прямую линию мне с Гитлером, пожалуйста. Я ему сейчас позвоню и все расскажу. Про пиво, про это мочеобразное. Так. Ладно. Это я, конечно, хорош так здесь хорохориться. Делать-то что будем? Так. Наборы размещения. Мне кто-то советовал, пока я здесь не ударился в размышления, произвести ревизию ревизию войск. Я так понимаю, что это вот это. Вот это? Укрепляйся в горах лучшая стратегическая точка. Кстати, да, в Чехии есть горные регионы. Нет? А где? Где танк нарисован со стрелочкой? Окей. А, вот это вот, вот это я пока не разобрался. Вот это шаблоны, конструктор дивизий. А, собственно, мне тут подсказывают, мне тут подсказывают свободные военные заводы. Это мы сейчас начнем. Неприкрепленные дивизии, мало людских ресурсов. Кстати, сколько у меня военнообязанных-то? Летские ресурсы, текущие людские ресурсы, 184. Это у нас 184 военнообязанных, что ли? Пешие, пешие дивизии. Мы уже можем немножко размовлять по-чешски, друзья. Пешие дивизии. Это 184 в запасе? 184 отборных бойцов. Ха-ха! Да-да-да-да-да-да-да-да. Они пиво, кстати-то, в Праге таскают тоже гигантскими кружками. Так что, понимаете, они натренированные. Вломят, мало не покажется. 184 человека, вполне себе усиленная рота. Ну да, прячемся в горах. Подними количество очков за поинт, и глаза болят уже. 8-bit-дед, я не понял ни хрена из того, что ты сказал. За выделенное сообщение... А, подними количество очков за поинты. В смысле... Стоимость, что ли, поднять? Подня... А ты не можешь это сделать? Виктор, чтобы выделенные сообщения стоили больше. А сколько они должны стоить, по-вашему? Проведем... Проведем инфляцию? Проведем инфляцию. Сколько она должна стоить-то? 500 норм? 100 очень мало? Я понял, что 100 очень мало. 2К? Интересно, я могу это сделать сам? Управление наградами. А, да, могу. Могу. Так. Проверяй. Проверяй. Успели? Косарь? Получилось? Все, норм. Окей. Ладно, потом, короче... Потом мы справимся. Ладно, все, друзья, возвращаемся. Блин, тут... С твичом... Мы сейчас это... С твичом играем, блин, в Hearts of Iron. Минус косарь. Да. Минус косарь. Так, 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 так. Окей, подождите. Ладно, давайте, давайте до конструктора дивизии дойдем. Дойдем, дойдем, дойдем. Итак, у нас есть пешая дивизия, у нас есть хорская дивизия. Понятно. У нас есть Едицкая бригада. Это, видимо, как раз-таки егеря. И рыхла дивизия. А я знаю, что такое рыхло по-чешски. Это быстроходная. Вот интересно, да? То есть рыхлый по-чешски это быстроходный. Такие дела. обучить, изменить. Обучить. Щелкайте, чтобы добавить в очередь на развертывание. Ааа, то есть я вот их обучил. А где, а где можно посмотреть, сколько у меня сейчас вообще всего? Нет. Егерская, это не горные. Вот они. Хорска. На карте? Вы смеете, что ли? Что нет списка? Ааа, на карте. Все, все, я вспомнил. Я вспомнил. Кажется, кое-что начинаю вспоминать из предыдущих. Это надо вот здесь смотреть, да? Ну че, ну неужели их списком нет? А, есть списком. Все. Ебой. Они еще и по-чешски говорят? Обалдеть. А что? А прикрепите... Ну че, в суде-то их все давайте, короче, сюда, наверное, всей толпой в армии судьи них? Че? Шифт, ЛКМ на красный значок, людей вверху, потом... Лоу Ган, желтая карточка тебе. Я в начале стрима все сказал. В начале стрима все сказал. Я мог не запускать, блин, Hearts of Iron еще месяц сидеть и учиться и в него играть. Но я подумал, что, блин, давайте вместе это сделаем еще с теми, кто хотел бы начать играть в Hearts of Iron и все поймет тоже, чем я буду молча сидеть вот так вот щелкать здесь. Так, как сделать армию? Пошагово, смотрите, как пишутся пошаговые инструкции. Шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. Выделить дивизии, потом плюс внизу экрана. Так, подготовка армии, сбалансировано выполнять планы операций, морское вторжение, нет, подождите, пщок, чтобы начать подготовку этой армии. Боевые единицы будут тратить снаряжение, получая опыт. Ваши государства также будут получать армейский опыт за каждые из этих боевых единиц, чей уровень опыта не ниже, чем 2. А я вроде не выделял вот эти, почему он так много добавил сам. Позор! Позор! Так, а как... А, во! Все, сейчас пойдет. Сергей Войчиховский, Ричард Тесарик, Войцех Лужа, Йозеф Снеждарик. Так, а где Швейк? Так, ну что, давайте Сергея Войцеховского. Что у нас умеет он? А у нас выбор-то небольшой. О, заебись, заебись. Войцеховский прославленный генерал еще в Чехословацком легионе воевал. Да-да-да-да-да-да-да-да, я так и подумал. Я так и подумал. Такс, ну что, смотрите, смотрите, Швейк все еще рядовой, а с Первой мировой. Я думал, блин, он уже успел стать генералом. Такс, а Войцеховскому не жирно вообще вот этим вот будет владеть-то, нет? Фронт. Фронт, 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 фронт. Фронт, 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 Когда время подойдет, они сами пойдут куда надо. А, ну хорошо, хорошо. А вот эти черти, вот эти что такое, вот эти вот, там есть огромное количество швейков, которые никуда не идут. Так, Войцеховский пошел, давайте смотреть с этими, что у нас есть, неприкрепленный. Так, нам показывают швейков, короче, которые, которые какого-то черта нигде, нигде не работают. Но я так понимаю, что имеет смысл сейчас создать еще количество, определенное количество войск, и мы их отправим тоже на фронт, да? То есть пока их оставить, пусть служат там, где служат. Добери у тебя 21 из 24. А, у Ковалевского, у Ицеховского. А, Д, так, 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 режим прикрепления дивизий. Нет, не угадал. Так, как тебе добавить? Режим редактирования. Ха, блядь. Открепить дивизии. Режим. Нажмите эту кнопку, чтобы выключить, или отключить этот режим, либо удерживайте control, затем выберите один из фронтов, чтобы закрепить за ним выбранные его единицы. Чего, блядь? Выбранные... А, я... А, окей, понял. А по армии, это... Ага. Приправен, пане. Приправен к погибу. Ух! Ес. Потихонечку, потихонечку. Все еще. 1 января 36-го года, друзья. А сколько... 12 дней 1 января. Сколько дел переделано? В их 12 дня 1 января столько дел вообще делали, а? А тут... Просто... И музыка играет. Соответствующее. Так, швейков пока трогать не будем. Поскольку надо создать еще три таких армии. Мало людских ресурсов. Да не может быть. Блядь. Недостаточно ресурсов. Во. Так. Добытое. Мы производим нефть. Еее! Чешская нефть. Мы производим алюминия в количестве 0 единиц. Алюминий придется закупать. Мы производим резину 0 единиц. Вольфрам. Свой. Сталь своя. Класс. Хром. Отлично. Мы еще сталь продаем. Кому мы продаем сталь? Можно посмотреть? Торговля. Где? Где торговля? А, это она и есть. Сейчас выяснится, что Германии нет. Ресурсы покупается по курсу одна фабрика за 8 ресурсов. Так что пока не хватает меньше 8 алюминия. Покупать ее не очень выгодно. Ими словами, забей. Понял. Сталь Сталину. С Новым Годом. Да. Всех с Новым Годом, друзья. Год начинается с плохих новостей. К нам едет Гитлер. К нам едет Гитлер, друзья. Нам нужно подготовиться. У тебя покупают ресурсы автоматически. Ты на это не влияешь особо. Понял. Так. Это все, что я сказал своему министру торговли. Ну, типа, разбирайся. Разбирайся. Так. Это у меня вот. Вот, я вижу приказ. Это отправление дивизий в судеты. Мы этих местных немцев судетских к ногтю прижмем. Покажем им, как бузить. Это типа симулятора министра обороны. Тут на остальное это не влияешь. Но вообще-то влияешь на многое. На очень многое. Желаю в каждом доме такого гостя. Да, да, да. Знаете, на Новый год. На Новый год к нам обещался приехать Гитлер. На торговлю влияешь политическими действиями. Запрети немецкий язык в стране. Сейчас до этого дойдем. Лишний фронт надо убрать. А, я два сделал. Ага. Долбоебина. Или не убирать. Какая разница, они все равно туда все придут. Выбери армию. Ага. Отключи тренировку войск. Окей. Ну, вот это... А что? Они будут бухать там, что ли, у меня? В судетах. Так. А с фронтами что? Как понять, что они идут не туда? Точнее туда, но два раза. Контру плюс клики на линию фронта. Не знаю. Не очень помогло. Как здесь понаглядней можно было? С стрелочками там. Вверху написано Чехословацкий театр. Да. Театр военных действий. Убери один фронт, у тебя их два. Я знаю, я знаю. Алиса. Алиса. Убери один фронт, пожалуйста. Он мне не нужен. Когда такой интерфейс уже будет в играх? Пожалуйста. Господи. Как я этого хочу. Исторически чехи отвалились сначала в 38-м, а окончательно в 39-м. Мусорное ведро. Удалить приказ. Но почему не убирается второй? А-а-а. Господи. Кисточка появляется. Что за... Что за, блядь, Вархаммер. В хорошем смысле слова. Но это нормально. Это нормально. Это нормально. Все. Тяжело. Тяжело в учении. Легко. С Гитлером. Не знаю что. Так. Художник. Художник. Да-да-да-да-да. Художник. Знаете, где художник сидит? Вот. Вот. Нарисовал там себе уже. Волка, блядь. Художник. От слова худо. Так. Что еще делаем? Что мы еще не понажимали? Чуваки. Смотрите. Смотрите. Мы попаданцы. Мы попаданцы. Мы оказались в 36-м году. 12-го января. Э-э. 1-го января. 12.00. В теле Эдуарда Бенеша. Лидера Чехословакии. Да, нам тяжело. Мы не знаем чешского языка. Но мы пытаемся предотвратить мировую катастрофу. Поэтому посерьезней, друзья. Пособранней. Пособранней. Так. Правительство и законы. Понял. Щелкните здесь, чтобы добавить политический советник. Так он стоит, небось, как... Да-да-да. Стоит 150. Вот этого вот политического ресурса. У меня ноль. Исследования и производства. Ясно. Так. Я помню, мне советовали посмотреть в фокусах, что дает... Что дает политическую власть. Но политическая власть, наверное, политический курс дает. Политическая власть изменится на плюс 120. Ага. Ну, короче, если мы по политике пойдем, то вот здесь прям нормально прокачаемся. Но... Охуеть. Блядь. Я не успею, конечно, ничего этого сделать. Потому что я хотел идти через народное единство. Потом укрепить судеты. Ну, а потом можно политическим курсом побаловаться. В конце концов, всего лишь 70 дней. Сколько у нас до прихода Гитлера? Три года. 70 дней это условно, грубо говоря, два месяца. Два месяца. Это значит, что... В среднем за год можно будет... А не все по 70 дней, да? Все. За год можно будет условно принять по 6 таких национальных духов. Итого 18 до прихода Гитлера. Совсем грубо. Ну, давайте 15. 15. Как будто попытка сдать диплом за 3 дня. Итак. В среднем 15... До прихода Гитлера у нас 15 боевых... Боевых духов. Звучит как будто в World of Warcraft. Раз, два, три, четыре. Так. Финальные укрепления в Судетах. Польский рубеж, венгерский рубеж. Внутренние укрепления. Это по желанию. Пойдем сначала так. В тупую. Так. Промышленное наследие. Раз, два, три, четыре, пять. Девять. Раз. А тут что? А тут вообще непонятно что. Я не знаю. Тут мне кажется надо... Вот это, вот этим займемся последним. Вот этим мы займемся... Сука, еще есть. Чехословацкий легион. Блядь. Военно-технический институт. Горно-стрелковые войска. Сука. Выход к морю. Чехословакия от моря до моря. Так. Так. У нас тут есть... Идет Гитлер через Гитлер. Да. Да. Идет Гитлер через Гитлер. Он уже стучится в окно. Ёкарный бабай. Умиротворение Германии. Доверие Западу. Передача судетской области. Тут можно прям... Тут можно пойти прям по историческому сценарию. Но мы так делать не будем. Не для этого мы отправились в прошлое. Не для этого мы стали попаданцами. Так. Военно-технический институт. План моторизации. О, танчик, танчик. Лёль. Ну, это легкий танк. Легкий танк. Модернизация бронетехники. Развитие доктрины. Военная академия. Вжарить, блять. Так вжарить. Ладно. Короче. В этой попытке... В этой попытке. Учебно-тренировочной. В бета-версии. Пойдем через фортификацию. Единение страны. Мы и ближе, ближе к 1939 году начнем машнить между странами. Выбирая либо Советский Союз, либо Советский Союз. Ну, либо, короче, вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Через стратегические решения. А разведка есть? Диверсия и покушение на Гитлера? Гитлера? Я не знаю. Возможно, там же были какие-то ДЛЦ всякие. Я не знаю, кстати. Это эксперты в чате подскажут. Ладно, короче, идем. Короче, идем к народному единству. Все. Решение принято. Десижнон был сделан. Ну, вроде как бы, вот все, что можно было сделать до 12 дня 1 января, я сделал. Мы включаем потихонечку, да? Паузу отпускаем. А хотя нет. А, военные заводы. Военные заводы. Производство. Так, что можно делать? Дополнительное оснащение. Вы мне там орали просто. Так, стоп. Вот сюда. Сейчас на наших складах дефицит техники. Пехотное снаряжение в количестве минус 260 единиц. Ага, значит, надо пойти, короче, оружейки-то, оружейки-то надо делать. Необходимо для пополнения. И сколько ты делаешь? 9.87 в день. Включаю капитана, но чем раньше назначить министра, тем дольше он тебе бонусы давать будет. Бери политический курс первым. Дальше по этой ветке не ходи, а потом фортификацию. Ну, в принципе, звучит как... Звучит как... Ризенабл. А все, заводов больше нет. Ну, короче, по 30 в день. Пушки вместо масла. Да. Ну, а как еще, когда Гитлер? Я, короче, теперь любые... Любые заскоки свои диктаторские буду объяснять тем, что Гитлер стучится в двери. Все. Все, три танка в неделю. Вам мало? Вам мало три танка в неделю? Три танка в неделю. Что вы успеваете сделать за неделю? А здесь три танка. Надо 500 в день? Чего 500 в день? Какой 500 в день? Что это за шизо-милитари мечты? У нас мирная Чехия. Посмотрите. Вот посмотрите на этот домик. И скажи... Где пиво варится? Вон, смотрите, стоят бочонки. И им расскажите про 500 в день. 500 в день. Охренеть. У нас не Китай. Пока ты спишь, Гитлер качается. Да, да, да. Может, его грохнут, а? Еще раньше. Так, окей. Я не сильно разбираюсь в вооружении. Поэтому, тем более, таком для меня экзотическом, как чехословацкие какие-то экземпляры. Поэтому я не знаю, что такое ЗХ, ХЗ, автоматы ХЗ-29. Но какая разница? Это оружие, которое будет стрелять в Гитлера. А это значит, что это хорошо. На кого будешь нападать? Моя задача... Я буду нападать на кого? Я буду нападать на кого? Я Чехословакия, мы мирно пьем пиво. Посмотрите вот на это. Посмотрите вот на это. Вот на это посмотрите. Я буду нападать. Ха! Так, это Гитлер ходит рассказывать всем, что я обижаюсь у детских немцев. Никого мы не трогаем. Мы в ползенье варим пиво. А этот усатый ходит рассказывать, что мы здесь немцев обижаем. 20 лет назад мы получили независимость. 20 лет назад появилась Чехословакия на карте мира. И она раздражает, конечно же, немцев, которые привыкли к другой карте мира. Хрен вам, Лысова. Автомат хуй знает. Ну вот что-то вроде такого, да. Три танка в неделю. Потрясающий результат. Для Чехов потрясающий результат, друзья. Ну все, мне кажется, я понажимал все кнопочки. Все кнопочки можно... Можно... Нажать... На плюс. Интересно, а то, что мы сосредоточили войска у границы, это не... Не напрягает наших соседей? Ха-ха! А-а-а! Тихо! Гитлар засуетился. Бля, он же еще Австрию завоюет. Сука, он же Австрию завоюет. Он же отсюда тоже будет нападать. Точно! Австрия же будет немецкой. Вот сука! И венгры-союзники его. Охренеть! Это, конечно, попадос просто. Как с ним воевать? Не завоюет, а воссоединяться. Ну да, да, аншлюз. Смотрите, смотрите, короче. Гитлар... Гитлар начал, короче, движение. Потому что мы... Мы... Ну мы... Потому что мы начинаем тоже движение. Но что-то как-то мы встали хреново как-то. Что-то мы как-то размазали войска тонкой струйкой. Вообще надо больше. А что такое? Ноль. Людские ресурсы. Ноль. Людские ресурсы. Ноль. Призывники. 183. Не, а что у меня реально 183 призывники? Я не понимаю. Не, у меня что, реально 183, блядь, человека? Я... 60 человек. Да нет. Армия не укомплектована. Да я понял. Строй заводы. Я строю. Я строю. А как... Как устроить строительство... Собственно, строительство? Дней до следующего сооружения. Никогда. Дней до завершения всех строительных работ. Никогда. Зачем? Зачем так грубо? Сейчас прилетит страйк. Ну да, я обсуждал это. Но, друзья мои, это... Это купленный... Это купленный саундтрек... Игры от Парадокса. Это официальный саундтрек. Это DLC. Оно стоит денег. Я заплатил. Но это нас троится же. Это что у нас? Зенитка в судетах. Да, зенитка в судетах пусть троится. В игре стоит, что нельзя стримить их саунд. Там в лаунчере предупреждение. Ёбаш, господи. Как это все? Как это все? Просто жесть. Все. Японская овертюра. Стримить без официальной звуковой дорожки. Ну это... Да, все сложно в этом мире. С правообладанием. Как видите, заморочено невероятно. Ну то есть дома ты сиди и... Нет, ну... Технически я понимаю, как это работает. Конечно. Да, я купил, но вот сиди дома и играй с официальным саундтреком. Но ты его стримишь? На самом деле, на самом деле, вполне официально могут запретить и стримить. Ну то есть игры. Возможно, возможно, мы когда-нибудь до этого и доживем. И прецеденты были. Нинтендо, например, все еще ходит вокруг. И я не знаю, смотрели ли вы интервью Антона. Я забыл, как зовут этого человека. Ну, Антон очень часто делает с ним некие выкладки, некие беседы, которые рассказывают, что оббивает пороги разработчиков и издателей с предложением запретить стриминг или обложить стриминг дополнительной какой-то монетизацией. Потому что пока издатели и разработчики используют стриминг как популяризация своих игр. Но параллельно с этим, конечно, там зреет определенное недовольство. Вот, поэтому не знаю, до чего мы дойдем. Но в целом, это, конечно же, это стриминг чужого контента. Сама игра. Поэтому чем это все закончится, мы не знаем. Колобашкин. Да, да, да. Я, правда, единственное, я не помню его регалий. Вот. Может быть, это все немножечко диванная экспертиза. Но вот он такие вещи, да, рассказывает. Так что, если стриминг запретят, знайте, кто лоббировал это все. Класс. Японская овертюра. Потрясающе. Так, ну мы продолжаем идти навстречу Гитлару. Давайте. Я пытаюсь понять. У меня строительство... А, ну... Завершение следующего. 21 февраля 36-го года. О-о-о-о. Ага. Ну сейчас мы достроим, короче, в феврале эту херню. И понастроим фабрик. После этого понастроим укреплений. А там, как говорится... Ну и следим за событиями в мире. В Испании скоро гражданское. Нас это, правда, не очень волнует. Так, что это такое? А почему у нас восклицательный знак? Ребят, видите восклицательный знак? Мне кажется, Гитлер хочет дать мне квест. Смотрите, стоим напротив друг друга. Ну что ты, немец? Пиво захотел. Без боя не сдадимся. Главное, дать немцу бой. И все-таки, все-таки, каким-то макаром склонить Францию и Англию. Дефицит ресурсов. Открой торговлю. Ну, она как-нибудь автоматически нет. Но у меня... Я правильно понимаю? Вы не можете обменивать фабрики, полученные путем экспорта. А после обмена фабрики нельзя использовать для строительства. Я так понимаю, что мне нужно больше фабрик. Ну вот, а что у меня дефицит? Ну, например... Ну, например, резину. Резину. Ну, как-то это все... А, во! Етить-колотить. Алюминий. Нет. А если не алюминий? А если я хочу не алюминий? А почему Франция алюминий? Я хочу резину. А-а-а! Ха-а! А рези... Ну, а, ну, Франция. Ну, 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 ну. А, резина. Торговые партнеры. Испания, Советский Союз, Третий Рейх. Франция. 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 Зачем мне резина? Ну, для... Ну, это... Ну, на самом деле, это не резина, это каучук. Ну, каучук нужен для... Для всего. Ресурсы не копятся, используются только для производства прямо сейчас, поэтому нет смысла покупать то, что не используют прямо сейчас. Шопик, окей, понял тебя. Пока давайте не трогать ничего. Короче, пока... Пока ничего не происходит, значит, ничего трогать не нужно. Единственное, меня смущает то, что у меня... У меня больше войск нет. А они пойдут из Австрии. Короче... Все нормально. Сидим, пьем пиво, ждем каких-то сигналов, на которые реагируем. Правильно? Правильно. Все, все нормально. Только вот эта музыка тревожная меня бесит. Как будто бы сгущаются тучи. Все, ребят, смотрите. Напряженность в мире 0%. Хотя на самом деле это... Это неправильно. К 36-му году, простите меня, в Испании почти, почти началась гражданская война. Идут уже разговоры, в принципе, о глобальной войне. А Япония уже устраивает геноцид на Тихоокеанских рубежах. Так что на самом деле в мире не 0% напряженности. Но мы же... Ну, все-таки это отчасти немножко альтернативная история такая. Поэтому для чехов, кстати, возможно, для чехов... Вот конкретно для чехов... 0% тревоги. Мы как хоббиты. Мы как хоббиты вшире. У нас все хорошо. Хмель колосится. Пиво отменное в этом году. Все разговоры только о предстоящем пивном фестивале. Кто там... Кто там нагнетает? Какой Гитлер? Какой Гитлер? Где Гитлер? Это какой-то фантом. А вот о том, что ползенское пиво лучше или хуже, например, пиво... Из Будьевицы? Будвайзер. Будвайзер. Это немецкое название пива... Будьевицкого пива. Вода из Будды. Отправь армию на учение. Очки опыта фармить нужно. Погодите, ЗИЦ-председатель. Давайте в штабе сейчас определяться. Ну, во-первых, во-первых... Во-первых, что это за алармизм? Что это за алармизм ненужный? Во-вторых... Как мне объяснили... Что там? 2,3 или 23? 23... 24. Отлично. Растет политическое влияние. Как мне объяснили, что на учение тратятся ресурсы. У нас маленькая, но бедная страна. Поэтому нам это не нужно. Чехи-хоббиты. И тут такой к ним Сталин Гендальф приезжает. Гитлер пока в Рейнскую область идет. Слушайте, а здесь же будут сообщения о мировых событиях? Типа... Вот под эту музыку из газет я узнаю, что Гитлер вошел в Рейнскую область и нарушил Версальский договор. Будут, конечно. А, ну чё? Ну тогда начнем реагировать. Всё, сидим, короче... Курим бамбук. Наливаем себе свежего ползения. Так что, если у вас где-нибудь недалеко есть ползень, он же Пилснер. Открывайте за Чехословакию. 20 лет государственности. Объявляю праздники во всех городах. От ползения до Мукачёва. Можно побыстрее время поставить? Да можно, в принципе, можно. Сыкотно, конечно. Ох, как время быстро летит! Так, командный ресурс. Смотрите, растёт, растёт телефончик. Так, чё я хотел? А, хотел производство. Нет, стройки. О! Так, ПВОшечка скоро будет построена. И чтобы прямо Герингу в жопу прямо. Эта ПВОшка, она прославится. Памятник потом будет стоять. В 60-х годах туристы будут приезжать к этой ПВОшке, которая будет стоять в Карлсбаде. Ставь максимум времени, пока войны нет. Ну, давайте, давайте, давайте. Поехали. На красную, на красную. Всё. Просто. Время летит. Пиво пьём. В гости к друг другу ходим. Обсуждаем урожай. Кто с кем по... Стоять! А вот и началось. А вот и началось. Только мы обсуждали, как какой-нибудь Франтишек развёлся с паной... С паночкой Стефани, как... Ёб твою мать. В Испании разразилась гражданская война. Несколько генералов решили свергнуть правительство. Несколько генералов. А чё не называете-то их по имени, а? Ха-ха. Что это... Что это за максимально обтекаемая новость? Вот это, конечно, чудеса журналистики. Какой-то просто какой-то евроньюз. Несколько генералов решили свергнуть правительство в Мадриде и призвали к восстанию. После чего на их сторону перешли почти все испанские войска. Правые националисты захватили большую часть территории страны, включая острова. Лоялисты и добровольцы собираются по знамена левого республиканского правительства. Они намерены сражаться до последнего вздоха. Битва за Испанию началась. Несколько генералов. Имя назови. Несколько генералов неизвестных. Очень похожих на генерала Франка. Произошел хлопок. Не, ну пипец какой-то. Такой максимально безучастный стиль. Что это будет означать для Испании? Спрашиваю я своего соседа. Государство франкистское Испание объявляет войну государству Испания. Я выбираю я. Кстати, вот это. Вот. Они же выпустили отдельный сценарий. Отдельные национальные фокусы для испанской компании. И один из сценариев, который я прям хочу сыграть, это гражданская война в Испании. Это тоже очень захватывающий эпизод. Который я бы относил. Ну, он не относится ко Второй мировой. Но, конечно же, к закладыванию фундамента Второй мировой. Испанская гражданская война имеет прямое отношение. Прямое отношение. Ух, там сейчас начнется жареха. Жареха пойдет. Ладно. Ну, а мы что? А мы что, друзья? У нас ресурсов людских ноль. Все на границе служат. Мы продолжаем наш пивной фестиваль. Потому что Чехословакия. В Чехословакии нет дела до какой-то херни. Там есть Хемингуэй. А в качестве кого? В качестве кого? Такой портретик. Хемингуэй, значит, возглавляет республиканские отряды. Да, было бы забавно. Хемингуэй, конечно же, там был. По ком звонит колокол. Если вы читали. Но в игре, наверное, его нет. Хемингуэй в Испании был. Я и говорю. Конечно, был. Но он книгу об этом написал. Поехали. Поехали. Продолжаем пивной фестиваль. Так. Гитлар. Стоп, машина. Кажется, началось. Ремиталь. Ремилитаризация Рейнской области. Германия разместила войска в Рейнской области рядом с французской границей, нарушив Версальский договор. Местное население приветствовало немецких солдат, тогда как дипломатическая реакция Франции и Великобритании оставалась сдержанной. «Немцы просто гуляют у себя по двору», заявил один из английских политических комментаторов. Просто как... Это тревожно. Национальный фокус выполнен. Промышленное наследие. А чё, смотрите. Пошла. Пошла игра. Кстати, производство. Не, не-не-не-не-не-не. Чё, блядь? Четыре тысячи ружей мне нужно? А куда четыре тысячи ружей? У меня столько людей-то нет или есть. 237 танков? Так, я этого не видел. Погодите. Стройки. Так, отлично, отлично, отлично. Заводы пошли. Заводы, блядь, пошли. Сейчас заводов добавим. Сейчас заводов добавим. Так, фокус. Фокус-покус. А, решение. Что за решение? Обещание мира? А я выполнил это? Или я... Или я... Э-э-э-э-э-э-э-э, чё, чё я сделал? Что я с... Отключи. Обещание мира. Минус баффы на атаку и защиту. Но 90 дней, ладно. 90 дней нам нужно процветание. Нам нужно строительство. Восстановить австро-венгерскую империю. Чего? Социальный проект. Совсем... Ебанулись, что ли? Ага, 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 ага. Короче, тут можно... Тут можно дико вкачаться в промышленность. Индустриализация глубинки. Нет, ну давайте возьмем сбалансированные инвестиции. Все? Все хо-ро-шо. Недостаточно ресурсов. Маленьких ресурсов. Э-э-э-э-э... Неприкрепленные дивизии. Ну мы еще... Я надеюсь, мы успеем до прихода Гитлара. до прихода гитлара чем сделать о папе процентов пошел чем больше заводов тем меньше гитлара гитлара придется их строить не смешно все взорвем уйдем в подполье редуэр команда если хочешь посмотреть сколько время то time of но в целом если смотришь с компа то можно посмотреть тупо под плеером у фокусов есть описание можно почитать таки ну я прочитал мне мне все понравилось так куда-то смотрите ребят гитлар а то что хотел сказать что гитлар куда-то сбежал видимо в районскую область но нет все еще здесь так бросок на берлин кстати бросок на берлин государство италия забирает забирает регионы 1 государство эфиопия аннексировано захвачено 1436 единиц техники эфиопия капитулирует серьезно эфиопский в каком в 36 году эфиопские власти создали правительство в изгнании капитуляции основных сил принял представитель государства италия теперь контролирующие главный регион страны несмотря на то что италия эфиопия завершили свой конфликт италия пропождает продолжает вести полномасштабную войну других регионов чё италия захватила эфиопию захвачено 1035 острых копий и барабанов не ну воевали то они понятно там с британцами но они же не захватили они же застряли там намертво ну италия ты посмотри это что это имперский марш итальянцы итальянцы под имперский марш захватывают эфиопию с 33 воевала да 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 она же воевала там давно опять же до второй мировой войны до второй мировой войны конфликты разгорались по всему миру тут уже британия напряглась до муссолини муссолини мне уже не смешно вагнер дочь похоже понятно откуда взяли имперский марш поехали блять пиво пиво не дадут попить а что вам все что вы все приносите мне эти газеты это нас не касается у нас мирная страна и мы производим хмель боевые станки исследование завершено такой а зачем вам боевые станки если вы хмель производите не твое дело уберите этого журналиста отсюда он задает неправильные вопросы подписано второе лондонское морское соглашение а которые немцы будут нарушать делегации из британии франции италии японии сша встретились декабре 35 года чтобы обсудить возобновление первого лондонского морского соглашения ограничивающего количество и размер кроссеров под и подводных лодок из-за войны италии эфиопии желание японии быть равной британии и сша переговоры получились довольно напряженными теперь когда они завершились страны подписавшие договор пришли к соглашению по ограничениям на размер линкоров авианосцев и надеяться предотвратить очередную разрушительную гонку вооружений спойлер не предотвратили боевое пиво да 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 так это у нас были исследования да исследование это у нас во икс улучшенные станки эта технология опережает свое время так концентрированная промышленность эффект максимум фабрик регионе плюс 20 процентов объем заводского производства плюс 15 процентов это все для пива всего исключительно для пива производственность верфи 10 процентов верфь в жопу эта технология является взаимоисключающей рассредоточная промышленность а максимум фабрик регионе 20 скорей эффективности производства 10 база эффективность производства плюс 5 общем уязвимость фабрик для бомбардировок бонус к скорости конверсии скорость конверсии это принципе неплохо когда мы будем переходить на военные рельсы был пивной заводик стал заводик по производству патронов вся чехия пивом подавилась от такой газеты да нет да ладно какое морское соглашение что морская держава нас это вообще не ебет вот не урожай хмеля в брно случился вот это ребят катастрофа для нашего государства а эти морские соглашения китальянцы какая-то эфиопия блять вы чё вообще несете успокойтесь там пивные генералы а то это бузят стоят у пивных размахивают газетами раз тоже мне бравые моряки чешские спокойно друзья мои у нас большое государство у нас есть соглашение с ведущими державами они что нас бросит на произвол судьбы что ли да это же невозможно в современном мире это просто не уму непостижимо чтобы в современном мире кто-то позволил развязаться второй мировой войне а уж тем более позволить расчленить какую-нибудь страну вы что так что закупайтесь хмелем мой вам совет вкладывайтесь пивные заводики так ладно концентрированная промышленность потому что нам нужно концентрированно строить пивас все я развиваю страну потому что туристы опять же рабочие места сельское хозяйство у нас шир понимаете о чем вы говорите что какая война какие какие-то лондонские соглашения господи боже мой журналистам писать что ли не о чем в бурно скорее за вино переживает ну там да виноделие ну чешское виноделие оно не так популярно конечно как пивасное я был в бурно в замке тут есть замок показан ну кэш нет я многого хочу вот но вот в этом высоком замке в бурно сидел и выпил национальный фокус выполнен сбалансированные инвестиции чешско-словацкая комиссия так выполнение фокуса так будет добавлен ячейк строительства короче ячейки строительства у нас дичайшие растут мы же можем добавить да я правильно понимаю заводов а чё а понятно а можно как-то о спасибо спасибо блин как вот вот как за советский союз играть я не кажется это сдохнуть можно просто сдохнуть играть за мировые державы это же столько столько всего это же такое каждый раз падаю со смеху когда ты начинаешь ролить это просто охуительно вот тебе инвестиции в хмельную промышленность спасибо адъютант спасибо только ради этого здесь собираемся иначе в игры играть скучно ради результата ради чего-то еще ради быстрого нажатия кнопочек игры это же тоже повод чем-то вдохновиться ну лично для меня так тут мне кажется что национального фокуса все в пиво не хватает на самом деле было бы прям совсем охуительно бля я сточу раз когда сяду играть за чехословакию я под с кружкой буду сидеть все и и с козлом светлым все договорились сейчас мы как я уже говорил у нас сегодня открытый бета-тест смотрим учимся поехали за ссср самый легкий и тупой прет на пролом да не уверен там там просто количество событий количество вот этих заводов пароходов производственных линий станков конструкторских бюро это так отлично стопы так 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 а нет куда я пошел-то исследование 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 что это было у нас скорость восстановления фабрик скорость строительства плюс 10 процентов эффективность увеличения ресурсов добыча ресурсов но единственное что сроки конечно пошли какие-то дикие блед может надо было все таки изучать какой-нибудь танчик ладно короче начнем начнем бздеть где-нибудь во второй половине тридцать седьмого года сейчас пока все еще можно говорить про пиво три процента смотрите три процента на я же вам говорил мировая напряженность это все блеф миф и игра на бирже все как видите вот вот эти вот диванные пивные эксперты напряглись и разошлись по домам а урожай хмеля никуда не 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 девался вот этим надо заниматься занимайтесь насущными проблемами они болтологии развелось философов политиков сейчас дайте подайте посмотрим что там блин жалко нельзя посмотреть гражданская война в испании в разгаре ну чё ну мадрид мадрид пока мадрид пока за республиканцами и барселона тоже обалдеть во нам есть на пока пока готовится пивас с нами что посмотреть торговые соглашения и прочее для укрепления мира виктор на чехословакии покупает за пиво лицензию на ппш да спасибо кстати хорошая идея хорошая идея по поводу лицензии хорошая идея я пока еще с этой хернё не разобрался как кстати и с шаблонами вот этими призывными так превосходство огневой мощи исследование завершено это были доктрины да сдерживание ребят у нас есть шоу в реальном времени пока готовим пивас болеем за за кого-то чё творят а ой чё творят чё мне сидится вот возделывали бы виноградники делали бы вино но нет просто дикие люди дикие люди а у нас смотрите чешско-словацкая комиссия мы за конструктив и за мир пока пока одна страна разъедаема гражданской войной и социальными конфликтами мы мы в нашей единой чехословакии протянули руки навстречу друг другу братские народы предлагаю это отметить и выставить лучшего чешского пива и словацкого конечно на стол и устроить соревнования вот какие должны быть соревнования не сражаться с винтовками не бегать по горам испании полимый жарким солнцем а мы проведем пивной фестиваль и выясним что какое пиво лучше чешское или словацкое вот так вот занимаемся объединением страны дух укрепляем разделенная нация блин вот это конечно пипец и дебаф минус 20 просто дебафище так и чё а это фокус был запрет фашизма запрет коммунизма улучшение рабочих уст так подождите 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 слишком много решений так специализация отдельных районов будет убран национальный дух разделенная нация просто мы идем семимильными шагами к объединению страны просто не то что эти испанцы сраные взяли раздербанили страну мы страну объединим так чё там было чё то дети при кого так улучшение рабочих условий работа на заводах тяжела и полна опасностей улучшение условий труда наших рабочих снизит снизит их эффективность на первое время но долгосрочные выгоды того стоит объем заводского производства минус 10 процентов работать суки катайте пивас в бочонки так запрет фашизма но это но это дергать за усы кое-кого поддержка партии нов меньше 20 процентов изменение популярности фашизма минус 5 процентов прирост базовой стабильности минус 3 процента ежедневная поддержка фашизма минус 0 2 стоимость принятия решений 100 это я еще должен вкатить это еще купить должен запрет коммунизма поддержка партии кпч меньше процентов а это так это дергать другого за усы чем выше стабильность тем лучше работает сдачи видно чем выше стабильности лучше воюется так цензура прессы вот это мне нравится а то пишет всякую херню про лондонские соглашения распустить чеха распустить чехословацкие крепости да как они как это вообще возможно просто что предлагать не такое так запрет фашизма знаете что мы мы же находимся в судетах мне кажется пора покончить с идеями алоизыча которые растлевает немецкую молодежь надо молодежь нашу направить в конструктивное русло на поля с хмелем пиво само себя не сделает а там до изобретения на самом деле здесь должно было быть ветка ветка того крафтового пива вы исследовали там лагер вы исследовали соур эль вы исследовали ипу вот на что нужно тратить умы человечества короче ну чё запретим они погодите 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 вы мне говорили про советников каких-то крутых сейчас правительство и законы политический советник войтах туха можно вашу визитку пожалуйста кровавый палач фердинанд катлас генерал-квартирмейстер йозеф тиса здравствуйте тайный манипулятор стефан осузский демократ трансформер густав гусак коммунист революционер кондрад генлейн фашист демагог но это как раз правитель лидер лидер судецких немцев генлейн здравствуйте я фашист демагог у меня есть рекомендации от гитлера примите меня на работу просто у тебя на лице написано ты фашист демагог от а ты кровавый палач хотя погодите кровавый палач для того чтобы судецких немцев держать в узде может быть и так людские ресурсы на людские ресурсы не национальной провинции плюс два процента эффективность зарубежной подрывной деятельности минус 30 процентов урон наносимый гарнизоном минус 20 процентов стоимость 150 ага ага но в принципе ну слушайте если вовсе если войтаха отправить в суде ты мне кажется это звучит ризно был строительство авиабаз морских баз радарных станций до свидания так йозеф тиса так тайманы тайный манипулятор при прирост политической власти плюс 5 процентов защита от смены идеал идеологии плюс 15 процентов ну короче войтаха туку берем и к и к судецким немцам кто-то без костюма фашист демагог кровавый палач да ну короче все равно где денег нет но вы держите пока сидим поехали собираем хмель там должны быть такие картинки такая пастораль чешский крестьянин чешская крестьянка с серпами собирают хмель потом варят пиво потом устраивают пивные фестивали не жизнь а сказка реально это вот это хоббитский шир на земле ну кто кто посмеет напасть на нас так 11 олимпийские игры ну чё-то картинка конечно картинку могли бы выбрать это же те самые до в бердай дж те самые погоди тут картинку нужно было выбрать из олимпии линии рифенштайн что это ну что это ну но парадокс ну что но это как-то например картинку с английской сборной зигующий 11 олимпийские игры недавно прошли в берлине в них приняли участие спортсмены из 49 стран мира летнюю олимпиаду 36 года впервые в истории частично транслировали по телевидению прямом эфире игры стали большой пропагандистской победой германии которая вложила в них большие средства немецкие атлеты выступили лучше всех забывали 33 золотые медали американцы стали вторыми с 24 медалями четыре из них принес джеймс оуэн ставший самым успешным спортсменом игр да про него еще есть фильм напомню он был чернокожим рифенштайн мы все проебали да как-то даже там такие кадры есть ну что вы так ну ладно опять же олимпийские игры это для нас это бизнес я надеюсь что наши спортсмены наши бизнесмены уже успели забрендировать пивные кружки трансляции кстати кстати в этом уже можно в 36 году впервые организовывать трансляции трансляции в пабах я считаю отлично поднимает посещаемость ну и конечно же специальное олимпийское пиво надеюсь мы наши баннеры с чешским ползением напоминаю с чешским ползением надеюсь украшали олимпийские игры в берлине иначе зачем это нахрен все она нужна поэтому и согласилась на протектериат потому что пивом пили а пиво бустит женские гормоны а вот иван чай же наоборот поддерживает естественный уровень круто да поэтому поэтому советский союз стал давать отпор но блин они не поэтому по согласились на протекторат там же просто их раздербанили там воевать то было некому еще и словаки поцуропили 200 наших ультрас выехали на допинге взяли олимпиаду да 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 там на на первитине кстати чё там чё там чё-то чё там поляки то тешинскую область присмотрели до себе тешинскую область присмотрели себе где она кстати что это за звук что это за звук что-то упало это вы знаете ты сидишь в одной комнате и вот где-то раздается такой звук в другой ты приходишь и все на месте но ты же слышал сука этот звук что упал кто упал там с печки следи за тем чтобы наверху не было подсказок о свободные военные заводы да спасибо спасибо забыл об этом совсем один о откладывается в запасы вот опять да где упал то или не строить или танк говно легкий танк легкий танк 2 это ж небось не танк даже это 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 такой в бронетранспортер экономика страны рухнула ресурсы купи так спокойно с этими ресурсами у меня и у меня есть министр экономики пусть разбирается нормальный танк а как он назывался то он реально назывался lt 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 vc это наверное версия в то время у всех танки были говно вот с этим соглашусь с этим соглашусь у гитлера гитлера танки тоже говно аму подождите а у нас есть а у нас есть другой вариант танков то создать вариант главное орудие двигатель чем можно два двигателя поставить надежность а серьезно еще и блин охренеть охренеть их же можно его ваш мать как охуенно то есть какая охуенная игра просто просто охуеть это знаете это вот к рецензия от виктора зуева охуенная игра просто охуеть в трейлере ой сам пошутил сам посмеялся так не хватает стали да и алюминия пиздец ты себе льстишь нет но мои мои цитаты были в трейлерах и на обложках так-то сами заставили меня сказать это так так 55 короче легких танков неделю ладно короче против немецкого но я надеюсь я надеюсь там есть пушки то и прочее или или их надо было ставить а то смешно реально трактор без двигателя без двигателя без без пушек и без всего забабаха и пятибашенный танк как т-35 нихуя не практичным очень эффективно эффективно выглядит наверное куроку наверное ты имел ввиду эффектно выглядит но кстати пятибашенный танк для защиты мне кажется это неплохая такая история выезжает из-за сараев с пивом так так давайте давайте торговли разберемся раз навсегда мне не хватает стали и алюминия мы идем к советскому союзу например мы идем к советскому союзу заговорим дай сталь сталин дай стали в этой сделке будут задействованы фабрики в настоящий момент строящие сооружения то есть я правильно понимаю что я отдаю фабрику взамен на ресурсы то есть фабрика будет приз то есть фактически фабрика будет производить ресурсы для меня до фабрику в аренду фабрику в аренду сталину за сталь а цена всегда одна и та же да или у кого-то можно покупать покруче ну дайте чисто проверим британцы у нас британцами кстати очень подходящего торгового пути не существует охренеть так хорошо пол так сейчас начнем с дипломатии с кем у меня гуд с коммунистами меня не гуд так сортировать по мнению так королевство румыния гарантирует независимость чехословакия гарантирует независимость государства румыния чехословакия гарантирует независимость государства Вягославия. Во что я... Когда я успел вписаться-то? Так. Гондурас, Люксембург, Ирландия, Франция. Так. Франция. Ну, то же самое. Цена такая же. Югославы, братья. Цена всегда одна? Ну, это как-то странно, если честно. Вот это как-то неисторично. Почему цена одна и та же, когда союзникам можно, честно говоря, отдавать по одной цене, а тем, кого не очень любишь, по другой. Мне кажется, это нормально. Ну, короче, у меня фабрики все заняты. А можно не продавать сталь? Я могу не продавать плэт ее. Как-нибудь поставить эмбарго. Зачем я ее продаю, когда мне не хватает на мои нужды? Какая сука! Какая сука экспортирует? Или подожди. Или импортировать надо. Нет, экспорт это я вывожу. Текущий экспорт. Шестнадцать... Да, да, мы его... В шестнадцать мы вывозим румынам с раном. В меню где министры? Так, где министры? Приоритет экспорт? Убрать! Вы уверены, что хотите заменить идею приоритет экспорт на идею свободной тор... У меня идея... А, могу. Нет, я ничего не нажимал. Я ничего не нажимал. Только добровольцы? Так... Ограниченный призыв. Ладно, это мы успеем. Свободная, больше ресурсов. Ну, можно убрать приоритет... А, огр... А, все, все. Я понял, я вас понял. Закрытая экономика. Ресурсы на продажу ноль. Никакие ресурсы экспортироваться не будут. В состоянии... А, я должен быть в состоянии войны. Ограниченный экспорт. Ограниченный экспорт, суки. Так, а можно убрать свободную торговлю? Вы уверены, что хотите заменить идею приоритет экспортной идеи? Нет, не хочу. А че... А че я могу сделать-то? Ограниченный призыв нужен уже сейчас? Ну, кстати, да. У меня ноль людей. Пока ничего. Охуительно. Охуительно. Так, че там про призыв-то? Так, ограниченный призыв. Ну, нормал. Поехали. Подписал. Подписал призыв. Пора. Нам нужно больше срочников, чтобы работать в полях. Рыночек ограничивать нельзя, ты за свободу собственности чешо. Ну, слушайте, пиво протухает. Надо как бы собраться. Так, специализация отдельных районов. Зашибись. Так, кстати. Стройки века. Строим-строим заводы. Потрясающе. Это что у нас было? Это был фокус. Это был фокус. Народное единство, друзья мои. Мы близки как никогда. Мы близки как никогда. Чтобы объединить нашу страну. И убрать штраф. И мы будем одна страна. Один народ. Одно пиво. Ползень. Так. Так, так, так. Что мы еще делаем? Мы. Так, у нас политики пока маловато. Что опять? Что недостаточно ресурсов? Мало ли ских ресурсов? Неприкрепленные дивизии? Да хватит. Вот это вот мне. Вот это все. Идите и решайте проблемы сами. Советские дипломаты уже месяц предлагают организовать пробную поставку своей сверхсекретной разработки. Они называют ее Иван-чай. Возможно, шифруется. Что прикажете делать? Министр экономики? Да пробовал я эту гадость. Возьмите немножко этой дряни и попробуйте крафтовый пивас сварганить. Пустим потом на какие-нибудь другие рынки. Карпатская Русь. Карпатская Русь. Строит заводы. Индустриализация всей страны, я сказал. Везде будем делать баночное пиво. Нам нужно больше алюминия. Так. Да. Карпатская Русь. Три завода нам сделает. Потом, правда, в Венгрии все это отойдет. Но там будет все равно написано на стене завода. Венгрия сосай. Я прям завод сделаю в виде надписи гигантской Венгрия сосай. Так, что делать с ресурсами и малолюбских ресурсов? Я не знаю. Не хотят чехи работать. Ну, не хотят. А что с ресурсами делать? Какая-то беда сраная. Если бы мы сраной Венгрии не отдавали сраный алюминий. Точнее, сраную сталь. Все было бы хорошо. Я, кстати, из Закарпатти. Нас, в принципе, могли оставить составе Чехии. Мы не против особо. Тарикстрим. Ну, как видишь, предпосылки к этому были. Ну, не в составе Чехии, наверное, Словакии все-таки. Так. Ну? С Богом. Исследование завершено. Концентрированная промышленность. А вы говорите. А? Пошли исследования. Пошли, родимые. Что я исследовал-то? Система хранения хрючева. Знаете что? Дайте-ка... У нас вот этот вот ХЗ-29. Татра. Серьезно? Реактивная артиллерия? Татра? Прикиньте, немца встретить реактивной артиллерии в 38-м. Так. Ну, мне, честно говоря, я... Я за... Так. Нет. Подождите. 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 Немцы же блитскригеры. Типа охуевшие. Поэтому давайте противотанковые. А? Немцы такие. Хоба! А, сейчас мы такие... Блицкрейк. А мы из противотанковых. Мы все заранее знаем. Тридцати... Тридцати семимиллиметровая. Гутин так, президент. Мы слушаем, что вы наших соотечественников обижаете. Заставляйте их заводы строить и танки делать. Это неправильно. Решетка судецкий немц. Алоизыч. Да. Алоизыч начинает. Начинает. Там где-то пока... Мы в своих пивных обсуждаем урожай. Вот в этих... Вот в этих пивных... Вот в этих пивных обсуждают совсем другое. Совсем другое. Но до нас доходят слухи кое-какие. Мы тут, знаете, тоже не это. Не совсем деревенские. Сначала прочитал, как исследование завершено. Концентрационный лагерь. А кстати... Я бы развил и всех судецких немцев туда. Нет проблем никаких. Все. Нет немцев, нет проблем. Стоят, короче. Стоят. Смотри, 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 смотри. Команду. Паганцы. Паганцы. Может Австрия не сдастся, а? Может Австрия? Австрия! Сражайся! За независимость. Хотя к кому я обращаюсь? Господи, к этим австриякам. Фабрики строить. Так я строю фабрики. Только что. У меня нету незаюзных фабрик. Вот у меня используемые военные заводы 11 из 11. Используемые фабрики 24-24. Ну, я их строю, где могу. Строю, строю. А это прям музыка из Шира. Та-та-тан-та-та-тан. Помните музыку из... Власты на колец, когда показывают Шир. Там всегда играет такая очень лирическая музыка. Вот я хочу, чтобы она играла здесь. Когда мы смотрим на... На поля, на наши леса. Как колосится в Тумель Опять Опять кто-то двигает шкаф, сука, в соседней комнате Интересно, каково За Швейцарию играть Ну, кстати, я вообще, честно говоря, в таких играх Люблю иногда отыгрывать Ничего не значащие партии, потому что Все вот эти вот глобальные События происходят вокруг тебя Очень интересно все это наблюдать Но тебя это не касается У тебя задача выжить, например Так, добыча ресурсов Ну, добыча ресурсов Это на что-то повлияло? Ну, кстати, меньше стало, да Так Доступна ячейка для исследований Есть, доступно решение Есть Мало людских ресурсов, недостаточно ресурсов Так, решение Решение за полтос Антифашистские рейды Антикоммунистические рейды Мы Мы качаем политику Нам нужно купить Генерала Советника Так Че еще? Доступна ячейка для исследований Машиностроение Радио Механический компьютер Радиообнаружение Базовое СУО Дециметровый радар Шифрование Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ядерный реактор Вы что? Мы эко-страна Так, авиация Ну, мы на ПВО Тогда, да Мы с вами Дико угорать по ПВО Будем Кстати, ПВО Может быть Модернизация Модернизация ПВО 340 дней Эта синология Опережает свое время СУКА СЮКА Так Танчики Ротообеспечение САПЕРНЫЙ РОТА Ну, чтобы закопаться, знаете Так, чтобы вообще Что думаете? САПЕРНЫЙ РОТА И ЗАКАПЫВАЕМСЯ И СИДИМ К ЛАМПУ КАЧАЙ И ВИНТОВКИ Какая ЛАМПА? Ну, ты издеваешься, что ли? Какая ЛАМПА? Аграрная страна Мирный АТОМ Да, да Нет-нет-нет-нет Так ПЕХОТА ПЕХОТА А где там, где там эти доктрины были? О А, доктрину качают Так Так Горные стрелки Войска специального назначения Вообще, понимаете? Войск Чешские войска специального назначения Ну, это просто крэйзи Это просто крэйзи САПЕРЫ ЗАКОПАЮТСЯ В СУДЕТ Ну, я, честно говоря, так иду Ладно, короче Если я Если я не прав Я, я не прав Давайте исследуем Так ТЭКС-ТЭКС-ТЭКС-ТЭКС-ТЭКС Че еще? Че? Блэд Еще Спецназ Разносит по 10 больших кружек за раз Блин, так пиво захотел? Я не могу Эта игра Способствует Внедрению пенного Вот что я хочу сказать Дико жду Завтрашнего дня Когда С Андреем Загудаевым Пойдем Я в первый раз Первый раз за это время Выберусь в центр Как я уже сказал С соблюдением всех мер предосторожности Внутрь заходить не буду Только Только на веранде Отдельный столик Поеду на метро В маске В перчатках С собой будет Соответственно Этот Дезодорант Хотел сказать Дезинфицирующее средство В общем Как-то так Посмотрю на жизнь На жизнь После Но пиво захотелось Прямо сейчас Если честно Все В следующий раз Играю за Чехию И когда я объявлю Следующую игру за Чехию Садимся С чешским И качаем Пивную державу Лучше не на метро Ну Да Была такая мысль Что лучше Ну не на метро Я обратно поеду А туда наверное Все таки на метро Мне по прямой В стрим Дотянуть до войны Да 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 Медленно что-то у нас идет Согласен Согласен Ну так всегда Все мои стримы Это очень Медленное Размеренное действие Привыкайте Текс Что у нас А Решение Не Решение Где оно там О В день по танку Друзья В день по танку Что-то дохера Не мы их строим Пять тысяч Пять тысяч Короче у нас Единиц лежит в запасе Мне кажется Многовато Да Что еще можем делать Пушечки Можно Буксируем оружие ПВО ПВО Заебись Шестьдесят Только Стали опять нет У нас Прекратите Отдавать сталь Румынии Пожалуйста Румынии Отдай Мою сталь Не вместо винтовок Так мы Ну мы Пять тысяч У нас Пять тысяч На складе Автоматов Пять Камала Много Даки Не бывает Ну подождите Подождите Ну мы На склад Пять тысяч Автоматов Вы слышали Сколько в Эфиопии Они взяли Единиц оружия Тысяча четыреста Об этом В газетах Писали В газетах Писали Что они взяли Тысяча Тысяча четыреста Единиц вооружения А у нас У нас Все они вооружены И на складах Еще пять тысяч Лежит Пять тысяч Полдивизии Открой в правом Верхнем углу Значок армии Так И И что Автомат Во время войны Улетает в мусор Момент А ну типа там Ломаются Их Там Убирают Виктор И за работой Бесконечных Совещаний Практически Полностью Пропустил Стрим Грустный Смайлик Завтра Впервые Буду В Питере Куда Посоветуешь Сходить Хорошо Посидеть Это Ингвар Привет Спасибо За Донат Хороший Поездки В Питер Очень Тебя Завидую Дико Завидую Потому что Я бы Прям Очень Хотел Съездить В Питер Погода Хорошая Питер Летом Это Просто Это Волшебный Город Просто Бест Сходить Туда Можно Где Угодно Абсолютно В плане Барной Культуры Например Питер Уделывает Москву Мне Я С Отвратительных Мужиков Это Конечно Крэнг Пицца Крэнг Пицца Именно В честь Героя Черепашек Ниндзя Она Это Заведение И Оформлено Как будто Это Пиццерия Из Черепашек Ниндзя Стилистически Она Очень Круто Сделана Под Заведение Восьмидесятых И Там И там Есть Пиццы Там Есть Пиццы Из По Рецептам Из Сериала А Также Есть Блюда Жареные Гвозди Помните Эту Фразу А Жареные Гвозди Не Хочешь Там Есть Блюда Жареные Гвозди А Также Есть Несколько Пицц По Дурацким Рецептам Микеланджело Которые Он Заказывал Типа Дайте Мне Пиццу С Маршмеллоу И Анчоусами И Там Есть Несколько Пицц Съедобных Они Просто Взяли И Это Невероятно Пицца С Маршмеллоу Звучит Хуже Чем Пицца С Ананасами Но Поверьте Она Крутая Плюс Там Хороший Крафтовый Пивас Отличный Персонал Место Правда Небольшое Но Мы его Очень Любим Охеренно А так В Питере Куда Угодно В центре Заведение Одно Краш Другого Просто Питер Бест Без Анчоусов Но с Маршмеллоу Есть Ну да А да Это я Переборщил С Анчоусами Одних Маршмеллоу Честно говоря Уже Достаточно Чтобы Привести В ужас Человека Но Поверьте Она Даже Съедобная Так Друзья Вернемся В наше Пивное Королевство Мой Второй Любимый Город Это Прага Куда Я тоже Хочу Съездить Но В этом Году Видимо Хуйс Давайте Спасаем Спасаем Прагу Сколько Нужно Сто Тысяч Да Только Единственное Объясните Мне Плиз Я просто Хочу Понять Логику Некоторых Вещей Сори Что я Спрашиваю По несколько Раз Для того Чтобы Просто Понять Логику Вместо Чтобы В тупую Сейчас Производить Сто Тысяч Винтовок Я просто Хочу Понять Сам Где Это Мне Написано Чтобы Я Это Понимал Папка Плюстанчик Иконка В правом Верхнем Углу Окна Рядом С Станчик Ну Это Вот Эти Ребята Кнопка Рядом С Крестиком Крестик Вот Этот Не Вижу Блокнот Рядом С Танком Со С 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 И Че Из Этого Я Должен Понять Ну Короче Ну 20 22 Короче У меня сейчас армия У меня сейчас армия почти 200 тысяч Я правильно понимаю? Укомплектована на 99% Блять, армия 200 тысяч 200 тысяч у меня под ружьем У меня И у меня 400 танков И армия 200к И мы боимся какого-то усатого Дегенерата Нет, сторона маленькая, Кестер 200к вооруженных И 400 танков Какой нахрен усатый дегенерат? Вы че? Эксинкью Сори, если неправильно прочитал Спасибо большое за подписку Добро пожаловать во взвод Присоединяйтесь к спасению Праги От усатого Это мало? Да нихера это не мало Это у этого уже можно для того, чтобы Шухер навести Они невооруженные? Какой невооруженные? На 99 оснащенность Хан, это у тебя невооруженные Голозады и голожопые всадники Когда в Цуси мы будем играть Я их покажу Внимательно А у них миллион? Да и какой миллион у них в 38 году? Капитан Раф 38-й год 38-й год Какой миллион? А если мы еще сядем В линию укрепления Эти 200 тысяч этот миллион разъебут У дегенерата авиация и артиллерия Да авиация там, господи, еще Деревянные самолеты Картонные Так, ладно Короче Цифры мне нравятся Правда мы эти 200 тысяч Вот так вот распылили Тонкой струйкой Что в общем-то плохо Но мы еще сейчас докомплектуем О, смотрите У меня еще 60 60 тысяч, короче Призвано Мы еще успеем Но это когда сейчас Артиллерия какая-нибудь Появится Крутая Укрепимс Ладно Иди Берлин тогда Зачем? Зачем? Защищаться всегда проще Пусть разобьют А нас В своей дивизии Прекрасные Арийские Так Что-то я еще хотел Что по заводам Ладно, все 36-й год Все еще 36-й год Гитлер ударит по почкам Из Австрии Да, я этого и боюсь Вот этого Этого мы и боимся Что он ударит Из Австрии Но здесь я не знаю Что сделать Гитлер Друзья мои Гитлер Надеется Получить Послушайте Мой план Гитлер Надеется Получить Чехословакию Без боя Его генералы Боятся Большой войны Боятся Большой войны Нам Нам нужно Нам нужно Чтобы Они начали Терять войска И союзники Поняли Что Гитлер Слаб И что Им можно Остановить Так Что у нас Недостаточно Ресурсов Ну хватит Не писать Хуйню Нет дивизий Проходящих Боевую подготовку Изменение Правительства Что А Фокус Да Я понял А Все Мы сделали Мы убрали Мы убрали Дебаф Ребята Все У нас Объединенная Нация Чехи Словаки Словаки Вместе Так Так Пойдемте Возьмем Возьмем Сейчас Политический Курс Для того Чтобы В тупую Взять Нет Погодите Там есть Еще Получше Во Чтобы В тупую Взять 150 Политического Ресурса И Возьмем Себе Какого Нибудь Ультра Мега Советника Желательно Тоже Усатого Так У нас Есть Всякие Решения Политические Но мы Не будем На них Тратить Наш Ресурс Это Какой Это Кевин Спейси Ну Какой Это Кевин Спейси Он Похож На Валентина Гафта Он Похож На Советского Актера Валентина Гафта Вот Кто Должен был Играть Эдуарда Бенниша На Которого На долю Которого Выпало Конечно Невероятные Стрессовые Решения Судьбоносные А он Хотел Он Хотел Всего Лишь Маленькую Пивную Республику Понимаете Посмотрите Какие Грустные Глаза О Спасибо Большое Спасибо Большое Эксин Кью Эксинг За Опять Подписок Спейс Это не Похож На Кевина Спейс О Кирилл Латрон Вижу Ты В списке Поздравляю Советника Можно И Сейчас А Советника Можно И Сейчас 162 Вижу 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 Так У нас Вариант Это Кровавый Палач Людские Ресурсы Ненациональной Провинции Плюс А подождите У нас Ненациональная Провинция Я так Понимаю Так Как Понять Как Понять Насколько Она Национальная Насколько Нет Где Где Этот Фильтр Несколько Несколько так можно можно вернуть вернуть обычные фильтра шопик спасибо за подписку добро пожаловать во взвод и все те тоже 5 счастливчиков это микси кириллотрон рейзер ds fx 17 rain кори и спасибо xnq за такой подгон чек и владелец но я так понимаю что у меня население население судетов а она как минимум как минимум спорная как минимум спорная что так орешь то так но я бы хотел верните верните блэд пожалуйста обычный а как назывался как назывался вид который был самого начала на солдатика нажми а окей все уберись пожалуйста это нафиг а так нет дивизии проходящих база базовую подготовку короче сейчас исследуем пушечку сейчас исследуем пушечку после этого давайте модернизируем оружие и начнем оружие производить типа нормальное сейчас пока пусть что производит то производит я поставлю заводы на винтовки поставлю только давайте ну ладно пить нормально окей я понял за ты за 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 три года немцы все ничего не не а уже блядь за два у нас у нас 25 января так ладно все уговорили давайте производить а чё чё танки хотят необходимо для модернизации как-то можно модернизировать как в цивилизации нажать кнопочку хоп и все танки модернизируются я бы хотел такую опцию а блять да 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 забыли забыли короче я считаю что короче кровавый палач нам нужен для того чтобы присоединить хотя эффективность рубля зарубежной подрывной деятельности минус 30 процентов а гитлер гитлер точно будет заниматься подрывной деятельностью и урон наносимый гарнизоном минус 25 процентов я так понимаю что минус 25 процентов это вот то что будет происходить когда гитлер придет так что кровавый палач мне нравится тайный манипулятор прирост политической власти блять сука тоже хороший защита от смены идеологии короче и и ось езов против войтаха а это какой-то вообще фердинанд катлос ради ракетные площадки ядерные реакторы пошел ты нахер короче войд их против езова кровавый палач работает только на оккупированных территориях но это не это непонятно из текста непонятно из текста урон наносимый гарнизоном минус 25 процентов почему это должно быть только на оккупированных территориях там и другие министры есть другие министры поработают только при определенном фокусе друзья мои коммунист фашисты и демократ это если я выберу одну из это это если мы начнем играть в политику мы пока не играем в политику а типы министров а какие еще есть а людвиг свобода атака дивизии о защита дивизии короче людвиг людвиг рычи нам будет нужен накануне войны плюс 10 процентов к обороне так конструктор танков так что еще можно так 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 о подождите промышленный концерн шкода господи мы шкоду не купили темпы исследования в промышленности темпы исследований в промышленности шкода я ждал тебя другое так сбройка в броно темпы исследования темпы исследования а можно строительство какое-нибудь дикое нет получаемый опыт армии плюс 5 ежедневно темпы исследования схопутные доктейны плюс 10 процентов получаемый опыта авиации понятно кстати а петрик смотрите получаемый опыт армии плюс 0 5 ежедневно темпы исследования схопутные доктрины плюс 10 процентов карл вацлав петрик в какой ветке к козел фердинал катлос смотрите мы построим ядерный реактор и заделаем огромную бомбу ударим ей прямо по берлину если что еще из этого реактора можно энергию получать президент чехословакии вы выгоните его у меня нет времени на научную фантастику да 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 если есть 37 году фердинанд к катлос говорил наверное скорее катлуш я думаю по-чешски но окей но если он будет нести такую херню конечно оставь ебучий дивизии на тренировку так спокойно спокойно это мешает нам пить пиво он еще и фильтры продаст немцам короче ну чё петрик норм он будет обучать пассивно наши войска 0 5 в день так сказать короче карл карл у куку у клары украл колары ну шкода шкода да ну нахрен блин я думал шкода будет производить что-то это темпы исследований в промышленности кому это надо обучение 0 5 в день я и говорю это очень очень по-чешски обучение 0 5 в день короче-то я за петрика давайте блять там еще есть черти о франтишек гавил потеря от истощения минус 8 так подготовка летчиков истребителей ты куда блять лезешь то скорость восстановления так ввс так кричи верфь шкода а куда делся блять я потерял петрика а во теоретик теоретик он еще и теоретик то что я люблю и так теоретик то есть реально пивной теоретик получаемый опыт армии плюс 0 5 в день если вы правильно поняли темпы исследования скопутной доктрины плюс 10 процентов кстати скопутной доктрины мы исследуем вот так вот поехали а подождите тренировки тренировки ну давайте тренировки ладно давайте уговорили уговорили у у у у у у у Э-э-э, бой. Довоенная артиллерия. Блин, звучит, конечно. Так, а доктрину мы исследуем, да? Исследуем. Сейчас нам поможет промышленность. Концентрированная промышленность 2. Вот тут Шкода бы, конечно, помогла. Ну и хер с ним. Нафиг тренировки, а не все твои винтовки сажу. Миша Шапкин и Лев Тигроед. Нет, пожалуйста, придите к какому-нибудь консенсусу по этому поводу. Да нет, винтовок вроде больше становится. А, нет, нихуя. То больше, то меньше. Да, они их реально калашматят на... Они их реально калашматят на сборах своих. Все дополнения... Да, все... Нет, куплены все дополнения, кроме последнего испанского. Майкл Шапкин. Да, все дополнения, кроме испанского. А моды нет. Моды, слава богу, нет. Не доросли. О, тренировочка пошла. Да, пивные брюхи, потому что отъели. А смотри, там... Унтер-офицерен... Собираются. Хватит говорить стримеру, как ему играть. Да ладно, я просил. Я просил. Не-не-не-не. У нас сегодня открытое бета-тестирование, поскольку я мог не стримить, а сидеть в однищи, смотреть эти многочасовые гайды. Их в сети великое множество. Просто какое-то кошмарное количество. Вот этих вот обучалок, как играть в хои. И я, соответственно, мог запустить эти хои, не знаю, после Цусимы. Но я подумал, к черту. Тем более, что я думал, что она мне вообще не заработает. Она у меня все-таки заработала. Я подумал, ладно, давайте коллективно учиться, поэтому я об этом предупредил. Советов я на самом деле прошу. Только давайте конструктивные советы, а не просто какой-нибудь... Не знаю, фейспалмы. Фейспалмы оставьте, не знаю, для наших политиков. Фейспалмы, которые ты производишь, идут на склад и все. До тех пор, пока сам не поставишь их в шаблоны дивизий, они ничего не сделают. Так что придется разбираться. Да, Шопик, спасибо тебе большое за мощный донат. Невероятный, неожиданный, крутой. Спасибо тебе большое. И плюс ты еще дал ценный совет. То есть прямо... Прямо... Роскошь сейчас ты предоставил. Я, в принципе, понимал эту штуку. Сейчас у меня подкопятся людских ресурсов. Я сделаю еще несколько дивизий. И да, я согласен, придется разбираться в конструкторе шаблонов этих дивизий. Ну и там будет несколько зениток уже. Неплохо. У меня даже авиация есть, я правильно понимаю? У меня даже авиация есть. Вообще, понимаете, насколько Чехия мощна? Ну, правда, сейчас эта авиация занимается тем, что... Пивас, конечно, этот... Транспортирует. Ну, нормально. Опыт какой-никакой. Больше времени уделять развитию пивоварения я бы... Я бы уделил. Я бы уделил. Вот, саперная рота. Это, видимо, в шаблоне, да? Специально будем делать. Сейчас, короче. 1 мая 37-го года. Короче, первую половину даже 38-го года можем все еще заниматься пивоварением, но в целом начинать, начинать потихонечку. Так, кстати, кабинет министров. Какому вы решению пришли по поводу тренировок войск? Действительно, они на сборах этих сраных своих тратят... Тратят мои, мои купленные за продажу пива винтовки. Действительно, их не становится больше. Они их действительно транжирят. У немцев будет 2000 самолетов к войне с тобой. Не исторично как. Как это не исторично? Заводы стоят. Да. 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 Национальный фокус стоит. Боже мой. Изменение правительства. Вы можете изменить. Почему? А, у меня... У меня же фокус. Так, так, так. Кого мы там еще хотели? Кто нам дикий бустерию обещал? Оборона. Защита дивизии. Ну, крейчи, короче, я тебя понял. Восстановление. Потери от истощения. Истребители атака. Понятно. Папа досвидос. Конструктор танков. Темп исследования бронетехники. А во, Шкода. Бронетехника Шкода. Темп исследования бронетехники плюс 15%. Броня плюс 5. Противотанковая атака плюс 5. Ну, че. Шкода. Сначала промышленные ставь. Что? А у меня есть промышленный советник? Темп исследования в промышленности. Вот эту Шкоду ставишь? Я знаю, что со сталью беда. Потому что ее в Румынию продают идиоты. Коррупционеры. Сволочи. Негодяи. Промышленных советников и министров. Ну, вот. Я понимаю, что... Так. Ну, Шкоду я хотел... Так. Шкода. Темп исследований в промышленности. А мы успеем, ребят. Это... Это все остальные страны будут. Да. Кто до 39-го? Кто до... Кто аж до 41-го года поднимать себе промышленность? Индустриализацию проводить? А он ко мне Гитлер придет в следующем году. Или Йозефа ставить? Прирост политической власти плюс 5% защиты от смены идеологии. Ну, короче, Шкоду советую. Ладно, давайте Шкоду. Тем более, что мы как раз сейчас исследуем промышленные штуки. Так. Че-че-че-че-че меняй? Скоро Австрии все. Да. Откаты за продажу стратегического сырья. Да просто пипец. Просто, просто позор. Так. Мне что-то там говорили про экономику. Гонять на Шкоде будешь. Да. Шкода, кстати, хорошая машина. Реально хорошая. Так. Келевра подписался на канал. Подарок от Грегори Твич Ченнел. Спасибо, Грегори. Григорий. Келевра. Да. У тебя же модераторский статус. Если я не ошибаюсь. Посмотри, что нужно для ограниченного экспорта в типе экономики. Так. Тип экономики. Тип экономики. Так. У меня еще фокус не выбран. А экономику? Где я куролесил-то? Че я там делал? Че я там нажимал? Дико. В торговле? Нет. В исследованиях? Нет. Где, блядь, экономика? Сука. Слева от тостера. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, блядь. Ха-ха-ха-ха. Какого тостера, блядь? Тостер. Что здесь? А, вот тостер. А! Блядь. Боже. Боже. Интерфейс от бога. Ээээ. Ограниченный экспорт. Что мне нужно? Одно из этих условий должно выполняться. Правящая партия демократия в состоянии войны. Любое враждебное государство. Фабрик больше, чем 20 сексов. Ну, короче. У меня пока не работает ограниченный экспорт. Потому что нужно что? Нужна война? Ага. Ага, 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 ага. Так. Расширенный призыв. А, к хер там. Фашизм или коммунизм. Так, сейчас через тостер. Короче. О, Грегори. Грегори дарит подписки модераторам. Эй, бедед. Поздравляю. С подписоном. Так. Так, 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 так. Нет. 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 Или да. Ранние мобилизации. Фабрики, производящие товары народного потребления. 30%. Прирост горючего нудийца нефти. 12-25. Скорость строительства военных заводов. Ну, это что-то тоже какая-то шляпа. Частичную мобилизацию. Фабрики, производящие товары народного потребления. 25. Скорость конверсии военного завода фабрику. Минус 10%. Скорость конверсии фабрики военной заводной. Прирост горючего на единицу нефти. Минус 10%. Скорость строительства военных заводов. Плюс 10%. Ага. Ну, это звучит норм. Но это тоже вообще не влияет на торговлю. Да. Как-то неспокойно стало. Неспокойно стало в Чехии. Государство Гуансийская клика вступает в альянс. Объединенный Китайский фронт. Государство Китая и Гуансийская клика. И Гуансийская клика. Мне нравится, как здесь неприкрыто иногда называются какие-то государства. И какие-то есть описания у советников, да? Фашисты, демагог. Гуансийская клика. Такой, здравствуйте. Вы посол какой страны? Мы Гуансийская клика. И моя должность фашисты, демагог. Государство Китая и Гуансийская клика опубликовали сегодня совместное заявление о том, что последнее стало полноправным членом альянсов объединенный Китайский фронт. Будущие покажетки цели захватческие или оборонительные преследуют это сотрудничество. Но военные обеих стран, вне всяких сомнений, уже готовят совместные планы. Опять 25. Я сижу в Брно, попиваю пиво, читаю газету и такой... Гуансийская пиво является единственным оригинальным польским стилем пива, который можно охарактеризовать как смесь бомберского рауфбира и баварского белого пива. Используется пшеничный солод. Ялка, вот ты специально это просто говоришь сейчас. Я сейчас просто остановлю стрим. Сейчас сколько время? Блин, полдвенадцатого? Уже поздно практически. Но я найду способ. Может быть, не градзийского пива, но уж какого-нибудь-то точно можно найти. Когда уже завтрашний вечер? Я уже просто представляю этот вечер. Наконец-то в баре спустя 4 месяца. Летняя площадка, летняя веранда, футбол, Спартак-локомотив. Просто вот как время проводят сейчас наши сограждане в Чешской Республике. И они смотрят на эти новости. Государство Гуансийская клика. Чего, блядь? Образован Объединенный Китайский Фронт. Чан Кайши и Мао Цзэдун выступили совместным с заявлением о том... Кстати, обратите внимание. Чан Кайши и Мао Цзэдун вместе. Это потом они рассорятся. В пух и прах. Что они урегулировали свои разногласия перед лицом японской угрозы. Обе страны обязались проводить строгую политику ненападения в отношении друг друга до окончания войны с Японией. И поклялись, что сделают всевозможное, дабы сдержать натиск агрессора. Ряд менее влиятельных генералов также заявили о своей поддержке. Войсками теперь командует Чан Кайши. Пока неясно, уживутся ли эти давние враги, когда-то развежавшие гражданскую войну в Китае. Многие эксперты уверены, что это лишь отсрочит неизбежное поражение Китая. И непрочный альянс. Ну да, Мао Цзэдун больше харасил и кукожил Чан Кайши, чем сражался с японцами. Ну и Грегори Твитч Ченел подписался на канал. После того, как подписал двух модеров, подписался сам. Спасибо тебе большое. Добро пожаловать в наш взвод. В наш пивной отряд, который встанет насмерть на защиту свобод пражских пивных. Виктор, что думаете по поводу закона о запрете баров площадью меньше 50 метров в СПБ? Ну, это странно, это жалко, потому что Питер славится именно такими случайными камерными барами. Это круто. Но, наверное, это привело к тому, чтобы открывалось очень много подозрительных баров. Ну, бар 50 квадратных метров. Ну, это реально же, ну, это квартира. Это квартира. Наверняка не соблюдаются нормы санитарные, поэтому, ну, 50 метров бар. А там еще и кухня, пойди, вмонтирована. Ну, то есть, это такое дело. Вот. Хотя жалко. Я надеюсь, что некоторые останутся. Что как это сделано специально для того, чтобы исчезли совсем подозрительные. Вот. А нормальные, как обычно, договорятся. У нас же так это все происходит. Сначала драконский закон вводят, чтобы всех напугать. Потом ты начинаешь договариваться. А потом это правило обходится. А потом его нахрен отменяют. Ну, как обычно. У нас же поначалу, сначала, если что-то выходит из-под контроля, сначала запретить. А потом, а потом начинают гаечки в определенных местах, где больно, начинают отпускать. Это наши государства делают всегда. Я к этому привык. И, как бы, вижу, что обычно это как с телеграммом. Ну, и со многими вещами. Сначала первая реакция запретить. А потом начинают отпускать, потому что не соблюдается. Не соблюдается. Вы же понимаете, да, что коррупция, она работает с двух сторон. Коррупция работает сверху и снизу тоже. То есть, когда запрещают бар 50 метров, но исполнительная власть кто? Исполнительная власть это те же, это та же полиция, Росгвардия. Он приходит к тебе, а ты ему даешь на лапу. И все. И он закрывает глаза. И твой бар 50 метров квадратных продолжает работать. Ничего не меняется. То есть, коррупция, она же работает с двух сторон. Коррупция в руках граждан это инструмент. Это инструмент точно такой же. Для того, чтобы не соблюдать те законы, которые тебе не нравятся. Я понимаю, что это такая фиша, тема, но я на коррупцию смотрю неоднозначно. Для граждан коррупция это точно такой же инструмент подтачивания. Подтачивание ненужных, неуместных. Нет, хорошо бы вообще не платить, конечно. Безусловно. Но сам факт того, что закон можно не выполнять, на самом деле, успокаивает. Пан президент, выберите фокус. Да-да-да-да-да-да-да. Я куда-то в альтернативную реальность улетел. Так, давайте. Собственная антанта. Боже мой. Доверие Западу. Никакого доверия Западу. Но они приводят к регрессии и только и тормозит развитие. Да, это бедет. Ну, короче, потом как-нибудь поговорим на эту тему. У меня есть свои мысли на этот счет. Не, это не совсем так. Не совсем так. Коррупция в том или ином виде, она присутствует везде, во всем мире. И в США, во Франции вообще как у нас. В Италии еще хуже, чем как у нас. Поэтому это такая ситуация. И что, во Франции, что прям, пиздец-пиздец? Нет, не сказал бы. Поэтому тут главное, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка. Я считаю, что тоталитаризма в нашей стране не будет до тех пор, пока полиция подкупна. Как только она станет превратиться в рыбокопов, которые будут выполнять все законы беспрекословно, вот тогда наступит пиздец. Вот тогда наступит пиздец. А пока не разъебая, на самом деле, нас, на самом деле, это все, 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 кого трогают, это все, это все политические дела громкие и показуха, блядь, сплошная. Я боюсь, я боюсь власти рыбокопов. Вот когда они будут абсолютно выполнять закон, вы же понимаете, да, вот кто принимает закон, да, то, то, то и происходит в стране. Когда у власти непонятно кто, и он принимает законы, эти законы выполняются беспрекословно. Вот тогда, мне кажется, наступает закон, тогда наступает пиздец. А пока у нас швейки в рядах полиции, я считаю, что это, по крайней мере, это защита от тоталитаризма. Это стопроцентная защита от тоталитаризма, потому что диктатор может какие угодно законы платить, какие угодно законы платить. А исполнительная власть — это рядовой солдат швейк, которому сходить бы в пивную ближайшую. Такие дела. Так, мы хотим получить, наверное, политическую власть еще. Для чего? Для того, чтобы взять еще какого-нибудь советника. Но, в принципе, 7 мая 37-го года... Ладно, давайте фортификации. Все, некогда. Некогда. Некогда! В СССР не было коррупции. В СССР коррупции было гораздо меньше, но разъебайство было, конечно, было. Ну, нет, СССР был тоталитарен, конечно. Ну, смотря в какие годы, смотря в какие годы. По-разному, по-разному. Но разгибайства было тоже много, поэтому назвать это прям совсем тоталитаризмом... Ну, в определенные годы можно, в определенные годы. Но не во все, конечно. Но коррупции было меньше, коррупции было меньше. Поэтому, поэтому государство могло творить все, что угодно. Но, еще раз говорю, наш русский менталитет, русский менталитет, на самом деле, стал таким препоном превращения прямо в абсолютное тоталитарное государство, как Германия, например. Где, если тебе сказали делать, ты идешь и делаешь, и не спрашиваешь. И тебе не лень это делать. Если тебе сказали, что сегодня мы в концлагере, у нас сегодня, как это называется, длинный рабочий день, надо перевыполнить план. Идешь и перевыполняешь. Еще подробно записываешь. Поэтому, я говорю, смотря при каком правительстве, при какой власти. Когда власть тебе не очень, то я считаю, что коррупция в целом это норма. Там должен быть определенный уровень коррупции, чтобы это не превращалось в совсем деградацию. Конечно, коррупция это деградация, безусловно. Но небольшой процент народовластия в виде коррупции, я считаю, что это норм. Небольшой процент. Это не значит, что ты должен откупаться от всех преступлений, например. Конечно, нет. Конечно, нет. Но какая-то сраная административка и сраные бюрократические препоны, которые просто устаревшие морально, проходить без очереди, например, это абсолютно нормально. То есть должен быть, знаете, такой определенный процент коррупции в стране. Специально, чтобы народ мог этим пользоваться. Потому что смотрите на это как на народный инструмент. Не как инструмент власти, а как народный инструмент, который сдерживает, на самом деле, амбиции власти, который хочет, на самом деле, чтобы все выполняли беспрекословно приказы. Беспрекословно. И если есть закон, значит, причем мудовый, да, какой-нибудь, все должны, соответственно, взять под козырек. А в России кто-то ленится исполнять, кто-то, блядь, просто тупит, кто-то даже не читал, что ему спустили. Кто-то за взятку просто не ходит проверять заведения 50-метровые. И все. Закон принят, а он не исполняется. Такие дела. Народный ответ. Отсутствие коррупции только показатель тоталитарного режима и той же коррупции на высших уровнях. Отсутствие коррупции только показатель тоталитарного режима и той же коррупции на высших уровнях. Но отсутствие коррупции на нижнем уровне, вот это показатель тоталитарного режима, я считаю. Ладно, короче, мы об этом поговорим, когда будем играть за соответствующие государства. Сейчас нас волнует один уровень коррупции. Чтобы, сука, металл прекратили продавать в Венгрию, блять. Вот это не просто коррупция, это национальное предательство. За такое, сука, расстреливать нужно. Это предательство национальных интересов. Это саботаж, блять. Военная полиция. Вот, чтобы швейков ловить, нужно разрешить взятки пивом. А вы почитайте, если вы не читали, чтобы понять вообще чешскую душу, почитайте, конечно же, солдаты Швейка. Вот, там показывают Австро-Венгрию. Ремонтная рота. Солид 2, прекрати, пожалуйста. Уже разобрался в игре или нужна помощь? Юрий, спасибо. Да, разбираемся. Разбираемся прямо сейчас. Уже третий час. В общем, весело общаемся, разбираемся. И в целом норм. Спасибо. Спасибо за донат. Спасибо за предложение. А солид 2 не отставлю. Потому что опять пишет про пиво. И опять снова его дико захотелось. Я прям представил этот стакан холодного такой. Ой, боже. Так. Доктрина. Доктрина. Доктрина развивается. Что я хотел? Давайте. Да что ж такое-то? Оружие огневой поддержки. О, защита. Давайте. Ну, нормально. Готовимся. Швейк. Это топ-книга. Жаль, не дописал. Да. Ужасно жаль. Да что такое-то? Катастрофа Гинденбурга. Немецкий пассажирский корабль Гинденбург взорвался сегодня при выполнении посадки на базы в Лейк-Херсте, США. По неизвестной пока причине воздушное судно загорелось и рухнуло на землю, погибло 35 человек. Вот они первые авиакатастрофы. О, человечество. Есть что обсуждать пивных. Конгресс США принимает закон о нейтралитете. Напряжение повышается по всему миру, и в Конгрессе США не утихают дискуссии о роли, которую государства США должны играть на мировой арене. Многие конгрессмены опасаются, что президент Франклин Делана Рузвельт может строить секретные планы по вмешательству европейские или азиатские войны. Некоторые до сих пор помнят, какую роль страна сыграла в Великой войне, и желают избежать вмешательства в чужие дела. Великая война, так называли Первую мировую. Желая привлечь больше сторонников к своей программе экономической реформы, президент Рузвельт подписал закон о нейтралитете, который накладывает серьезные ограничения на торговлю с высшими странами и прямо запрещает президенту предлагать какую бы то ни было поддержку другим странам. Это вот настроение в США. 1937 год. 1937 год. Настроение в США не в вмешательство. И только японцы с помощью Пёрл-Харбора. Но на самом деле, на самом деле там все шло к войне. Потому что японцы, американцы наложили эмбарго на Японию и оставили ее без нефти. У японцев не было другого выхода. США, можно сказать, спровоцировали Японию. Ну, они практически отрезали ее и сказали, все, сидите у себя там. Вся нефть, которая находится в Тихом океане, наша. Японцы такие. Ты ебанулся, дружок. Из США такие. Не вмешательство. Мы не вмешиваемся. Мы просто говорим Япония, иди нахуй. Ну и... И случилось то, что случилось. Так. Мы продолжаем. Мы продолжаем тренироваться. Ладно, давайте уж тренироваться. Правда, винтовок это нам не добавляет. Винтовок это нам... Это нам не добавляет винтовок, друзья. Недостаточно ресурсов. Прекратите национальное предательство, потому что... Видел Гитлера, это тебе Чехия показала. Да, 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 да. Я тоже видел. Германская чума полмир захватывала, а у США не вмешательство. У США были съезды нацистов на территории США. Почитайте про нацизм США и лоббирование немцев. Дисней был лоббистом нацистской Германии. Прием, как слышно. Государство Шан-Си вступает в альянс Объединенный Китайский фронт. Государство Китая и Шан-Си опубликовали сегодня совместное заявление о том, что последнее стало полноправным членом альянса Объединенный Китайский фронт. Будущее покажет, какие цели... Ой, все понятно. Опять, опять, опять китайские дела... Нас не касаются. Так, снова кто-то шкаф передвинул. Доступное решение. Не-не, это без меня. Недостаточно ресурсов. Доступная чека для исследования. Активная оборона. Активная... Временный след... 323 дня. А у меня же там, типа... У меня же, типа, там какие-то черти есть на ускорение. Нет? 323 дня! Меня Гитлер сожрет! Временный след... Сука. Ну, то есть... То есть, на самом деле, США колебались. США колебались. США очень сильно колебались. Не только, не просто по поводу невмешательства, а может быть, как бы, за Германию того-сего. Историчность, конечно, надо было убавить. Было бы веселее. Следующий катке так сделай. Почему, Хан? Историчность, это круто. Исчезновение Амелии Экхард. Знаменитая Амелия Экхард, первая женщина-авиатор, пролетевшая в одиночку через Атлантику, пропала без вести вместе со своим штурманом, Фредом Ноном, близ острова Хауна на Теком океане. Какая потеря для авиации? Что мне Чеху, сидящим в Бурно? Я представляю себе. Чехов такие сидят с газетами, пропала авиаторша такие. Нефиг лесть было! Человек создан по земле ходить. Долеталось! Был тут один фронтишек, так он это, на метлу сел и с мельцы спрыгнул. О, дурали! И вот так вот, и вся пивная ржет. Планирование фортификаций. Я сейчас расплачусь. Ранние укрепления в Судетской области. Если Гитлер нападет через Австрию, пошел он нахрен вместе, вместе просто с этой игрой. Пошел он нахрен. Это не честно. Австрия еще держится. Че там в Испании-то? Так, республиканцы всрали Мадрид. Отступают к Барселоне. Где-то там Хемингуэй готовят кровавую мэри. А в реальности как напал? А в реальности без боя, без боя отдали Чехословакию. Поделили. Англия, Франция, Германия, Италия. Польша потом подсуетилась и Венгрия. А мы дадим бой. Мы изменим историю. Все историки сходятся во мнении, что если бы Чехия не сдалась бы без боя, неизвестно, как бы повернулась история. Диджей Экрус подписался на канал. Спасибо большое. Или Диджекрус. Добро пожаловать в наш пивной взвод. На защите Праги. Пишет, по ком звонит колокол. Да, 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 да. Ему там вообще, слушайте, гражданская война в Испании. Погода, класс, вино, завались. Не, конечно, любая война, уж тем более гражданская, это ужас и кошмар. Но почему-то, когда представляешь себе испанскую гражданскую войну, представляешь себе какой-то такой все-таки какой-то романтичный. Хотя, конечно, она тоже была ужасной. Но вот почему-то вот именно испанская представляется... Ну, там еще и Хемингуэй, понимаете, он не только там был, он еще и выжил, сука, еще и книгу написал. Ну, то есть, мне кажется, больше времени он там в барах проводил, то есть там... То есть, поскольку Хемингуэй известный был бухарь, значит, во время Испанской войны точно можно было где-то нормально, нормально посидеть, пожрать. Сиесты и фиесты. Вот да-да-да-да-да-да, что-то вот такое представляется. Чекай фокус у Адика, а... А как я прочекаю фокусы у Адика? Наверное, через дипломатию? А я так понимаю, мне нужно шпионов, да, засылать каких-то? Я себе, блядь. Это к вопросу о том, как играть за великие державы. Просто посмотрите на это... Посмотрите на эти фокусы. Ебучие. Да ты не клоун, ты целый цирк, да, пиздец. Пиздец. Да, за Германию, конечно, вариантов множество играет. Но, кстати, за Германию тоже, блин, интересно. Вот тоже. Я бы за Германию, если я бы сыграл, я бы попробовал план средиземноморский. Воевать с Англией с колониями английскими. Это очень перспективно. Очень перспективно. Ну, ладно, это мы уходим от темы. Я не знаю, вижу я его фокусы или не вижу. Мне кажется, я не вижу. Ни хера. Это в голову Кадику залезть. Я что, охуел? Там можно вернуть Вильгельма на трон. Да, 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 да. А играя за СССР, можно Троцкого к власти привести. Если великую чистку не устроить. Охуенная игра. Как я сказал, оху... Как должна была бы моя цитата быть на обложку диска? Что там, охуенная, охуенная игра? Так, чё, чё, чё у нас? Чё? Заводы? Свободные военные заводы. Так, надо прекращать. Нет, пацаны, пацаны, мы прекращаем тренировки. Так, Выцеховский, хорош. Просто хорош. Опыт армии. И ещё, не забывайте, не забывайте, что Петрик, Петрик, по 0,5 даёт армии каждый день. Так, ээээ... Или это, или это из ресурсов. Сука, ёбаная. Когда же то, когда же то Румыния сраная... который мне не всрался чем ненародная коррупция вот так ребята кто-то покупает зачеты кто-то право а кто-то курочки командиры подлодки у 96 но денис по поводу и 96 тебе виднее папа по 005 поступки а ну да не совсем по 05 а по 005 порошная игра по порошной вселенной подожди адик погоди адика только начало вот если ты всрешь всрешь чехии вот моей чехии которая максимально не готова вот это будет вот это будет для тебя сюрприз так чё делать с этой венгрии я просто я не могу ну что я я правда не могу запретить блять торговать не очень издеваетесь что ну сука ну мне ну вот чё-нибудь какие-то галочки понажимать ну пли я еще производства могу дать делать у меня заводов нет все равно сделай больше дивизии я сделаю я сделаю больше дивизий я сделаю сделаю у меня мне как раз на роде съесть не можешь так так друзья ну сейчас давайте по оружии понаделаем хоть чуть-чуть свободные военные заводы ты шо вот пошла пошла руда доступно решение исследования у эффективность производства это я люблю может в следующий раз катку за израиль начнет там и фронта нет почему 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 там же будет за суэцкий канал тут будет грязня потому что если перекрыть суэцкий канал то там с поставками бритишам наступит такой кирдык по и почему почему британцы так сражались за африку они за кэш суетский канал защищали и а а гитлар вместе руками руками ромеля итальянцев собственно рвался суда но вот здесь где-то получил пиздуль генций прекрасная чехословакия светится в ночи вам пара привет привет играю за чехословакию и уже ты видишь да что третий рейх практически практически заглотил скоро скоро начнется мюнхенская конференция и мы готовимся ползеньское пиво не сдадим никогда никому так чё еще что 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 еще нам нужно сделать успеть по пока гитлар не пришел рейх на свинью похож но я считаю что это волк я считаю что это волк это волк вот два уха вот рот ну такой с свиноволк свиноволк так заводы заводы стоят так фокус раннее укрепление в судецкой области чтобы просто зубы обломал гитлар просто зубы чел медведа свин назначить фельдмаршалом успеть да а кстати кстати так производство дивизий давайте друзья мои нужна помощь нужна помощь производства дивизий и так наборы размещения просто я уже вспотел наборы и размещения так шаблоны конструктор дивизий а где звездочки какие звездочки то я трачу а вот эти так пешей дивизия что мне принят что мне нужно прямо чтобы вот мы мы защищаемся давай в пехотный это поль батальон не помогло а это вот это вот это вот звездочки нифига себе цена какая жопаная а пехотные батальоны а почему меня саперов нет я же открыл саперов где саперы а во подержка по подержка 10 звездочек 17 сохранить 15 а почему все за деньги-то блед от 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 танки то есть надо было а так вот для чего тренировка ребят а вот для чего нужна была тренировка это не очень это не очень логично честно говоря почему почему тренировка вы цеховского влияет на создание нового батальона это как сука вообще в принципе сходится то как это блед работает в принципе неплохой вариант сейчас но 21 ширина типа не оптимально но в данном случае неплохой вариант будет бри арту у тебя негармоничный фронт ширину фронта не превышает 20 а это норм я вот это я пока не понимаю ширина 20 сука просто иди защищай прагу от фашистов я что много прошу ну что путин сидит и вот так вот вот этот сидит касочки блять выбирает он просто приказывает шойгу и говорит иди блять делай работу почему я должен это делать это отвоевать гавайи и устроить советский перл хардор и потом устроить там трофейный завод ананасов и жигулевского пива да хорошая тема только пожалуйста я прошу вас не упоминайте пиво сейчас я просто не могу у меня жажда какая-то прям появилась сейчас если я уже жигулевская готов не ананасовая внедрить себя гитлер четыре часа не может напасть и слава богу и слава богу убери арту бери убери кассочку потом кассочку меняй на арту нет не 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 вот так нет ребят давайте так вот такие советы лев тиграет такие советы мне не нужны потому что они бесполезны я сейчас делаю бездумно какую-то хуйню и так я а вот ширина фронта я вижу 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 ага если что-то советуете то please конструктивно чтобы я понимал принцип взаимодействия иначе это это глупости какие-то так не интересно не честно и безблагодатно живу в праге бросил пить пиво ну я бы можешь тоже бросил бы живя в праге сколько можно водички попей до водички пожалуй попью да давайте давайте по водичке пройдемся хотя самая типичная дивизия 7 касок две пушечки так вот это что это что защита плюс 10 модификаторы базовые параметры не сколько параметров ёшкин кот неужели вот реально шойгу сидит и вот это вот вот это все смотрит ну тогда он не зря свои деньги получает вот что я могу сказать ребят короче guys саперы артиллерия 6 касок танчиков нема не знаю где их взять а можно подождите а можно ведь не инфантри дивизион поствор арман дивизион моторизированная оба если она хрен себе танки блять почему я пока должен покупать танки за за очки за опыт армии чё за придятина как это как это объяснить то самому себе видите про ширину фронта хрен поймешь там формула как у лабачевского просто прими что армия эффективность шириной фронта кратный 20 здесь приседать спасибо спасибо за совет окей приму может опыт танкистов ты покупаешь не танки ты покупаешь возможность включить танки армии я понял это вертолет босс я это понял я просто пытаюсь понять как это ну объясняется типа ну окей я я приму это так что опыт армии что у тебя типа неопытная армия и неопытные командиры и они не готовы не готовы к новому ведению войны типа подключать моторизированные части действовать танками то есть у них типа опыта недостаточно они не видят возможности ну допустим допустим но откуда опыта взяться господи мы там с волками воюем разве что командный состав тренируешь ну да я я окей принято так если я уберу артиллерию а как ее убрать удалить ширина фронта 18 ширина фронта показывает сколько места занимает эта дивизия в бою например при ширине фронта равный 80 вы сможете разместить 4 дивизии шириной фронта равный 20 ширина фронта 20 окей а еще по пивным бутылкам стреляем да да пивной тир у тебя под каждую дивизию свой шаблон а если я пушку добавлю вот сюда или это будет типа тупо короче мы вооруженные винтовкой вот этой хз 29 винтовкой виктор зуев 24 80 миллиметровая пушка это вот она что ли а я хотел 30 а я хотел противотанковую а вот она противотанковую в какое место ставит роли не играет ну слава тебе господи в атаке пошире в защите поуже дает смешно там у тебя есть отдельно танковой дивизии у них есть свой шаблон понял понял ну короче ладно все учимся учимся учиться учиться можно только на опыте сохраняем да с таким звуком что просто еще дальше а обучить да а вот она да у меня товарищ главком мы готовы отряды темные полутемные заняли бары в восточной части страны отряды светлые резаные закрепились на западе ждем гостей не дождемся начнем учения я понял спец спец подразделение крушовицы круто круто но я я я за войска особого назначения козел козел светлый даже нет даже нет давайте не это операция операция козел светлый операция козел темный это это наша наша защита будет судетской области днем это операция козел светлый ночью опер операция козел темный ну и не козел козел давайте учитесь говорить по-чешски ну давайте обучить . типа где обучить можно до а ты pto производишь pto это что такое pto противотанковое орудие ну да вот вот этой пешей дивизии у меня есть противотанковая ну блять я не знаю ну 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 давай здесь морали да можно можно класс давай сколько можно обучение давай 3 дивизии так рыхла так быстроходную дивизию они правда будут это символы они правда будут с говнотанками прям совсем легким танком но шо делать зато с отрядом конной разведки так давайте вы из праги будете куда ты делся так на заводов не делают pto твои а их назову ну сейчас подождите 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 дайте дайте соберем людей мы потом не производим потому что что откуда такая любовь к пиву не уж то прям настолько вкуснее вина или ликера билис водки виски ну вот то что вот все что перечисленное мне что-то не вызывает как будто пить это не знаю мне просто нравится пив что можно пить довольно долго ну и плюс на воду похоже ну смотри какое конечно смотри какое но последнее время мне нравятся хелесы и пилснеры как раз пуз и ползеньская потому что можно просто реально пить потом папа пошел поссал и в общем то как будто ничего не был сам процесс ну и вкус нравится так возвращаемся нашу нашу пивную мегастрадальную республику что из этого тогда нужно убрать потом никто не делает но окей сейчас будут делать сейчас будут делать ваше сраное пт о вот она ну вот что-то маловато маловато будет нет так гитлера мы не ну полтора танка в день нормально вверх линии ставь чтоб сталь дошла до них чё ее можно передвигать а да чтоб сталь до них дошла ну потому что венгерские партизаны суки верните сталь мою вообще меня очень ничего не хватает чё с этим делать непонятно торговля заводы ну окей ну появятся у меня заводы и чё ну сейчас мне появятся лишние заводы закупим стали покажите мне короче шаблонами более-менее что-то стало понятно а погодите 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 еще не все понятно дай разогнаться заводом да я даю загнаться заводом я их вообще не трогаю вообще не трогаю я просто я я хожу мимо и такой на часы показываю у на я я в стране повесил огромные часы на башне вот как раз в праге в праге там есть как раз площадь с часами вот на этих часах я нарисовал гитлера что типа вот до до прибытия гитлера осталось столько-то времени и там вот если были в праге или видели там есть часы такие фактурные средневековые я с открывающимися значит вороцами там фигуры и вот там фигуры гитлер такая выезжает и козел эту фигуру гитлера на силу и до 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 вот этой вот сцены у нас остался год а заводы такие ну дайте нам разогнаться такие сидят спивасы такие ну дайте разогнаться сударь ну чё ты начинаешь это я нихуя не понимаю ты да 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 Не понимаю Количество дивизий, которые пройдут обучение на этой линии перед развертыванием Если выберут параметр бесконечности, обучение следующей дивизии начнется сразу же Ээээ Давайте так Пивзаводы уже бутылочные линии под фугасы оборудуют, дожили Нет еще, еще нет, еще приказа не было А, короче, они будут прям вот бесконечно, да, все это производить? Пока народ есть, да, я правильно понял? Пока народ есть и пока есть снабжение, да? 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 То есть, короче, солдатиков и танкетки Сейчас у меня будет, типа Конвейер Я правильно все понял? Аааа Да? Давайте Советский Союз проводит чистки в рядах офицеров. Советское командование понесло серьезные утраты. Тимошенко пока. Государство Японии объявляет войну государству Китай. Ну, конечно. А до этого вы там просто, блядь, рыбу ловили. Немецких шпионов ищут. Троцкистов. Троцкистов. Тут реально, понимаете, в этой игре, если не провести великую чистку, то к власти приходит Троцкий. То есть разработчики, как бы, поддерживают эту теорию. Чистки высшего военного командного состава. Что все это было сделано не без причин. Так, 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 так. Государство Юнь Ян ступает в альянс Объединенный Китайский фронт. Инцидент на мосту Марка Пола. Государство Сибэй... Ой, пожалуйста, вот это вот все не надо мне. У меня проблема. Неурожай. Хмель в Брно. Вот это проблема. Инцидент на мосту Марка Пола. Че им не живется, а? Че там, кстати, в Испании? Понятно. Вот им не живется. Так, свободные военные заводы. Так, свободный военный завод. Я правильно понимаю, что я могу сейчас дико торгануть завод. Например, с Франции. А, он на фабрике, он не на военные заводы. Блэд. На гражданские. Да-да-да, на гражданские. Я понял. Ну и хрен с ними. Ну и хрен с вами со всеми. Хрен с вами со всеми. Нет, стоп. Дай-ка... Маловато. Маловато. Маловато вооружения. Гитлар идет. Гитлар идет. Так, а че по Альянсам-то? Мы будем это? Нет? Румыния какая-то, блядь, сраная. Ненавижу тебя, Румыния. Что за экран дипломатии? Что с ним стало? Где страны? О! Чемберлен? Так. Ну короче, ладно, хрен с ним. Дипломатия не о чемная. Танки нужны. Тигры с крестом, такое количество бронетехники на завтрак едят. А где посмотреть количество армий? Я уже забыл, Блэд. Так, ладно. ПТО надо усиливать. Ага. Ага. 200 тысяч под ружьем. Вот это армия. Насколько геморно было организовать в те годы... Сигры в 37-м году. Допустим, из той же Чехословации до город Кургана. Не будут с бумагами мучить. Насколько геморно было организовать в те годы научный поход, допустим, и той же Чехословакии до города Кургана. Леополь, 280 метров. Скоро свидимся. Иди к черту. 37-й год. Насколько геморно было организовать в те годы научный поход, допустим, и той же Чехословакии до города Кургана. Не будут с бумагами мучить. Ну, в смысле, границы уже тогда появились. Границы в современном понимании появились где-то веке в 19-м. Когда появились национальные государства огромные. Поэтому, я думаю, что сложно было с бумагами. Сложно. Но можно. Ну, там того же Ильфа и Петрова читаешь там же эти. Немецкие специалисты приезжали в СССР. Иностранные журналисты. Но все, конечно, по бумагам. Просто так. Граница на замке. Все ДЛЦ... Да, все ДЛЦ. Все ДЛЦ. Но играем за... Но нету главного ДЛЦ. Это пивная экономика. Сейчас бы мы всех тут сделали. Насчет тигров. Да, кстати, тоже поржал. Вон, что нас ждет. Вот это вот. Вот это вот. Пижня. Пижня. А сейчас, прикиньте, реально Гитлер такой. А, я же искусственный интеллект. Я же знаю, как все тут устроено. На, держи, тигры и пантеры в 38-м. Шпионажа нету. Ну, я знаю. Да нафига мне шпионаж? Мы же не хотим войны. За чехов лучше качать ПВО. Операция «Козель» идет по графику. Ячейка «Светлая» контролирует Матву. Ячейка «Темная» Барселона. Исход гражданцов и войны в Испании не важен. Эти бучи и Матадоры уже в наших нефильпрованных руках. Ну, вот видите. А вы говорите, нету шпионажа разведки. Вон, операция «Светлая» и «Темная» идет по плану. Так, оружие огневой поддержки. Государство Синьцзянь. Сто по этого... Спасибо. Нам это очень помогает. Эти новости. Так, ПВО под... Ну, да, да, под ПВО. ПВО же вроде мы что-то там это... Давайте посмотрим, что у нас по ПВО. Ну, давайте модернизация ПВО. Эта технология опережает свое время. Так. Да и танки, короче... О! Во! Тяжелый танк. Да ладно. Бееееее... Давайте встретим. Встретим немцев на тяжелом танке. По поводу ПВО. А че ПВО? Ее надо строить тоже, да? А че у меня, кстати, в стройках-то? Блядь, мне еще линию... Линию эту... Мужино мою достраивать. Линию эфир... Да. Играет музыка Может эти гражданские заводы Пора переводить Ну короче Гитлер придет А у нас тут заводы сплошные Так Август 37 года Ну че-то хуй знает Так а как выбрать Так эти не входят А короче А я понял Которые объединенные Вот они зеленого цвета А черненькие Это те которые не входят Генерала можешь прокачать Где А вижу О господи Этот крестик заметить Надо просто сдохнуть сначала Сука Нет Ну с другой стороны Такая комплексная игра Она не может быть Ну элементарной Тут поэтому столько всего Что здесь действительно Можно дохуячу делать Это круто Но отсюда Многотомник Многотомник нужно прочитать Прежде чем начать Во всем разбираться Так Мастер зимней войны А почему Блять Зимней войны Так Немцы когда нападут Мы кстати этого не знаем Поскольку Они же не нападали Но В сентябре В сентябре В сентябре Будет Мюнхенский сговор В 38 году В сентябре Так что нападать Они будут как раз таки Ближе к зиме Может мастер зимней войны Тяжело только первые разы Потом такой кайф получаешь Да не Я уже кайф получаю Я понимаю что Некоторые зрители Кто особенный эксперт Дико Ловит кукош От моих действий Ну что поделать Вот А те кто Не играет Такие игры Они Точно так же как я Вот Но в целом Я просто Я вижу потенциал Здесь Он конечно Гигантский Просто пиздец Ну что Мастер зимней войны А это уже прокачано Стоимость 15 Телефончика Нормал А можно что-то Подождите Чуть-чуть Поинтереснее Горный стрелок Приспособлениц Крыса джунглей Такой Я Крыса Джунглей Почему Блять Эксперт По зиме Приросток Но будем надеяться Что на нас Нападут В зиму Говорили Но для дивизии Оптимальный размер Фронта 20 Получить опыт Армии На изменение дивизии Можно за тренировку Армии Да 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 Мы это уже делали Мы это уже делали Зима близко А немцы не могут Провернуть политическую диверсию И тупо Увести тебя Из кабинета Не знаю Увидим Слева Выбор черты Че Тут все Золочено Где Вдв Еще левее Куда левеет Еще Короче Эксперт По зиме Все Ну а теперь Молим богов Чтобы немцы Напали зимой Интересно конечно Надеюсь это будет долгий сериал Как Монтенблейд А Пират от тактикул Да 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 Это будет долгий сериал За разные страны Можно будет пробовать Разные Сценарии Потому что Это очень круто Что Сама игра Это нереальное Пособие К изучению Второй мировой Несмотря на то Что здесь Альтернативная По сути История Ну иногда Да Творится Особенно игроком Но в целом Конечно Это Как Как иллюстрация Очень круто Так Что Что мы тут хотим Мы тут Кстати у нас Скоро 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 Можем еще Нанять Советника Национальный Фокус Усовершенствования Судетских Укреплений Да 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 Начать Начать Копаем Как не в себя Тут Коп Есть Погнали Ты на Рэхи Я на Дуча Катнем Мир Только так Ничего себе Предложение Недостаточно Ресурсов Неприкрепленные Дивизии Я знаю Прикрепим Назначь Фельдмаршала А он Че-то Не нажимается Выберите Армии А О А Выберите Армии Сначала Ну вот он Я смотрю Румыны Активизировались А Это Немцы Блин Охренеть Я Я вот на эти серые Смотрю Такой Типа А че это у них Серый цвет Какой интересный Наверное Это вот Неприкрепленные Дивизии А потом такой И флаг Какой интересный И я смотрю А тренируются Кстати Тренируются Немцы уже А потом такой Так это же Немцы А где мои дивизии Которые я вот Начал строить Они где Это поляки А где мои дивизии Еще не сделал Еще тренируются Я понял Человек Какой хуйню Сделал Да Блять Я знаю Что они Неприкрепленные Я пытался Их прикрепить И в итоге И в итоге Что-то у меня Мне кажется Теперь Два генерала Так Войтах Лужа Подробнее Можно Быстрый Стратег Мастер Наступлений Нет Это не наш Вариант Так Йозеф О Мастер обороны Во Поехали Доброй ночи Виктор Зуев Мудрости твоим решили Все Окфельдмаш Командуют армиями Владелец отеля Да Привет Привет Спасибо тебе За сообщение Доброй ночи Так У нас Короче Войтах С Войтах С Войтах Как это Называется Чешская Еда Он тут Написано С Ниж С Нейдарик С Нейдарик Я хотел Назвать То Что к пиву Подают Из теста Кнедлик Во Да Спасибо Спасибо Вертолет Босс Короче Йозеф Кнедлик Значит У нас Будет Маршалом И чё И он Соответственно Влияет Да На На армии Которые с ним Так А нам нужен Новая армия Нам нужна Все армии У которых нет дивизий Будут автоматически Удалены А их приказы Отменены Все армии У которых нет дивизий Уверен Что хотите Прикрепить Все боевые единицы К другой армии Почему это так Все пугающе Звучит Это так написано Что ты боишься Нажимать Окей Сейчас нажмешь И это как будто У тебя весь Весь документ Ворд Или твоя таблица Эксель Будет переверстана Не то Не хочешь А как Как купить Еще одного генерала Мне нужен Еще один генерал Чтобы начать К нему Прикреплять дивизии Можно как то Его взять Блять Чтобы Чтобы меня игра Не пугала При этом Какими то Кошмарами Нет Вы хотите Удалить всю армию Выдели И прикрепи Ты правая Так Вот так Блэд Я понял Так Рихард Так Не о чемный Сергей Выцеховский Куплен Так Войтах Лужа А Быстрый стратег Мастер наступления А выбирать то Не 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 С чего Ну давай Лужи тогда У него по крайней мере Оборона Два Мастер наступления Быстр Ничего Контр наступать будет Контр наступать будет Лужи Лужи Это фельдмаршал Ну Блять Будет у нас команда А Это фельдмаршал Еще А я выбирал Не фельдмаршала Ничего страшного Да я тоже считаю Какая разница У нас У нас Четыре чувака Четыре Блять Сядем в лужу пива Да Окей Короче Всех Все кто новички Будут идти в лужу Если вы правильно поняли Прикрепить теперь К первому Рассказы Рассказы Типа Говори Как бы его прикрепить К первому Цезадница Ес Я справился И не смотрел Чат Не смотрел Чат И я справился Сам Всем пиво Всем пиво За ваш счет Прошел игру Да Гитлар Давай 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 Гитлар Иди сюда Иди сюда Гитлар Иди сюда Ах ты маленький Диктатор Мир решил завоевать Да ты меня Завоюй сначала Ты видел Моих парней Лужа Выцеховский И Маршал Кнедлик И операция Светлая И темная Началась О Стопе Мы можем Еще себе взять Мы кого-то хотели А Людвига Крэйчи Оборонный специалист Защита дивизии Плюс 10 Просто Просто Такой разъеб Гитлера ждет Это просто Он охуеет Резаная Да Это Так Опять что-то Упало Свободные Военные Заводы Че строим Танков мало Да А Вот этого Мало Я помню ПОшечки Вообще ПТОшечки Не хватает Ладно Октябрь 37 Года Танки Не сыграют Забей Лучше На оснащение Поставь Танки Не сыграют А мы делаем Тяжелый танк Гордость Просто Гордость Шкоды Так Я хотел Знаете Что еще Посмотреть Ща А Во-первых ПВО Надо строить Кстати А ПВО Кстати У меня нигде нет Да То есть Его строить Бессмысленно Потому что Вроде как У меня нет В войсках Да Его Это надо А У меня Растет Погодите Опыт армии Растет Может быть Мы успеем Что-нибудь Нахлобучить Да Не А Да А как Понять Что Она Строится Моравия Щелкьте Чтобы Немедленно Развернуть Дивизию Я Че Хотел То Во Кайф ПВО в шаблон Да 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 Надо Заставить Виктора Купить Вальфрам И сталь Ну А как Его Купить Еще Артиллерию Во ПВО Артиллерия И Противотанковая Ну Как Ну Нормально Ну Для Для Обороны За Гражданские Заводы А Гражданские Заводы Они Что У меня Сейчас Делают Сильно Дорого Цена Производства Дорого Только Арты Тоже А Арты Тоже Нет Да Блэд У нас У нас Нет Арты С ПВО Ну ПВО Мы Можем Еще Успеть Сделать Сейчас Вместо Танков Я Вас Понял А Это Для Всех Да То есть У Меня Все Мои Пешие Дивизии Теперь Выглядят Так Я Правильно Понял Да А Все Окей Так Так Что я хотел Производство Ну давайте ПВО Ну Строим ПВО Так Торговля Ебучая Что Делают Мои Мирные Заводы Сейчас Ты можешь Снять Заводы С винтовок У тебя Винтовок Уже Больше Чем Их Надо Нин Вот Белиор Про Винтовки Тут Все Мне Кричат И орут Чтобы Я не Смел Трогать Винтовки Я тоже Считаю Что В запасе 5500 Винтовок Иметь Это Типа Ну Дохуя Но Все Кто в чате Начинают Орать Что Это Даже Думать Забудь Винтовки Тратятся Как Спички Как же Смешно За новичками Наблюдать Ну Знаешь Что Я Играю За Чехию Поэтому Мне Простительно Зато Пиво Хорошее Делает Это Мало У тебя У всех Дивизий 25к Винтовок Ну Короче Да Да Давайте Посмотрим Просто Ну Есть же Есть же Циферки Есть же Циферки Ну Вот Пехотное Снаряжение Да 20 20к Винтовок И то Надо Больше Я так Понимаю Да Или Нет Видите Это пробная Катка Экспериментируй Как хочешь Ну Да Ну Да Ну Смеются Надо Мно Гады Ну Надо Все Пробовать Я согласен Никогда Не научишься Если Ничего Не будешь Пробовать Или Следовать Чужим Советам Бездумно Всегда Надо Понимать Что ты Делаешь Всегда Война Расставится На свои Места Я все еще Надеюсь Что Гитлера Отхуярят За то Что он Нападет На меня Помните Чехословакия Достался Безбоя А мы Начнем Войну И уж Этого Точно Никто Не Заметь На тебя Напал Хулиган Если Ты Ему Тихо В уголке Отдаешь Деньги Это Одно А ты Начинаешь Скандал Да он Большой Да он Прочно Ты В магазине Начинаешь Швырять Швыряться Полками Хватать Кетчуп Кидаться В Хулигана Убегать От него Понимаете Ты Создаешь Скандал Скандал Привлекает Внимание Ты В конце Концов Просто Орешь На всю Улицу Это Скандал И Этот Крик Этот Крик Когда Мы Прищемим Яйца Нацистам Услышат Многие Клепаю Еще 20 Дивизий Так Ну я Клепаю Я Клепаю Я Где Вот это Вот Ну то есть Тут написано Что они будут Что они будут Бесконечно Делаться Ну я Надеюсь Что вот Они Одну Обучат Потом Следующую Начнут Это Это Похоже На то Что я Клепаю 20 Дивизий Или Надо Как-то Иначе Делать Просто Я не Все Механики Тупо Понимаю Блядь Как Работать Я понимаю Что Я хочу Сделать Я понимаю Как я Хочу Защитить Родную Чехословакию Родную Прагу Но Блядь Словами Здесь Не 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 Получается Надо Блядь Знать Как Механики Работают Дрезден Ай Блядь Так А По поводу По поводу По поводу Торговли Сраной Вы Сами Мне Говорили Что Торговля Идет Только За Заводы Гражданские Не За военные Что Что Делаем В этом Случае У Меня 24 Фабрики Чем Они Вообще Блядь Занимаются Строительством А Да Строительством Заводы Строят Все Строения Понял Понял Может фабрику тогда Заебурим и продадим Настройки сейчас только 15 Они даже не начали делать укрепления Я знаю, потому что я все время Подсовываю военные заводы Я знаю, что они не начали делать укрепления Я сам виноват Я все время наверх тащу Военные заводы Которые потом Гитлер просто заберет у меня Но я не могу остановиться Я не могу остановиться делать военные заводы Надо, чтобы людей наполнение осталось Они довольно быстро тратятся Нельзя клепать бесконечные дивизии Но потратить уже пару фабрик Окей, а почему вы решили, что Тратится? У меня написано 24-24 И за торговли 2 Владение 22 Ну, то есть я... Почему вы решили, что Только 15 фабрик работает? Я хуй знаю Ну все, вот эти вот Я строю эти военные заводы И больше не строю Все, все Дальше только укрепления Только укрепления Успеем Успеем Еще год Еще год Еще год А дальше все Только укрепления Первая строчка 15-15 Тогда погоди Туда нахер ты идешь А почему не 24? Подожди Так Стоп Тогда второй вопрос Тогда почему происходит Вот так? Так Видите? В этой сделке будут задействованы фабрики и в настоящий момент строящие сооружения. Почему вот так пишут тогда? Потому что так и будет. Так вы же говорите, что из 24 заводов, из 22 из 22 моих заводов, лишь 15 заняты в строительстве. Ты не успеешь даже заводы построить. Грегори, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все успеет. Твоя экономика в мирном режиме, процент от общего числа порошки и зубные пасты делают. Но тут, блин, написано так ужасно. Занято в строительстве. Товар... Знаете, товары народного потребления, это, сука, не строительство. В стройке есть строчка потребительский товар наведи на нее. 9 на гражданские нужды. Тостер. Ну, тогда... Можно тогда на гражданские нужды, чтобы они убрали? Давайте меньше гражданских нужд. Только стройку не останавливайте, Блэд. Так, где тостер? Сраный. А где... Куда тостер проебался? Уже мобилизация, а не тостер. А... А не туалетную бумагу штампуют. Ладно, все. Хорошо, окей. Похер. Давайте продадим, посмотрим, что будет. Действительно. А... Франция. Объем закупки. 16. Отправляем. Он не сразу, да? Вольфрам. У Советского Союза. Восемь бери. Ну, че? Ок? Так. Ну, сука. Ну, они взяли... Они взяли... Ээээ... Заводы... Эээээ... Именно со строительства. Тостер. Сучьи потребительские товары. А какого-то хрена. Иди ты в жопу. Уберите с потребительских товаров. Нет, это от меня зависит. Я правительство. Правительство это я. Я приказываю. Хватит выпускать свою галантерею сраную. В стране должно быть... Три вида производства. Пиво, кнедликов... И оружие. Все. Гражданские нужды... На гражданские нужды пиво. Да. Нормально. Девять тостеров. Просто. Просто. Саботаж. И так еле строят, блядь. Пиво. Иначе не успеем Всё Поехали Вот народ, а Сплошные швейки Франция и Великобритания вступают в альянс Напомнив о соглашениях заключенных во время Первой мировой войны Франция предложила Британии объединиться в альянс против сил, угрожающих стабильности Европы Сегодня эта просьба была одобрена британским парламентом И Франция присоединилась к альянсу союзники К альянсу союзники, это, конечно, масло масляное К альянсу альянс Они готовятся к лучшему Реально К недликам закусывая Они готовятся худше Улучшенные станки Так Так, что-нибудь есть такое? Какой-нибудь супер-пупер торговля О, строительство 2 Лифтинг строительства Ес Правда, 141 денег Гитлер Гитлер уже А можно исследование еще добавить? Ячейку нет? Какой-нибудь? Может, я туплю? Нет? Нет, пока нельзя Жить в Хрословакии осталось не больше года Так, спокойно Просто спокойно Вот сейчас вот Лучше думайте о сборе урожая Убрал почти построенный завод Ну, блядь Там это не было заметно И очевидно Не производится необходимое оборудование Это еще почему? Что не производится? Танки? А, для ожидающих дивизий Легкий танк Сука А, для ожидающих дивизий Я думаю, этот год для Чехословакии прошел хорошо Да, я тоже считаю, что все хорошо пока Главное, главное Что я оттягивал войну Так, судетские укрепления Усовершенствованные Финальные судетские укрепления Плесс 70 дней Давай Так, если Гитлер пойдет через Австрию Я предлагаю созвать ООН И лишить Гитлера Всего Италия претендует на югославские территории В обращении к итальянцам, проживающим на побережье Далмации Бенитто Муссолини заявляет Государство Италия считает, что законно претендует на итало-говорящую часть государства Югославия А не нарушают, а без того хрупкий баланс сил в регионе Снова пивной комментарий Убери в очереди строительство укрепления в судетах А че нет? Еще добавим Дивизии развернулись новые Адептус Кустодес Спасибо большое за пожелания Спасибо за донат Спасибо за... Что смотрите Так, новые дивизии развернулись Так, стоп Мне сейчас надо понять, какие из них какие Так Так, это Войцеховский Так И че развернулось-то? Вот это? Это все? Серьезно? Вот это вот Вот это вот Простите меня Вот за все За все это время Вот это вот Ну страна-то небольшая Да Гитлер большой зато Ну че-то Не, я просто думал, что они как-то быстрее Собираются Нет Хотя с другой стороны Блин Че я хочу? Че я хочу? Это же учебку надо пройти Это же Ну я ж хочу Не этих Не Не А я пропустил комментарий Что в следующий год пройдет еще лучше в составе Германии Ха-ха-ха Нет Нет Мы устроим Ус... Германия победила только потому Что все молчали Мы не будем молчать Их можно разворачивать раньше Я Я вот боюсь нажимать эту кнопку Че произойдет? Щелкните, чтобы немедленно развернуть И че будет? Четыре месяца на тренировку одной дивизии Ну это нормально Это хорошо Максимум укреплений 10 Убери их строительство Ты фокусом бункеры построишь А, я фокусом? Попробую проиграть Ну погодите Это тренировочная партия Так Сейчас Важный вопрос Я правильно понимаю, что я фокусом построил укрепление? Да Так Ну вот здесь у меня укреплений нет, по-моему Да Блин, это же тоже знать надо Блин Ну конечно Да Многие вещи здесь Надо тупо просто знать Так Ну вообще 5 из 10 Там наверняка еще надо Можно 10 уровней Ну вот видите, да 10 уровней Может быть А, так у меня вообще везде Они у меня вообще везде построены, что ли? А, я А, я Я не хуй Ого Я так ее не хуево вкачал Ты не сможешь все построить? А, слушайте Погодите Кстати, я правильно понимаю, что У меня везде теперь просто линия Прямо такая мощная Ну, она не самая мощная, конечно Она не 10 из 10 Фокусом добавится еще 5 или 10 А, ну так охуительно Слушайте, ну так оху... Не, так фокусом Это вообще супер Это же вообще супер За 70 дней-то И у нас финальное укрепление строится А, давайте посмотрим, где Где, где, где Действительно Так Судетская область Даст здание Укрепление в уровень 7 Так Восточные судеты Западная Словакия Ну, короче, ладно Давайте достроят там посмотрим Фабрики в простое Да, 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 да Сейчас будем Почу строить Топливное хранилище Инфраструктура Пи-Ви-О Может, Пи-Ви-О Построим вот такое Стационарное Построить два завода Которых завода Фабрики Фабрики Тупо военные Фабрики и заводы Один через раз Не, может Пи-Ви-О Пи-Ви-О Только против Стратегического Бонбардировщика Адик почти не использует Блядь, все это вы знаете Ха Адик-то Тупой Ну, подождите Вот Судя по вашим Судя по вашим Заявлениям Делать нужно Примерно Что-то вроде Вот этого Какой-то Абуз Ну, я не знаю Не, так мы Гитлера Не побьем Ну, на самом деле Ладно Сейчас Пусть пока Вот это ваше Винегрет Назовем это Тактика Винегрет Пусть она пока работает Сейчас мы узнаем Когда финальное Произойдет Национальный фокус Судеты укреплят И мы посмотрим Где Может быть Еще что-то Поставить Но смотрите Мы укрепили И на границе С Австрией Просто Гитлер Иди сюда Гитлар Так Че бы такое Еще бы Че бы такое Еще бы такое Въебать Хотя бы Фабрики ему Построим Главное Чтобы зима Наступила Так О, декабрь 37 А, нет Стоп Стоп У нас еще год Пацаны У нас еще год Вообще Пьем пиво Итак Встречаем Новый год 27 декабря Новогоднее настроение 28 Уже отдыхают все А, хотя Погодите У них же 25 Уже было На самом деле Ну и Новый год Тоже отпраздновали Отлично Все вообще Хорошо Гуляние Просто Карлов мост За Ольси Все одно Укрепление Неприкрепленные Дивизии Понял Железные Дороги В добывающих Провинциях Дают Плюс ресурсы Ну Так Стоп Это Not Today Этот год Был сложным Для нас Да У нас год Год До Гитлера Мы еще Железные Дороги По мере Роста Заводов Увеличиваются Потребности В ресурсах Так что Фабрики Будут нужны Для покупки Стали И прочего Стройка Правильной Фабрик Заводов Имеет Смысл Так Финальное Укрепление В суде Так Друзья Мы достигли Еще финала Одной ветки И что У нас тут Я знаю Один способ Посмотреть Охренеть 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 У нас везде По семерочке Просто Жесть Ребята Это лучше Это лучший Национальный фокус Не Защита Что надо Осталось Ее Насытить Насытить Короче Парнями И Просто Сидим Курим Бамбук Разливаем С Новым Годом Собакой Я уже в пути Да что в пути Гитлар Сейчас будет бегать По кабинетам Европейским И пытаться Выбить У Чемберлена Чехословакию Без боя Спокойно На севере Дырка Укрепления Да Еще можно Добавить Еще Можно Добавить А может Добавим А Сейчас Короче Вот 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 Кусочек Границ С Германией Не застроен Да где Не Ну это Дичь Конечно Это вот Просто Не Главное Чтобы С Польши Не снюхались И с Венгрией Ох Ну это Хорошо Увидел Он Это Национальный Фокус Текст 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 Ну мы Мы можем Начать Заигрывать С дядюшкой Джо Опыт Армии Плюс 10 Так Тут Авиации Нахрен Модернизация Ну Венгрия Вступит Но Вопрос Когда Так Сейчас Короче Одну секунду Грэс Грэс Текст Нахрен Текст Текст Якplo Йゃ Текст Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ладно, 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 ладно Политический курс тоже хорошо, да? 120 политических очков После этого мы тупо по кругу Просто тупо по кругу Сейчас защитимся Осталось дождаться Просто дивизий Просто людей Не надо даже обученных Просто чтобы люди сидели в этих бункерах Все, этого больше чем достаточно Там вроде бы крестик был на фокусе Который ты выбрал Успеем Успеем Помните, мы считали? 70 дней Это типа 2 месяца А сейчас уже февраль 38-го, да? Да Да Венгерские руби и пушки Так, все, поехали Все Укрепляемся как не в себя А что, еще есть неприкрепленные дивизии? Расскажи О, дееее Деем Блин, как бы их Расскажите, как их видеть Аншлюз в Австрии началось. Вот теперь это, ребята, это уже рядом. После успешно проведенного местными нацистами переворота в Вене, немецкие войска пересекли границу Австрии и захватили страну. По сообщениям, никакого сопротивления не было, немецких солдат встречала на улицах восторженная толпа. Перед собравшимся на Хельденплац в Вене, Гитлер объявил об Аншлюзе Австрии, то есть о присоединении к Германии. Старейшая немецкая восточная провинция станет отныне новым бастионом Третьего Рейха. Если им так хочется. Очередной пивной комментарий под Кнетглик, друзья. Исследование завершено, у нас есть тяжелые танки. Чего там не рассказывайте, про какое Заользе? Где это Заользе? Вы что тут в Чехии разбираетесь? Марширует, марширует срань немецкий сапог. Где у меня Заользе? Вы хотите, чтобы у меня просто был этот? Братислава. Город Острава. Город Острава. Да, по-моему, в каждом регионе здесь нет. Острава. Ну. Вот здесь. Режим бункеров. А есть такая карта. Там, где один пеший, стоит справа. Блин, ну рисовали бы здесь. Есть бункер? Нет бункер? Я хуй знаю. А, есть. Вот оно. Ага. Ноль. А, вот тут вот типа прорвутся. Вас понял. Да, все, я понял, где смотреть. Я понял. Я понял вас. Уже в зимней форме? Да ладно, откуда у тебя зимняя форма? Да, вот тут есть, через маленький краешек. Я понял. Я понял. Ну, может быть, ну, может быть, с помощью фокусов вот этого доведем. Может, с помощью фокусов? Да. Выставить фельдмаршалом общую линию фронта? Как, блядь, рисовать-то? Расскажи! Кисточка какая-то. Какую кнопку-то рисовать? А где можно рисовать? Блядь, я вот этой хуйни... Я не понимаю. Херни, боже мой. Ну, просто показывай, куда. Иди, блядь, разбирайся. Что за шляпа? Все, норм. Просто удали синий. А, типа... Вот так? Вот так, да? Все? Да, блядь. Бери тут... Ну, я удалил, короче, старый фронт. И там, где еще два раза щелкнул. Я так понимаю, что это оно, да? Вот это вот... Вот это вот, да? Вот это вот первая группа армий. Венгрия заручилась румынской поддержкой для перевооружения. Безо... Это... На мою сталь! Безо всяких предварительных консультаций с нами румынское правительство подписало соглашение с Венгрией, изменяющее или снимающее ограничения, налагаемое Трианонским договором. Теперь Венгрия может свободно вооружать свою армию, разрабатывать все виды военной техники, в том числе танки и самолеты. То, что Венгрия наращается у армии, уже давно не является тайной. Но благодаря этому новому соглашению, он скоро может угрожать нашей безопасности. Ну, может быть, мы наконец-то перестанем продавать сталь? Выражаю протест. Ну, хорошо, а вот эта вот, вот эта вот херня розовая, это что? Вот это правда, это очень непонятно. Это максимально непонятно. А розовая вот эта, что я нарисовал? И почему они двинулись куда-то? Это вот хорошо. Скажите мне, пожалуйста, что вот это такое тогда? В фиолетовой линии хорошо, это линия маршала. Ну. Ну, да, кстати, вот он розовый. Ну. Узкая линия показывает то, что это фельдмаршал. Ну, вы же мне сказали, через фельдмаршал это делать. И что дальше? И что? Ну. Разве нету мы, ну, планировали? Он прикреплен к границе. Это общий для обеих армий, а оранжевый только для армии 2. Так. Так, я удаляю, короче, обе, да? Давайте, ударяю обе. Линия фронта. Оно? Оно? Похоже на правду теперь. А, все. Окей. Так, а что такое восклицательные знаки? Воинская часть не может войти в провинцию, находящуюся у нее на пути. Они куда собрались? Германию? Рановато. Так, все. У меня исследование. Я ничего не узнать не хочу. Катастрофические. Катастрофические. Забей, ты кликнул на Германию, они пытались сюда пойти. Ну как на Германию-то? Ну вот же граница. Похоже на германия. ПOP-Катерфические. Движениеòn. Поп-Катерфические. Перебивай на 2T. Старфские. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я этого сделал Йозефа Тиса, тайного манипулятора Прирост политической власти плюс 5% Так что, если чё Политическая власть будет Сейчас нам набирать дивизии Ну, я набираю дивизии А можно... Так, как там ускорить-то? Хорошо, хорошо Нажмите, чтобы немедленно развернуть все линии Давайте Развертывание Какой штраф за это? Это не дивизия, это смазка... Ой, ладно, ой, ладно Там... Там... Третий рейх-то просто говно на палке приедет Блин, почему их надо искать... Блин, почему их надо искать вручную? Чё за... Чё за бред? Они же неудобно Привыкнешь? А чё? Я просто думал, что я сейчас дурака валяю В том смысле, что я придумал какой-то калечный способ А это официальный способ так прикреплять А, минус 25% к статам, если не полностью прошло обучение А-а-а... Ну, это логично Это логично Это логично Да, конструктор дивизии Да-да-да-да-да-да Уже делали Где развертка дивизий, можно ставить генерал, чтобы автоматически прикреплялись Где? Я бы поставил Белые кружки А-а-а А, нет Самолетом проще управлять Не-не-не, ну тут просто Да, на белый кружок, потом на генерала Ой, господи Скорее на линию приказа Блять Вы меня разводите, да? Ну, блять, я не знаю Я... 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 На карте Включи саботон, когда все начнется Ну, чтобы... И уйти, да, с этим На линию фронта на карте На линию фронта на карте Кружок, а потом на карту Скажите мне, пожалуйста Сколько вы... Сколько вы учились в это играть? Ну, то есть, ну... Не, я... Игре 4 года Я понимаю, что... Причем вышло огромное количество дополнений И сейчас я пытаюсь это освоить за... За один стрим Это, понятно, что это невозможно Ну, блять, сколько... Сколько вы учились в это играть? Еще до релиза учились? У меня 1328 часов учусь Вот это похоже на правду Ладно, все, буду дедовским способом Вручную их за ручки отводить генералу Все, у меня... Слава тебе, господи, я начинаю играть за Чехию Следующую сессию выберу еще какую-нибудь поменьше Реально, вот гражданская война в Испании Все Ух Ух Ну, вроде летит Вы говорите, что это как управлять самолетом Он вроде летит Я лечу До сих пор флотом не умею управлять Флот меня просто вызывает кошмар Ес Факин строительство Вот Все только начиналось, понимаете, у Чехословакии Вот только подъем Какой-то национальный дух Какое-то все духоподъемное Будущее смотрим Вот под эту музыку С радостью С гордостью С надеждой Но на горизонте Появился Гитлар Скажите, пожалуйста А вот эти вот Значки Ну, то есть Может все-таки Переприказать им Чтобы они все-таки Заняли эту местность Или Пусть с этими значками Восклицательными Пусть так и стоят Или переприказать То есть мало ли Может они находятся В положении Типа похода А нужно, чтобы они находились В положении Типа там Занять позиции Норм Забей Все норм Все ок Нормально С значками пофиг Второй вопрос Второй вопрос Нужно ли Нужно ли Приказывать войскам Занять оборону Ну, например Окопаться Вот Есть ли здесь Какой-то такой Общий приказ Или пофиг Нету Нету Окей Хорошо Автоматом окапываются Окей Хорошо Ну, это я так Просто спрашиваю Мы, конечно, не готовимся К войне Мы готовимся К великому Пивному фестивалю Всех приглашаем В Прагу Кроме Гитлара, конечно А, вот почему Он нападет-то За Мексику Норм Да За Гондурас Резервные рубежи Ес Поставили Где? Тут не поставил? Сука Не поставил Но поставили Где-то в других местах Да? Так Единственный способ Где я знаю Как смотреть Это в строительстве Я другого способа Не изобрел А, двойной Двойное окружение А, нет Слушайте Поставил А, нет В Засолье За 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 Засолье Так Ес Поставят Поставят В Засолье Польский рубеж Все поставим Все поставим Апрель 38 Года Под дождем Под дождем Стоим Копаем Сука Гитлар Сраный Жить не дает Засолье Это тот регион Которая Польша Забрала У Чехословакии По Мюнхенскому Сговору Да, нет А он там же Назывался Тишинская область Не, ну правда Забрала Нет Ну факт 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 Что Польша Тоже поживилась За счет Чехословакии Ну это правда Ну то есть Отрицать это Как-то Ну Странно То есть Тогда Польша Все устраивала Ну типа Разделали страну Она забрала себе кусочек Типа Все окей Какой фашизм Нет никакого фашизма Индийский национальный конгресс Одержал век На выборах В провинциях А вот смотрите Начинается Антиколониальная Политика В Индокитае Ну и во всех Английских колониях Начинается Вольнодумство Ну как без военных действий Это произошло Без военных действий Когда войска уже вошли На территорию Чехословакии Это был раздел страны С помощью войск Войска не стреляли Но войска были И на самом деле Страну там Лихорадило Будь здоров Аннексия Литвы Да никто не отрицает этого Что Советский Союз Нахлобучил Финляндию Потом Прибалтику Потом Поучаствовал В разделе Польши Все окей Просто это все Представляется Как какой-то там Союз с Гитлером Хотя Советский Союз С Гитлером Воевал еще в 36-м году В Испании Ну то есть блин Сталин так же Играл в Харц оф Айрон Как и мы сейчас Ждем То есть это Вторая мировая война То о чем я говорил В самом начале Множество Множество Ручейков Из которых Получилась Великая река Второй мировой Я говорю Я даже Германию Не готов Не рассматривать Как зачинщика Второй мировой В том-то и дело Потому что Огромная Огромная территория Тихоокеанского Театра военных действий Практически Была Независима И параллельно Событием Европе И началась раньше И закончилась позже И напомню вам Друзья мои Что Тихоокеанский Театр военных действий Закончился Ядерным Взрывом Просто Чтобы вы понимали Значение Вообще Охуеть С чего начали Вторую мировую войну И чем Блять Закончили Так Активная оборона Защита Плюс 10 Технология Является Взаимоисключающей Триста Тридцать Дней На исследования Простите Похуй Тупо похуй Триста Тридцать Дней Да Да Знаете Я Эдуард Бенеш Обреченно Сидит в кабинете Ему прибегает Молодой Чешский Студент Я Просто Придумал Супер Проект Надо Делать Сколько Тебе нужно Времени Триста Дней Такой Ты Делай Такой Вы Согласились Даже Вы Вы Даже Не Хотите Посмотреть Подробнее Документы Чертежи Которые Представил Такой Правда Мне Можно Приступать Да Конечно Приступай Удачи Виктор Будет ли Трансляция 12 Числа Да Да Обязательно Обязательно Конференция Ubisoft Forward Ubisoft Вперед Обязательно Посмотрим Ну чё Май 38 Год Гитла Заряжать Револьвер Смотрите Какая музыка Трагичная Пошла Нет Бенеш Наливает Себе Кружку Пива Именную Такую Пехотное Снаряжение Спасибо Не производится Необходимое Оборудование Легкий Танк Так 20% Может быть Мы Как-то Франция А почему Мнение Государства Ча Французское Мнение Государства Чехословакии А мы Их не Любим За что За что Мы Их не Любим Вроде Торгуем С ними Нет А с Польшей Че У нас А Нет 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 Про Политику Мы Скоро Останемся Совсем Одни Друзья Ирландцы А на что Можно лицензию Попросить То у них На Зенит Ладно Это потом Для следующих Игр Улучшить отношения Отправить Аташе Да блять Состояние войны Понятно Вот Знаете Что напоминает Вот знаете Это дипломатия Что напоминает Когда убьют Тогда и звоните Реально Все Опции Сейчас работают Только в состоянии войны Вот Типа Вот будет Мне Только что Считаете Что мне Пресс Аташе Британский Сказал Вот будет Война Вот и Звоните Все опции Включаются Только во времени Войны Сколько у меня Времени будет Чтобы Звонить им Алло Чемберлен Ёптать Проснись Ты Обосрался Пан президент Исследуйте Лампочка Вас прошу В пивном Погребе Темно Да Давай Да еще Компьютер Комплюктер Комплюктер Давайте изучать Июнь 38 Польский Рубеж Друзья Появился У нас В Засолье 2.10 А можно Как-то его Это Раскочегарить Венгерский Рубеж Карпатская Русь Нет Но это Что-то Совсем Внутреннее Укрепление Южной Словакии Западной Словакии Богемия Блядь Надо вручную Устроить Там Короче С Богом Венгрия Поднасрет Успеем Успеем Погодите Погодите Венгрия Поднасрет Но Поднасрет Че? Изменение Правительства? А Нет Давайте Венгрия Поднасрет Это Это О Можно Будет Какие-то Эти А Ну Шаблоны Шаблоны Изменять Может быть Мы можем Но у нас Техники Нет Все равно Кстати Че у нас В производстве Так Винтовочек Нормально Набрали Я Даже Знаете Что Так Не Ну Серьезно Вот 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 Эта Иконка Армии Чтобы Посмотреть Что У тебя В армии Ты Вот Это Заходишь И Вот Этот Вот Сука Маленький Квадратик Вот Здесь Вот Вы Просто Ебанетесь Блять При чем Это Найдете Итак Армия Почти 300 тысяч Укомплектация На 98% ПВО 369 Единиц Противотанковых Орудий 735 Пехотного Снаряжения 25 тысяч Легких Танков 700 Да Куда Гитлар Ты Че Ебанутый Что Ли Нет Мы Может Быть Мы И Проиграем Но Это Будет Не Это 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 Будет Покруче Польши Есть Есть Иконка Снабжения Справа Нужна артиллерия от развертывания Когда горячая фаза? Да ладно, горячая фаза Самое интересное это подготовка, друзья Подготовка Нет, слушайте, нет Исторически, вот исторически Если бы вот так вот Вот так вот встретила бы Чехия Гитлар, во-первых, а, не рискнул Б Ну, может быть не огреб Но это было бы жестковато А чё артиллерия-то? Чё? Какая артиллерия нахрен? А у меня артиллерии даже нет в шаблонах Артиллерия СССР входит в чат Погодите С СССР Может мы успеем как-то это Договориться Про авиацию не забудь Ну какая авиация? У меня какая-то есть У меня какая-то есть авиация Ну, кстати, не какая-то 36, 72 Да-да-да, просто пипец А А почему красная? Авиакрылья без заданий О, друзья мои Самолеты Нужно ли Нужно ли самолеты добавлять куда-то? Ты даже не коммунист? Успею Там 70 дней, и ты коммунист Артиллерия Бухвойны Ну, ну, я согласен Прикрепи её, кстати, к армии Чтобы они автоматом вылетали Вот Давайте, короче, к этому К луже Прикрепим к луже Давайте Рано ещё добавлять? Куда рано-то? 38-й год Как бы поздно не было А, ну смотрите Она как-то сверху прикрепляется Просто Ооооо Тяжело, конечно Тяжело Самолёты на своём слое Действуют на отдельной карте Ну ладно Но Это игра, которая симулирует Блин, Вторую мировую Господи, что я хочу Это так и должно быть Так, поехали Июнь 38 Стоп Измени правительство, что ты хочешь от меня А, я могу Влупить, да? Но не будем лупить Хотя, может, будем? Не знаю, я пока Не очень понимаю этих Советников Не трать пока bullet power Не трачу, не трачу Так, чё, чё в Испании? В Испании всё ещё продолжается Но прижимает, прижимает к берегу К берегу республику Так, чё в Африке? Чё в Африке? Чё там? Италия Италия Пока в Эфиопии Это войска, да? Я слышу, слышу, слышу Чешских патриотов Услышал Два раза промаршировали Соответственно Вот один, вот второй Пока я добавляю их Вручную Другого способа не знаю Но, в принципе Меня устраивает Чё в Китае? Да в Китае там полная Там жопа полная Ну вот Японское Японское Марионетное государство Манчжу Гоу Ну вообще Япония Просто Япония В тупую Японию Здесь Неприкрытая Япония Франция Франция Это к вопросу Это к вопросу о том Насколько тоже Тихоокеанский фронт Был важен Ну просто посмотрите Здесь Франция Размером Сука с Францию Вот Франция И вот это Вторая Франция По размеру Так, а Сиам Чей у нас? Владелец Пока Сиам Окей Британская Индия На минуточку Здравствуйте Здравствуйте Я тупо Я тупо Британия Размером Блять Больше Китая Поэтому Здесь Разборки были Гигантские Ну и да Франция Франция Неплохо, да? Фалькленды А фалькленды же должны быть Британскими, да? Угу Возв А, ну это Британия Да Все В следующий раз Играем за Уругвай И просто растим Коноплю Иксбокс Будешь Стремить? Да Конечно 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 23 Итак Август 38 У нас Все Хорошо Добыча Ресурсов Два Че По торговле Не очень Уйди Так Исследовать Лампочку Д Где лампочка? Открывает Доступ Центральный Темп исследования Плюс 3% Комплюктор И радио Ну давайте Помоляем Дурака Напоследок Изобретем Лампочку Комплюктор Просто Смех Как Комплюктор Вот как Комплюктор Поможет Развитию Хамелеводства В Чехии И улучшению Качества пива И улучшению Темпов Производства Пиваса Комплюкторы Какие-то Наши деды Без комплюкторов Варили Прекрасный Пивас Так Но Немцы Там Просто Уже Не скрываясь Конечно Геть Внутреннее Укрепление А мы Нормально Мы Нормально 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 Просто Все Застроили Все Застроили Сука Каждый Каждый Сантиметр Каждый Сантиметр Моей земли Будьте Стоить Говна Ты кусок Смотрите Если что Левый выбор 70 дней 7 дней И ты коммунист На наображении Новые технологии Он еще не открыл Лампочку Да я не открыл Лампочку Нахера Это ваша лампочка Что она даст Чехия Аграрная страна Не претендующая Все что мы хотим Это варить И продавать пиво Все что Блять Мы хотим Это Гитлар Заставил Нас Взяться За оружие Нахуя кавалерия Это посторонняя такая Хьюга Ты Ну как бы О чем ты говоришь На Кавалерии Была И у Германии И у той же Польши И у Чехии И у Советского Союза А на На гужевой Тяге Большинство Артиллерии Воевала Всю войну В том числе И у Великолепного Третьего Рейха Армия Третьего Рейха На лошадках На лошадках Которые тянут За собой Артиллерию Вторгалась И во Францию И в Польшу И в Советский Союз Классическая Картина Вроде Танки Самолеты Люфтваффе Криксмарины И лошадки Которые тянут Артиллерию Бензин То казенный Конечно Конечно Нет Ну были Конечно У них Грузовички Безусловно Но Но Для Второй Мировой Войны Лошадки Тянущие Артиллерию Абсолютно Нормальная Картина Так Ну чё б такое Из национального Выбора Развить Чтобы просто Доверие Западу Эффект Соединён Королевство Будет получен Модификатор Доверия Западу Мнение Государства Чехословакии Изменится На плюс 25 Будет получен Модификатор Доверия Западу Будет Отменено Действие Отношение Гарантировать Независимое Государство Мюгославия Румыния Будет оно действие Ооо Пошли Не нахрен А Умертворение Германии Не 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 Разыгрываем Доверие Западу Как я уже Говорил Наша задача Склонить Чёрта В Запад Ставка На укрепление Кстати Как бункер Расстроится Уже Уже Пять Скоро Будет Короче Укрепили Укрепили Засолье Ждём Гитлара Качай Катафрактов Четвёртый Чиновники Запилзнер Запилзнер Будем биться Биться до конца Поэтому вряд ли Окажут какое-либо Сопротивление Сколько всего Будет этих Интернационалов А Снова Каждый раз Смотрите Вот это вот Максимально пивной комментарий. Пивной комментарий такого чувака. Такой, эээ, сколько будет этих интернационалов. Ой, да что они там напишут в этих газетах? Донат с юбот был лучше. Ну, извини, сталкер. Донат с юбот относится к юбот. Да, кто-то уже спокойной ночи. Кажется, это стрим из разряда без фанатизма. Блядь, сколько времени-то? Два часа уже? Сука. Ну, но раз уж сел, давайте разбираться. Ща Гитл... Учитывая количество немецких войск, скопившихся на границе, Литва приняла германский ультиматум о передаче старой прусской территории Мемеля. Эта область вошла обратно в состав Восточной Пруссии, которая была отрезана по Версальскому договору. Вот Гитлар уже теризирует Прибалтику. Насколько же велики немецкие амбиции в Европе? Эксперты в сомнениях. И вновь карты устарели. Франтишек, снимай эту карту времен Австро-Венгерской империи уже своего кабака. Венгрия деанонсирует трианонский договор. В сегодняшней речи Миклош Хорти заявил об отказе соблюдать условия договора, навязанного союзными державами по итогам Великой войны. Трианонский договор, подписанный бурлящей в Венгрии в 2020 году, серьезно сократил размер страны и численность вооруженных сил. Хорти в своей речи намекает, что имеет виды на потерянные два десятилетия назад территории. Это вмешательство в мировой порядок. А, потому что Чехию, Чехия уже задела. И уже в пивных уже другие разговоры пошли. Печатаем новые карты. Так, новой дивизии там нет, не поступили, но мы бы услышали, мы бы услышали. Мало людских ресурсов? Да куда ж мало-то? Так, сентябрь 38-го года. Сейчас скоро начнется. Чувствую приближение Гитлара. Еще бы парочку дивизий. Давай, рожай, страна. Я понимаю, что это все неправильно. Что мы вновь отправляем молодых исправлять ошибки взрослых. Это неправильно, но патриоты Чехии Настал тут час Когда между нами и фашистской угрозой нет никого Никто не придет нам на помощь. Но мы покажем пример Англии, Франции и прочим ведущим державам как надо общаться. С немецкой агрессией С усатым Зарвавшимся Диктатором Мы не отступим И не пойдем на соглашательство Мы будем сражаться Конечно же ВДВ Может призыв увеличить? Да вроде как бы До хера у меня Да до хера ж на самом деле ресурсов людских Гитлар на такое не рассчитывал Че изучать-то? Все со штрафами Блэд Или со штрафами это нормально? Или похуй на штрафы? Лол На таких танчиках тебе не на Берлин а до пивной ездить Моя задача Во-первых в чем проблема ездить на танчиках до пивной У нас пивная держава великая Во-вторых мы на этих эти танки приспособим потом к мирной жизни И в-третьих у Гитлара не лучше Как ты думаешь ты капитулируешь за неделю или за две недели? Ну ставьте ставьте ставки какие-нибудь мне интересно А я не могу перейти на военную экономику Так И расширенный призыв тоже хер там ночевал Воевать демократиям тяжело Че у нас там? Ну исследовал я вашу сраную лампочку и че ти Комплюктор? Ну не шифровка же господи Дециметровый радар Вот кто это? Кто попросил меня эту херобору строить? Что это мне сейчас даст? Ну реально комплюктор Радио Взяв на вооружение наработки радистов-любителей и активно используя FM-диапазон мы сократим количество помех и сможем найти другие способы применения радиотехнологий Ну разве что буду транслировать подкаст президента Чехии Эдуарда Бэйниша про пивные культуры радио в каждый дом строй радары против лошадей октябрь 38 радио дачи лампочку самый первый берут для развития я пока ну я честно я не очень понимаю зачем доверие западу если сука после этого страны запада инновационные доктрины бонус к исследованиям сухопутная доктрина секретное оружие ядерное оружие чё а и всё а где заставить Англию и Францию напасть на гермашку я сейчас выберу короче я сейчас выберу дядю Джо политическая власть изменится левоцентристская риторика в Соединённое Королевство Швеция Франция будет получен модификатор значит на минус 10 третий рейх Италия минус 50 так поддержка партии КПЧ Эффективность зарубежной подрывной деятельности минус 75% политическая власть изменится коммунизм человеческим лицом военнообязанное население 2% ну это какой-то то есть короче здесь можно из Чехии сделать прямо такого агрессора который будет кукожить своих соседей это прикольно не успеешь не успеешь а чё оплот демократии и чё и чё Британия и Франция придут мне на помощь а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Ракетная технология Мне получается Из-за отношений с западом Мне в какой-то момент передадут ракетные технологии Нахуя они мне пиво доставлять? Венгерский рубеж Все, идите в жопу Все, мы окапываемся Мы окапываемся Короче, наша задача реально выжить Чтобы они там друг друга суки сожрали Так, ноябрь 38-го года Я слышу, слышу, слышу Патриотов Да ладно А, еще патриоты Чехи Собираются Нет Сосредотачиваются Под эту музыку Просто По чешским лесам Чешские партизаны и патриоты Пробираются Оставь резерв Ну, мы же их производим еще периодически Ну, вот эти ребята Они же будут делаться Просто про резерв Окей Я думал резерву Ну, ты обучаешь их И Никакого резерва Всех на войну У нас хорошая война Мы защищаем свой дом Блин, а Может, Советский Союз Как-нибудь Это С румынами и с венграми Что-нибудь сделает Ну, че Декабрь 38-го года Где Соглашение Это я их должен был инициировать, что ли Нет Не дождетесь Ну, че там Гитлар 38-й год Время-то тикает Ты не молодеешь, Гитлар Зима Зима Ребята Помните, что у нас Кстати, у них есть какие-то Плюсики Кто у нас там? Выцеховский Зимний Женераль Так Тренировка Тренируется Тренируется Учение Учение на границе, ребят Учение на границе Стоп Машина Конец Гражданской войны В Испании После падения Последнего оплота Республиканцев Гражданская война В Испании Завершилась Националисты Одержали победу И для Испании Началась новая эра Страна сильно Пострадала В ходе войны Ей придется Восстанавливать Восстанавливать заново Любопытно Мирный договор Испания Все Так они Могут и не напасть Ну тогда я Выиграл Модернизация Так Отлично Напишите Пожалуйста Что мне нужно Для модернизации ПТО Мне нужно Заново что-то Строить Или Как-то апгрейдить Тратиться Как апгрейдить ПТО Это просто баф Охуительно 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 Так Что бы еще Проапгрейдить Тогда Тогда Модернизация ПВО Геринг Геринг Кам аут Ту плей Муштанчиков Так А что у меня С этими Строительство 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 Ага Пошло 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 Все Мы Засолье Застроили Так У меня есть Эти Заводики 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 Пароходики 18 18 26 26 Я бы легких танков Начал строить Нормальные легкие танки Друзья Гитлар приедет Тоже на говне Кстати у меня тяжелые танки Есть если что Январь 39 Года Венгерский Рубеж А Это Это Значит Фокус А Хорошо Так А здесь что у нас Чешская промышленность У нас не может быть этого А также А мы выбрали А мы выбрали Мы выбрали из трех Я понял Я понял Я понял Политический курс Ну че Ладно Погодите Вот давайте Вот эту фигню Военно-технический институт Так У меня 400 Ребят Политической силы Как же хочется Артяночку Артяночку Да Хочется Артяночку Может Артяночку А Может Артяночку Да Я тоже подумал А как Артяночку Сделать Смотрите У меня Ну если Я сюда добавлял Артяночку Мне в чатике Вопили Что слишком дорого Может просто Тогда отдельные Какие-то Арт У тебя же Танки А я их Я их успел Разве сделать А Да Ну их строить надо Их строить надо Мне Я не могу их строить Лучше Поддержку Сделать Из ПТО И ПВО Тяжело Взял Военного Советника На оборону Уже Да Взял Взял Так Поддержку Полностью Забить Артиллерия Сюда Не так нормально Или еще Что-то Надо делать Артиллерия Приделы Полноценным Полком Я правда Честно говоря Сейчас Чувствую себя Как обезьяна Которая делает Что им говорят Но Я не понимаю Почему Не надо У тебя все Норм было Вы не помогаете Супер 7 пехотки И 2 арты Надо поставить А где мы Арты столько Возьмем Фронт широкий Стал Штена фронта 21 20 Или 40 Ну и что Убираем Я понимаю Ну давайте Удалим Одну касочку Нет Да не играется Уже арта Адольф Тоже так Дело Нормально Если мы Одну касочку Уберем Ничего страшного Ребята Гитлар У дверей Убери Арту Ладно Давайте 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 Действительно Уберем Арту Потому что Ее нет Все равно Ее просто Нет Ее физически Нет Ее никто Не делает И сделать Уже Не успеет Все Я правильно Понимаю Что все Мои Пешие Пешие Подразделения Вот по этому Образу И подобию Да Все Супер Так Что мы Производим Ну собственно Мы это и Производим Ну все Вот на это На это У нас будет Расчет Ну Саря Я понимаю Что арты Не хватает Очень сильно Здесь ее не хватает Но Ну вот Как только Как только Заводиков Мы добавим Хотя В принципе Можно уже Да А мы Что-нибудь Строим А мы Это же Эти заводы Полины Строим Может на военные Рельсы Заводы Переведем И начнем Арту клепать Как вам Такой Расклад Витлер Гитлер Четыре часа Стоит Ну че Может Преобразовать Одну единицу Сооружений Фабрика Я бы Военные заводы Несколько Переменовал бы И И может быть На рту Пустил бы Why Fucking not Не так Много У меня Фабрик Ну у меня Ну у меня Опять 15 Блин Строит Владение 23 Переделаешь Фабрики Не будет Ресурса Для строительства Я все еще Короче Не понимаю Как это Блен работает Ну ладно Встретили 39 Год И все еще Мирное небо Над головой Ну правда Гитлар Там уже Гитлар Гитлар Прям С Новым Годом Да Ну там Конечно Ну че Летом Да Летом Нападет Сейчас Зимой Нападать Не будет Нападет Летом Но мы Все равно Оттянули Начало Второй Мировой Мы Оттянули Начало Второй Мировой Друзья Мои Вообще То Ему На Польшу Нападать Скоро А мы Сдерживаем Войска Гитлара Мы Даем Польше Сосредоточиться Всем остальным Сранам Сранам Подготовиться Мы Сфокусировали Все силы Германии На себя Мы уже Мы уже Победили Понимаете Мы уже Морально Морально Мы одержали Победу Мы не сдались Мы не отдали Земли без боя Уже Март 39 Года Мы Изобрели Радио Обоснованы Цели Войны С нами Или Нашими Союзниками Кем Это Обосновано Ну-ка Покажи Югославия Мнение Государства Минус 10 Че-то Пока Только Коммунисты С нами Не Очень Да 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 Гитлар Подтягивает Будьте Любезны Радио Радио Обнаружение Свободные Военные Заводы Сколько Один Так Ну давайте Чисто Чисто По приколу Чисто По приколу Чисто Четыре пушки В месяц А танки Где Ну какие Танки 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 В 30 Хотя Уже Тридцать Девятый Год Ой Какие Танки Есть 702 Легких Танка 702 Легких Танка Гитлар Попробуй Возьми Гитлар Вон На Лошадях Где Танки Гитлара Спросите Че Вот это Что Вот это Что Это Че За Пехотное Вот это Цирк Где Танки Гитлар Вот Вон Смотрите Вот этот Танк Панзер 1 Учебный Лошади Какие Просто Средневековье Какой Так Изменение Правительства Уже 462 Слушайте Может Политически На что-нибудь Потратим Не Ну это Какая-то Шляпа Кровавый Палач Эффективность Зарубежной Подрывной Деятельности Минус 30 Урон Наносимый Гарнизоном Минус 25% Мне кажется Что Все-таки Войтах Хороший Чувак И мне Кажется Что Урон Наносимый Гарнизоном Это Все-таки К нам Не надо Тише Будь Война Через Месяц Чего Конструктор Танков Ну это Все Ну что-то Пока А на что Еще Тратить Политические Очки На Мобилизацию Оставь А Да Да Вспомнила Что еще Политические Очки Тратиться Да 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 На Мобилизацию На Общение С Политиками Все Других Стран На Дипломатию Ок Нет Шаблона Вы Выпускаете Технику Для которой Не создан Шаблон Да Я знаю Я знаю О Неприкрепленные Дивизии Патриоты Патриоты О 20 А Че Еще А Так Еще Нанимать Что ли Да Надо Чувачка Ну Ричард Тесарик Так Патриоты Ща Расскажу Ох ты Господи Гитман Привет Привет А вот А вот И Гитлер Мы просто Мы Мы Гитлера Ждем Понимаешь Вот Гит Мы с тобой В Праге Были В прошлом году И сейчас Я Прагу Защищаю От Третьего Рейха И мы Мы ждем Гитлера Со дня На день И А тут Вторжение Гитмана Это какие-то Плохие Дурные знаки Дурные знаки Так быть Не должно Так Ну что Войцах Все готовы Все готовы Гитлер На месте Гитлер Уже Вокруг Нас Скоро Начнет Шпиона Подослал Да 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 Гит 88 Ман Это Что-то Такое Это Развед Отряд Развед Отряд От Гитлера Ну все Поехали Так 19 Итак Весна 39 Года Чехословакия Все еще На месте Понимаете Все еще На месте Морально Морально Мы уже победили И мы Созидаем Мы созидаем Весна 39 Года Чехословакия Жива Мы объединили Чехов и Словаков Единый народ Мы создаем Военно-технический Институт Радио Изобрели Все Хорошо Надеюсь Так и Останется Так Исследование Да Нет Или что Это было А Это Фокус У нас Был Ну так Снова Национальный Фокус Горно-стрелковые Войска Развитие Пехоты Эффект Сократит Штраф За опережение Времени На 2 Года И да 100% Бонусы К исследованиям Пехоту Пехоту Забустим Бонус К исследованиям Для Татра Так С танками У нас Не очень Давайте Развитие Пехтуры Наверное Развитие Пехтуры Так Что у нас еще? Обоснованы цели войны с нами и нашими соузниками Государство Третий Рейх обосновывает цель войны против нас Обоснователь Хуев Обосновывает цель войны против нас Нет шаблона Я знаю, друзья мои Заводы есть еще? Нет заводов Стройте две пушечки Две пушечки уже отстроены, понимаете Родимые, лилеемые пушечки И сменение правительства Пока не надо Короче, пока мы готовимся Модернизация ПВО Потрясающе Пока мы готовимся, Гитлар сидит реально Обосновывает Обосновывает претензии Вот долбоеб, а Так, опережает Ну опережает, опережает 158 дней Мы продержимся 158 дней Мюнхенский диктат Ну все, ребят К нам приехали Это за нами Такси Такси прибыло Немцы проявляют Все больше Враждебность В своих претензиях На судетскую область Их войска Подошли к нашим границам В Мюнхене Проходит конференция Где европейские лидеры Обсуждают будущее Чехословакии Но нас туда Не пригласили Как англичане Так и французы Отказались От прежних обещаний Поддержать На случай Немецкой агрессии Их дипломаты Ясно дали понять Что если мы Решим сопротивляться Это наше личное дело Возможно Нам и вправду Следует уступить Судеты Хер вам Так у меня Что-то расфокус Что-ли Это я не поприветствовал Немецкую делегацию Мы Не Сдадимся Наша остановочка Прячь детей пива Да Да Мы не сдадимся Государство Сомненное королевство Вступает в войну Германско-французская война На стороне государства Франция В качестве нашего союзника Война случилась Понимаете Из-за Чехословакии Мы изменили историю Мы уже изменили историю Государство Чехословакия Призывает Государство Франция Войну Германо-Чехословская Война В качестве нашего союзника Государство Третерех Сообщает Что изменило Дипломатический статус С нами На объявить войну Государство Франция Сообщает Что изменило Дипломатический статус нами на гарантировать независимость и так 100 100 стоп дипломатия дипломатии дипломатия погодить погодите погодить союзники франция гарантируем независимость не не погодите англичане вроде как с нами да я правильно понял а почему 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 демократия стоит у британцев какая у них нахрен демократ попроситься в альянс а мы еще с ними каком блять мы с ними отношения до исторические фокусы исторические нажми пока им на свою страну там видно союзников а где правая кнопка мыши тыкать на нее а вот здесь ну чё-то по ходу да мы ладно ладно спокойно спокойно бритиша запросить попроситься в альянс сидел месяц думал думал как обосновать и придумал ты лох и пиво твоё голный кусок готовь жопу гитлар давай давай гитлар сейчас все будет запросить ленд-лиз а попроситься в альянс ладно запросить ленд-лиз франция хоть чем-нибудь помоги к согласия не требуется что 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 у него просить что попросить буксируемая артиллерия они не согласятся тяжелый танк да пошли нахрен багеты к пиву да я понял не на я правильно понял что 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 нету война началась но война началась германия воюет с британией с францией это уже хорошо мы не одни мы не одни друзья наша за вот это то что что я хотел это то что я хотел что главное главное не не остаться одним и сопротивляться так призыв военная экономика так да согласен военная экономика обязательная служба ли чем мы делаем или расширенный призыв я понимаю что увеличивает призыв но типа насколько пока расширенный да давайте так мы воюем недостаточно ресурсов мало людских ресурсов ну ладно все давайте короче я правильно понимаю что ничего не трогать генералы сами все сделают кстати у меня вот этот вот черт он скорость ниже до согласен новый участник войны государство британская мало и вступает о класс 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 мировая война государство соединенные корреста согласилась принять на свой альянс мы будем сражаться вместе мы еще вошли в альянс чехия стала полноправным участником альянса ну сейчас будет разъёб иваныч гитлару смотрите мы видим вообще теперь все карты вы понимаете это то это то чего боялись немецкие генералы вот именно если бы это случилось я думаю что гитлера придушили бы свои вот если бы это случилось на уровне чехословакии ну то есть вы понимаете да что гитлер на нас нападает не не всеми силами главное чтобы не поднастрал а конечно венгрия и польша почему то почему-то я в польше уже не уверен и кои уже даваю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю юную-ю-ю-ю Mother тебя трогать не будут скорей из-за укреплений Зогу подчиняется требованиям Италии Итальянским дипломатом был предъявлен тематом В адрес албанского правительства Требования подчиниться военной оккупации Король Зогу Звучит как будто какая-то фэнтезийная вселенная Отрекся от престола Осознав всю тщетность сопротивления Албания перешла под управление короля Виктора Эммануила Третьего Италия посматривает на Балкана Очередная жертва амбиции Муссолини Король Зогу Заги Так, ну че Ну да, у меня укрепление Ну сорян, я готовился, я знал Гитлар О, о Франция пошла, Франция пошла Франция так Вот это тот сценарий, как нужно было делать Как нужно было, сука, делать Франция пошла Ну что, Гитлар, не ожидал? Комплексное взаимодействие Война пошла Так, так, так Ну, хотя можно, в принципе, и параллельно Триста дней Нормально Ну Гитлар по-моему, прихуел Англичане, высаживайтесь Англичане, приходите в движение Давайте, 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 давайте Все Покончим с Гитларом Сейчас Потом будет поздно Самолеты как коршуны Смотрите, началось Началось Началась странная война Плюс один завод Вижу, спасибо Нет, хуй там Где плюс один завод? Не понял Противника превосходства В воздухе И что? Так, монитор Ну и А с авиацией у нас Ну вот Но она вылетает Я правильно понимаю Это же мой летит Чешский Чешский герой Ну да Чешские герои вылетают Да, да, да Посмотрите Посмотрите Чешские герои Что творят Не надо их Они стрелят Вон Это сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Ну что-то Они их не сильно Разъебывают Ребят Они как были 7 из 10 Так и остались Где они их Разъебывают Это бритые? А, это бритые Летают, короче И защищают меня Подними свои самолетики Так Гайз Хорошо Хорошо Как поднять самолетики Так Где они? Вот они мои самолетики Мне нужны истребители Я правильно понимаю? Что-то Сложно На регион И приказы Слева Под флагом В этом здании А нам точно Нужны самолеты? Под флагом Своей страны Что? Вот это Может быть? Где кнопка? Блядь Взлети И слева Сверху Выбери задание Не отступать Ну, блядь Взлетай Вот сейчас Под флагом А, я понял Ну Ну Это пиздец Интерфейс Вы меня простите Конечно Через Да тут Я бы не знаю Что через шифт Выбирать-то не из чего Ну и что Все, полетят? Полетели Не, интерфейс Конечно Это Учить его И учить Так Пипец Война в воздухе За меня За меня реально воюют Бритиша То есть Бритиша Прилетели По игре Надо курсы проходить Это кроме шуток Кроме шуток На ютюбе Есть Многочасовые Обучающие ролики По Хардсофарин Это прям вот Не, ну Красиво Мне все нравится Прям Прям вот Война Особенно Сравнивать С тем Что было Когда мы Только учились Там все дела А тут Прям вдруг Бабах Морские бои Отдельный курс Ну это да Усиленный Плюски ресурсы Два и три миллиона Ленд-лис прислали О, ленд-лис пришел Британская малая Хочет предоставить Конвои Регулярность Раз в месяц Принять Начать ленд-лис Британская Индия Принять Спасибо Спасибо Конвои Лол Да-да-да Конвои Куда-нибудь Приходить Ну Ну куда-нибудь Придут Дальше Дальше На верблюдах Так Ну мы Пафосно Защищаемся Мы Сражаемся Так Сейчас Секунду Так Мне кажется Или Чуть-нибудь Расфокс Какой-то Ну Вроде Все Да Окей Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Я микро выключил, окей Я поражался Комментарию, что Бункер нужно чинить Столько мелочей Ждем нападения Венгрии Да мне кажется, быстрее Быстрее сейчас Гитлара размотают Так, а Бритиши Бритиши высаживаются, нет? Дюнкерк Ждем пехоту, Бритиши Или что-нибудь Нет, ну смотрите, вы понимаете, что Понимаете, что Гитлер Ввязался в войну жестокую В 1939 году Вот в такую прямо вот Со всех сторон Все Ну реально сушите весла Кстати, можно принять какие-нибудь закончики Вынужденная конверсия фабрик Запрет фашизма Можно сейчас, короче, долбануть Передача земель Женский труд Военная пропаганда Против государства Третий рейх Да, конечно Конечно Или это уже работает А, все Включили Обязательно Куда же без апоганды Давай, Франция Давай Давай, Франция Выбери новый фокус Да Италия 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 Беги Италия Поздно Заводы стоят Оп А, один стоит Окей Путь 22 пушечки Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой 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 Они все равно 7 из 10. Как понять, что они коцаны-то? Я не понимаю. Почитаю внимательно фокус. Ниже фокуса на горнострелков. Нажми на провинцию. Ааа. Повреждения. Обалдеть. Я понял, я понял. И они прям снесут сразу 7 или 1? Сносятся 7 или сносятся 1? Их будет 6. Это они седьмого уровня с 10 возможны? Вряд ли все. Один уровень снесли. Ну то есть, вот если дойдут до конца. Это что будет? Это снос всех бункеров? Блин, там нормально сбивают бомбардировщики. Ну что, люфт ваффе? Один уже снесли? Ааа. Ну вот здесь 7 из 10 на нуле. Ували! Ували! Так. ну чего а вот теперь странная война да вот теперь странная война не хотят двигаться дальше ну что принимаем коммунизм пока не поздно а по пауза так италия присоединяется третьему рейху вообще похуй линия зигфрида ну да 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 ну могли бы на самом деле точно так же через на это знаете такой обратный блицкрик когда франция через бельгию вторгается в германию вот был бы номер там есть постоянные фокусы в дереве фокусов на в левом нижнем углу а да ремонт построек господи где-то в шопе они вообще вот находятся как это можно найти вот всю жизнь вот просто смотришь вот 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 на 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 древо технологии вот она оказывается знаете мы запрячем блять еще одни фокусы мы спрячем фокуса в твоих фокусах но гитлар это все что ты можешь свободные военные заводы кайф мы так скоро артиллерию начнем делать самолеты стройте мне кажется да не ну как мы не можем сапог мы не можем стягаться с германии в небе но мы не можем тупо на одну пвотом к тому же подождите это же все это же все бритиша до летают они уже лейпциг бомбят вообще воздухе происходит какой-то кошмар ну франция ну пожалуйста ну ну сделай шажок не смотри на модельки эта декорация да я понимаю я понимаю они даже на паузу не встают но просто забавно просто забавно какой 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 адский пиздец здесь из авиации о там с италии терочки пошли друзья меж тем август тридцать девятого года в сентябре если напомню официально началась вторая мировая война из-за чехословакии мы начали ее почти на полгода раньше италия вступила в войну но она стала союзником может под шумок забрать немножко немецкой терры как из берешь то там они просто стоят между тем пошел 8 час стрима блять на заканчивать так развитие артиллерии так это был фокус даем строительная техника ремонт построек до восстановление бесплатный ремонт обмен технологиями подавление сопротивления строительство кораблей строительная техника подготовка армии время подготовка дивизии минус 20 процентов ну давай сначала ремонт сначала ремонт 5 вообще убери вот это вот нахер а все пакт молотова риббентропа дипломаты германии советского союза за да куда советский союз тальт блин зачем ты заключаешь то как раз сейчас сейчас вот в этих условиях конечно нужно было кукожить германию дипломаты германии советского союза заключают соглашение которое смело можно назвать историческим пакт мол то риббентропа это не к добру да зачем сейчас его заключать ты сейчас надо подключаться к кукожи не в германии все выбери другой фокус эти постоянные ты не развиваешься а мне сейчас он и нужен мне сейчас и нужен этот фокус моя задача теперь пейпер пережить вот этот вот хаос то есть он ремонт построек я ну так нормально нормально все хорошо новые патриоты прибыли вот это наверное да и права не в по лигу за за ница и 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 на венгрию а у меня у меня есть обоснование нападение на венгрию интересно или нет присылайте конвои присылается третьего генерала на границу с венгрией генерал никфьюри ну нормально короче чехия стоит нам мешали варить пиво мы не мешали никому если мы выстоим напоминаю напоминаю что чехословакия перестала существовать 30 но в тридцать восьмом году половина чехословакии в тридцать девятом окончательно чехословакия перестала существовать в нашем случае а там пошел прорыв в нашем случае она доживет и до сорокового ну чё там французы ну придумайте что-нибудь англичане высаживайтесь ща будет сейчас будет дележ польши до гитлер одной дивизии пытается напасть а у него больше нет так ну как это все и влияет я надеюсь ну чё где там гитлар мне писал сообщение давай покажи мне что ты можешь ты можешь битву посмотреть нажимаем на кругляши красные зеленые желтые окей но честно говоря тоже звучит вот правда лучше и в мире интерфейс ты можешь битву посмотреть нажимаем на кругляши красные зеленые и желтые хорошо хорошо разберемся самолеты точно в воздухе точно точно умеем у меня их вообще немного поэтому уклонение от призыва чё в новом докладе военного министерства отмечила отмечено значительное сокращение доступных людских ресурсов похоже последний призыв привлек меньше рекрутов чем ожидал стоящее время проводится расследование такого расхождения но все говорит о том что больше к и большое количество населения годного для прохождения военной службы различными способами уклоняется от призыва и 17 лет не студенты отказываются оказываться вдруг ценными специалистами бывшие спортсмены не приходят проверку на здоровье а некоторых случаях призывники просто отчизают без следа ну понятно в чехе как обычно случается швейк при задержании уклонисты рассуждают о плохих условиях в армии а безразличия офицеров они желание умирать в заведомо проигрышное дело военное руководство требует суровых мер по отношению к уклонистам многие правительства правительства считают что предпочтить предпочтительно улучшить условия для призывников что у меня единство нации все хорошо красиво 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 и пиво это лозунг моей страны красиво и пиво ну нужно арестовать каждого клуба кто уклоняется от призыва политическая власть изменится на минус 75 так на выполнение этого потребуется 15 дней произойдет один из двух вариантов с вероятностью 60 процентов произойдет событие уж точно не раз работало с врагات вот для такины кlairka все нотью процентов произойдет события беспорядки связи с призывом возможно повысить жал bazooünü новобранцев политическая у вас изменится на 120 на выполнение потребуется 30 дней пройдет лишь двух вариантов с вероятностью 80 процентов произойдет событие реформа призыва оказались эффективными Stevens Oix коритостью 20 процентов произойдет событие уклонения от армии п sessions Жалование новобранцев и пиво Смотрите, мы в условиях войны Когда нас окружили, мы еще повышаем Жалование новобранцев Гитлар, ты просто Лашпендер Еще исследуем Кстати, зенит Нафига я увеличу Эту зенитку улучшаю У нас ее нет, да? Да, ведь мы другую зенитку делаем Другую зенитку Устаревшие А если Улучшенные Но тогда и надо в этом В нашем шаблоне Менять ее, или нет? Или похер Похер, да? Просто зенитка стоит То есть они Они заменяют на лучшую Если я правильно понял Все, я понял Постепенно сами меняют Класс Так На кружочки, да, нажимать? Просто А кто это? Это 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 сам Гудериан Это сам Гудериан Быстроходный Хайнс Против Сергея И цеховского Ребята Блицкрик По пизде Пошел Просто Быстроходный Хайнс Получает Люлецких В острове Какой позор Польша Отвергает Ультиматум Германии А? Просто Все Все Посылают Германию Нахрен Блицкрик Да Это Это Гудериан Какой позор Какой Сам Пришел Понимаете? Государство Польши Присоединяется К альянсу Союзники Государство Третья Рейха Объявляет Войну Польши А вот Тут Мы Сейчас Вот Сейчас Вот Сейчас Скоро 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 Можно Будет Начать Друзья Да Исторический Фокус С одной Страны Исторический Фокус Это Круто Потому что Идет Наглядное Изучение Истории Безусловно Но Исторический Фокус Заставляет Страны Делать Какие-то Идиотские Ходы Которые Ну Уже Делать Не нужно Нахера Сейчас Нахера Сейчас Нападать На Польшу Котел Делай В районе Брислав Кстати Да Тут же Котлы Можно Делать Сыкат На Правда Немножко Ну Сейчас Ладно Подскажете Мне Что Делать Сейчас Мы Будем Сейчас Мы Будем Гудериана Кукожить Это же Гитлер Вполне В его Стиле Ну Разве Что Разве Что Блин Они Реально Нападают На Польшу Сейчас И Поляки Дециметровый Радар Вот Нахера Я Это Изучаю По Вашей Просьбе Я Не Понимаю Улучшенный Дециметровый Радар Разве Что Продавать Будем Свободные Фабрики Где Где Они Свободные А У Меня Да Да Все Будут Нессы Клипая 100 1500 Вывесок Планер Чтобы Твою Услиную Мачу Под Названием Пилзнер Переоборудовать И Переименовать На самом деле Ответ Пилснеру В Германии Это Как раз Хелес Именно Ответ Чешскому Чешскому Пилснеру Обалдеть У меня Отремонтированы Все Все Бункеры Просто Гитлар Гитлар Соснул Такого Слушайте Смотрите У меня Вот здесь Вот я Вижу А где Ты Воюешь Ты Окей Строй Заводы Ну да Да Заводы Как обычно Это К К К Субтитры делал DimaTorzok 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 Да я не очень понимаю сейчас зачем атаковать, тем более у меня атакующих-то не очень Не, конечно хочется тут прям вот, они прям созданы были конечно для котла Чтобы вылезти из крепости и нафидить, ну а я понимаю, я понимаю что это агенты Гитлера короче таки, давай выходи из крепости, атакуй на нас, жди зимы Давайте понаблюдаем Сейчас скоро зима И выцеховский как раз таки начнет работать Субтитры делал DimaTorzok Лужа прокачан до зимы А реформа оказалась эффективной, мудрое решение, отлично Только мудрое решение Нет, выцеховский прокачан до зимы, ребят Вайцеховский, эксперт по зиме Да, у меня нет арты, имейте ввиду, поэтому вот эти вот вылазки, они такие Могут вот стоить мне вот таких вот дурацких решений Так, Гудериан против Втадыслав Андерса А, Втадыслав, Владислав Просто тут такое Эл как Т Втадыслав, Втудыслав Ну, здесь-то Гудериан, смотрите, нашел, нашел на ком отыграться Там поляков жмут Да, я понимаю, что поляков жмут Ну и че? Французы Ну давайте, ну Ну сейчас самое время, ну просто самое время Ну все войска Германии здесь Частично одни у чехов, другие у поляков Ну просто вот сюда заходите Про, тут никого нет Укрепляй границу с Польшей или помогай полякам Я понял вашу мысль Я понял вашу мысль, да Потом может быть, потом может быть худо Блин Хорошо, а если Так, патриоты там еще не приехали, нет никакие Хорошо, если я этими чертями Уведу их от границы с Венгрией В надежде, что Венгры не нападут И где мы нападаем? Где-нибудь вот здесь? А новые дивизии разворачиваются? Да Ну и что мы делаем? Рисуем Я знаю, что помочь полякам Окей, окей, сейчас поможем Они отобьются на изи Нет, я просто пока Я в управлении не очень понимаю Тут надо как-то приказывать Так Нажмите, удерживайте правую кнопку мыши На карте нарисовать линию прорыва Ко вели? Внизу уже немцы жмут Поздно отходить Все, и здесь Гудериан Ведь действительно быстроногий Просто левой кнопкой Убираешь дивизию И правой нажимаешь Куда атаковать Куда атаковать линию прорыва А не обратно на... Блин, открепить надо? Так, я понял Точнее, не очень понял А-а-а-а-а-а... Что? Они возвращаются? Дядь, я не понимаю, что происходит Они возвращаются Они возвращаются на линию фронта Блядь Что еще нужно сделать? Как это нужно сделать? Вот так Все, убрал Удалил, удалил, удалил Блядь Блядь Можете Вы можете Нет Можете здесь собраться Все, сука Спасибо Про ресурсы я знаю Я тут занимаюсь ресурсами 4 часа В итоге чат постановил, что забей Ты бывает не цепать От истощения Какого истощения Ну кстати так нормально на самом деле Нас окружили О, к нам британцы приехали О, ребят Тут есть К нам прибыли британские союзники Ха-ха Да, 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 да Смотрите, британцы воюют Обалдеть И уже, конечно, не так Все это весело смотрится Там Польшу уже сожрали Да нет, еще не сожрали Еще не сожрали Так Линия наступления Почему не могу выбрать Создать линию фронта Окей Создаю линию фронта Ну а почему такая большая-то Так После этого Линия наступления А там уже танки, блядь Поехали Отлично Твери Еще наступления Приглема Удаляй розовый фронт опять Да вы Это самое ужасное управление в игре, которое я видел Ну правда, ну это Ну это полный пиздец Да почему они так? Ну зачем они так со мной? Ну зачем они так со мной? Ну почему они не могут просто, блядь, побьел мышкой и отправил? Ну какой ведь гений Ебучий, блядь, дизайнер интерфейсов Написано, вы не можете отправить их в атаку, пока не выберете фронт Выбрал фронт, все в пизду Нет, блядь, вы пойдете сюда Да Скоро тигра приедут Манштейн Ну что, Манштейн, не ожидал? Манштейн 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 Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй А чё так хуёво? Винтовки на танке Ну этот танк-танк говно Это же этот, Панцер-1 Он же пробивается из ружья Государство Третья Рейка призывает государство Италии Войну в качестве противника Окей Ладно Не надо, всё, отступай Отступай Как тебе сказать, отступай Ну ладно, похуй, сиди Ленд-лиз, окей Да Да, пожалуйста Неприкреплённые дивизии Короче Повоевали и хватит Ну Польша Ооо, там подтянулись Польша, давайте с энтузиазмом С Польшей сражайся, как я Тут пока ничего не происходит Так Эээээ Западный фронт Западный фронт Как камень в лесу Ничего Не происходит Укрепи границу Польши Да, блин Через Польшу Они, конечно, сейчас ко мне придут может польша советской станет к этому моменту а так укрепить границу с польшей легко сказать какая железная дорога кто строит железную дорогу падение варшавы так южной словакии кто строит железную дорогу в южной словакии кто приказал почему я не могу отменить что за дерьмо с собой война во все о кстати кстати началось итальянцы терпят терпит от британцев сейчас германии понадобится отправлять войска еще и в африку она не может справиться с чехословакии посмотрите посмотрите что стало с польшей и посмотрите посмотрите на этот член чехословацкий который просто пронзает насквозь третий рейх да сейчас ко мне отсюда зайдут конечно блин бритиш конечно нерешительные ну и французы ну я не знаю тут строить строить укрепление ну а Смотрите продолжение в следующей серии. Кстати, они там есть. Короче, Карпатскую... Карпатскую Русь хрен с ней отдаем. Карпатскую Русь. Карпатскую Русь. Карпатскую Русь. Карпатскую Русь. Карпатскую Русь. Почти does. Карпатскую Русь. Карпатюль пока здесь. де голь активно воюет против джованни месси и побеждает я не знаю как как германия по вот эта германия будет нападать сейчас на на францию я говорю наша задача пересидеть этот гребаный конфликт часа сейчас они пойдут на францию через бенилюкс до как бы франция уже активно воюет она там сейчас италию накернет понятно что они пойдут через орденны но просто немножко все сместилось ну не совсем через бельгию через орден и но франция то уже франция тоже активно воюет к этому времени это не это не та франция которая боялась мобилизации прочее это уже сильная это уже военизированная франция которая воюет которая который понравилось воевать они они избегать войны любой ценой я все чисто я говорю вписался в этот ваш хое да надо заканчивать на самом деле потому что это пиздец 339 не 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 это пиздец это это пипец ребята это ваш это ваш hearts of iron просто это пожиратель времени чудовищный в общем я думаю в четверг может продолжить после после шоу наверное если силы будут да хорошо сила светловской привет нет нет не хорошо сидим нет не хорошо сидим нет хреново максимально это все неправильно я так на три дня выпал ну я по я понимаю это мы воюем фра это мы воем чехословакии хорошо сидели предыдущие шесть часов самое забавное что здесь краков вообще не сдается да и вообще с падением с падением варшавы польша активно сопротивляется а там французы британцы писались там вообще интернационал воюет за польшу за данцы просто история история невероятного мужества друзья поляки британцы французы танцы кто там хоть кого финляндия принимает требования советов да а тут еще не случилось а блин еще еще же еще советская финская война вот там долго будете пипись кудрючить нет так ее нет ну да да такое ощущение что их нет уже не будет да да финны посмотрели на это все таки да ну вас нахер да да больше со скращается стремительно механизированное наступление блицкрик понимаете да куда метят куда месяц к словаке но главная задача отсидеться финны ушли на согласие отдать карелию а ну да 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 ей смотрю границы и и от питера раньше же граница была вот прям вот прям здесь почти смотреть на почти без войны советы все забирают он началось андерс держись понятно курт студент кейсель ринг кто там там чуть не портрет гитлера был кюхлер ковальский против кессель ринга ведь слейбан гудери не ну поляки сопротивляются мощно смотри март март сороковой уже вообще понимаете сколько шла компания на границе с польшей есть укрепление я их строю я их сейчас строю в данный момент я прям дико строю тико строю укрепление а началось где началось бомбят южная африка отменяет нам ленд-лиз польша капитулирует ты правы о патриоты есть где нет стой не 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 отменить стоп а можно как-то ее поаккуратней а можно нарисовать все я понял а все все наконец-то 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 я понял все пошла пошла игра так где-то патриоты были ну да я правильно вас нашел и правильный панель а сукой тай Всё-всё-всё-всё, я прям вот сейчас получил кайф от того, что я понял, как эта хуйтень работает. До этого у меня не получалось. Всё, вот это вот прекрасное понимание. Французы, французы, хоть так. Когда-то нападает, говорите, Румыния. Чёрт. СССР оккупирует Восточную Польшу, очень логично. Еееее. Так. Ну что, Франция сейчас будет? Не, может, Квинтерн принять, а? Пока не поздно. Следующая Франция. Ну, мы так можем. Блин, такой котёл вырисовывается, конечно. Хуёвый. Не, уходи оттуда. Уходи. В Квинтерн? Успею. Успею. Чё-чё там вступать-то? Кстати. Чё там по фокусам? Вот, левый выбор. Всё, поехали. Всё. Ты уже в Альянсе? А, я уже в Альянсе. Всё, согласен, да. А из Альянса чё, они, нет? Только ногами вперёд. Но СССР с Альянсом не воюет, кстати. Кстати. Ну, по крайней мере, исторически. От СССР у меня есть вполне себе нормальная отмазка. А вот от Германии нет. Надо что... Короче, моя задача как-то между капелек... Между капелек уйти, и я сохраню страну. И пиво. Да, да, да. Сталин меня не примет. Ну, ты Сталин нападать на меня не будет? Всё, пошли на Францию. Государство Соединённое Королевство призывает Государство Дания на войну. Государство Дания присоединяется к союзникам. Государство Третий Рейх объявляет войну Дании. Интересно, Скандинавия. Понятно. Понимаете, да? Третий Рейх растёт. Тихо-тихо-тихо-тихо. Государство Дания на Королевство призывает Государство Норвегия. Норвегия вступает в войну. То есть, всё ещё, всё ещё это кишка. То есть, там Гитлер просто такой смотрит на карты и такой говорит... Я не под... Что это, блядь? Мы скоро в войну Советским Союзом отправимся. Мы скоро Францию присоединим. Что это, блядь, в центре моей страны? Когда там Дюнкер? Да вот-вот. Так, нам отменяют Ленд-Лиз. Да, пёс с ним, с Ленд-Лизом. В войну вы вступайте быстрее. Просто быстрее. Просто войну. Просто объявите уже войну. Хотя вы уже объявили. Хорошо. Вы начните воевать. Французы, британцы стоят с нами. Блин, реально, реально приехали, смотри, добровольцы, французы. Хорватская, хорватская Бановина. Югославское правительство, долгое время боровшееся с хорватскими националистическими течениями, было вынуждено в конечном итоге предоставить Хорватии независимость. Создано новое полуавтономное государство хорватское Бановина. Бановина. Несмотря на то, что формально оно продолжает оставаться югославским протекторатом, влияние югославского правительства в регионе значительно снизилось. Нидерланды уступают требованиям Великобритании. Да, да, да. Мы все еще не пускаем немцев пить пиво. Немцы такие. Ну, можно мы пиво попьем? Нет. Хер вам. Бритиша. Давайте, бритиша. Бритиша. Все сюда. Последний оплот. Семь. Семь дивизий британских с нами. Бановина звучит как что-то, что можно получить на твиче, да. Вруби уже саботон. Ну, чтобы нас, ну, чтобы забанили, да. Блядь, нахера я это изучаю? Какие-то пушки, блядь, ебучие. У меня еще не до них сейчас. Ракеты. Саперная рота. Вот. Саперная рота. Убери линию фронта с СССР, там просто так дивизии стоят. А, согласен. Это же советы, да? Ага. Стрелковая дивизия. Д-д-д-д-д-д. Я согласен. Так. Идем сюда. Удаляем. Линия фронта. Эээ... Чёткость, вежливость королей. И советы такие сейчас. Но не должны, не должны. Чёткость. 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 Вот этими легальными службами, что он не считается саундтреком игры. ну выключат звук там или еще чё-нибудь да не капитулирует это тяжелые времена советы выдохнули да у них там сосредоточено будьте любезны исландии берет под контроль свою внешнюю политику ну чего там выбора исключения для военного времени чехла чехословакия находится в состоянии войны в обычное время сейчас должны были бы состояться выбраны разгар силового конфликта едва ли стоит тратить время на политическую агитацию допускать смену руководства впрочем если те кто утверждает что она не может стать поводом к отмене выборов это уничтожение всех демократических идеалов если позволить военным соображением брать вверх на свободы вы изливение народа это очень скользкий путь выбор пойдет как обычно базы про стабильность минус 5 мы займемся этим после победы политическая власть изменится плюс 23 с боевой стабильности плюс 5 коммунизм изменения популярности минус 5 фашизм не популярности минус 5 все ну типа все вроде как бы красиво мы займемся этим после победы ванильная музыка койки пасосная почему пасосная пафосная красивая хорошая кто там стреляет румыния выступает бессарабия государства советский союз а ну что румыния ты вы ебывалась советский союз требует бессарацию в бессарабию любопытно давай давай советски с его вали 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 это говно я даже готов отдать мукачева серьезно по-братски советский союз по-братски я отдаю вам закарпатскую русь и все а вы венграм дайте люлей вот прямо вот проход освобождаю чтобы вот тут вот всем направо налево они заслужили государство венгрии вступает в альянс это им не поможет государство италия и старство италия призывает государство венгрии войну в качестве нашего противника и немцы немцы пошли нет спашли сумка немцы а вот и концовочка вот и концовочка так патриоты патриоты здесь кстати патриоты приехали так вот сейчас вот сейчас вот поспокойнее сейчас поспокойнее . . . . . . . а их обязательно крепить нет отступить ну я отступаю я отступаю до это Вот козлы, а. Вот козлы. А там началось отторжение во Францию. А тут еще Италия, что ли? Тут еще Италия, guys. Не, ну фронт стабилизировался вроде, да? Тихо. Ладно, хер с ней, со Словакии. Не, так не пойдет. Ты куда? Ах, гляньте. Что ж ты? А как-то можно поддельно нарисовать, нет? Занять линию обороны. Оборона территории. А, понял. Понял вас. Ладно, черт с ней, со Словакии. Они нам никогда не нравились. Ты, итальянцы-то куда? Ну, от итальянцев получить это прям совсем плохо. Дейтрих. Котел, да. Прорываемся, guys. Да, война уже. Война уже за родную землю. Немцы с французами у нас воюют в Словакии. Круговая оборона от стран оси. Да, да, да. Жесть какая-то. А где? Да. Жирает, конечно. Мы посредине. Последний. Что там у французов? Круговая оборона от стран оси, да. Но они, они, они как муравьи, конечно. Они как муравьи. А, это ремонт железных дорог. Я понял, что это было. Я понял, что это был ремонт железных дорог. Италия, Венгрия и Третий Рейх. Только таким образом они смогли победить Чехию. Иначе никак. Но мы еще не сдаемся. О! Фон Бока. Ну, пожалуйста. Давай, Вейцеховский. Собчивляйся! Памятник поставлю. Что это за сообщение на марсианском? Это прочитать... Ребят, это прочитать же невозможно. Господи, как они извращаются, чтобы написать. Я только раз из десятого прочитал, что там написано. Это просто на каком-то... Это как будто бы пришельцы пытаются в человеческий язык. Братислава еще наше. За Прагу идут бои. В жесть. Ну, что там исследовать можно? Строительство 3. Мы знаем, что когда-нибудь мы станем независимыми. И эти знания нам пригодятся, чтобы созидать и восстанавливать нашу страну. Посмотри, потери. Это где? Вот здесь. Ну, это, видимо, потери всех. А, нет. Вот Чехословакия. А, нет. Чехословакия. Потери Чехословакии. Чехословакия. Общее участие в войне 7%. А, я не очень понимаю. Потери Чехословакии. Двоеточие. Третий Рейх. Венгрия. Италия. Это, типа, сколько от кого? 100 тысяч чешских сновей погибли из-за алочных амбиций. Каких алочных амбиций. Мы последние просто вот это вот. Оплот. Оплот свободы. Последний оплот свободы. Всеобщая мобилизация. Кровавый палач. Обязательная служба. Обязательная служба. Приправен к погибу. Расскажи. Расскажи. Прошки пивоварни. Да. Просто как саранча. Как саранча набросились. Просто сгрызают. Сгрызают несчастную Чехословакию. А тут еще что-то я смотрю. А тут вяленький. Вяленький Блицкрик. Вон, смотрите. Отдышка. Вот где настоящая война. Вот где трагедия. Вот где сыны. Чехи. Стоят насмерть. Вот о чем будет писать Хемингуэй. В этой вселенной. Заяви на весь мир, что ты взнеродственная моча. И тогда, возможно, я не сломаю тебя полностью. Учти. Второй раз предлагать не буду. Нет, Гитлер. Пошел нахер. Вот после этого, что ты устроил. Вот после этого пошел ты нахер. На западном фронте все слишком спокойно. Потому что все звери здесь. Все звери здесь. Просто это побоище. Это побоище войдет в историю. А. Я на паузе. Сижу, рассматриваю. Все, я уже спать хочу. Давай, Гитлер, заканчивай. На паузе. Да-да-да, я сижу на паузе 5 минут. А я думаю, как долго сопротивляются. Какие классные парни. Котел. Так и на западном фронте-то, наверное, на паузе, да, было? Да, вон там пошла война. Ну, такая спокойная. Ну, блин, ну здесь просто. Здесь весь рейх. Италия. Венгрия. Троцкий пережил покушение. Лев Троцкий убил человека, напавшего на него. О, ничего себе, смотрите, в этой вселенной Троцкий выжил. Любопытно. Мы капитулировали. Мы продолжим борьбу, создав правительство в изгнании на территории государства Суниной Королевства. Начальное значение легитимности нашего правительства 100. Окей. Чехословакия капитулирует. Это тяжелые времена. Так. И что теперь мы можем делать? Прощай, Чехословакия. Ну, мы вернемся. Мы вернемся. Мы вернемся. Мы все равно сосредоточили слишком много сил на себя. Чехословакия, может быть, и проиграла. Но ее вклад в борьбу с фашизмом, ее героизм, подвиг чешского народа, который показал всем, что маленькая страна может годами оказывать вооруженное сопротивление агрессору, подняла весь мир на борьбу с Гитлером. Его дни отныне сочтены. А Чехословакия вернется. На этом мы сегодня закончим. Можно будет в дальнейшем посмотреть историю правительства в изгнании, потому что я так понимаю, что здесь есть механика игры правительства в изгнании. И я хочу посмотреть, как этот Гитлар будет повержен именно благодаря тому, что чехи мужественно встали у него на пути. А посмотреть можно потери Гитлара? Во! Но че-то как-то не очень, да, он больше в Бельгии потерял. Неважно, как я уже сказал, подвиг маленькой страны. В первую очередь, оказал большое моральное влияние на весь мир. О чехах, которые сражаются на улицах в Праге с фашистами, слагают песни и снимают фильмы. Увидимся в следующих сериях этого безумного блокбастера «Пиво или смерть». До встречи, друзья! Спокойной ночи! Субтитры создавал DimaTorzok